Уважаемые, сегодня несчастливая часть трансляции, 13-я часть трансляции, я даже не хотел номер писать, потому что не хочется сглазить. Идем не так плохо на этот раз, дошли дальше, чем обычно. Часику отдельный привет, я очень рад, что вы разделяете мой интерес к XCOM Long War, это прекрасно, вот. Вот, вчера была коротенькая трансляция, буквально на пару часов, и начали мы ее не очень хорошо, в том плане, что стартовые условия были хреновые. У нас было всего 5 оперативников, причем не самых ходовых классов, пришлось взять 3 или 4, где-то 3 нубасов, и пойти на миссию не в полном эквипе, то есть там не хватало и оружия, и брони не хватало, но ребята справились. Вот, этот момент мы нормально пережили, и сейчас, в принципе, у нас с вами, ну, есть, собственно, уже как минимум одна боевая группа, и вторая тоже будет готова спустя 1-2, от 1 до 4 дней, короче говоря. Там еще разведчик вернется через 4 часа, топовый разведчик с невидимостью, кажется, у него вообще максимальное звание, да. Как же ты умер-то с крепким здоровьем? Надо хорошую бронину надевать уже поплотнее, чтобы здоровье увеличивалось. Макфрайя поддержал на 222, говорит, ну, в бой, да, в бой. У меня есть, я не принимаю, сейчас сразу говорю, ребята, на донат не принимаю никнеймов, потому что у меня еще есть список тех людей, которых нужно поставить. Вот. Их много, и мы будем называть. В прошлый раз, кто у нас там, в прошлый раз пришел? Мэл Лоис, кажется, был из новеньких. Ништяк появился, кстати, надо его переименовать. В школе офицеров купили размер отряда, купили подполковников. Остался только один апгрейд полковники, но это очень дорого и достаточно долго. В ангаре у нас возвращаются наконец-то самолеты. Я начал постепенно не прыгать на все иные ложки без разбора, не начал нападать на большие и средние. Пропускаю большинство из таких для того, чтобы не терпеть, для того, чтобы иметь возможность хотя бы мелкие сбивать. В исследовательском отделе, как я уже сказал, мы сделали лазерное оружие, сделали второй тир брони. И пошли сейчас гауссовское оружие. Проект долгий, 15 дней, только-только взяли, 45 ученых. И, конечно же, стоит сказать про две лабы, которые стоят в стаке. Отлично. В Литейке откроется огромное количество улучшений. Я посмотрел сегодня по Уфопедии, потому что есть уже вскрытые исследования, и там очень много полезного. Один из самых полезных сейчас для меня грейдов, это увеличение урона всего лазерного оружия на единичку. Потому что точные лазеры мы сделали, этот апгрейд не такой дорогой в Литейке. Надо, конечно, до него дожить. Поэтому два дня живем до Литейного цеха, смотрим, что у нас по деньгам. Скорее всего, придется избавляться от чего-то, потому что реально денег нет. 7 баксов на них особо не разгуляешься. Что касается... О чем я еще забыл? Производство предметов. Да, сейчас все экипированы лазерным оружием, уже с запасом, и даже броня с запасом. Поэтому обнаружаем цель. Средний размер рейдер низко летит. Блин, вот... Во-первых, я не факт, что собью его. Рейдер. Но летит низко. Низко это значит, может присесть. А если он присядет, то мне лучше его не сбывать. Как вы думаете, присядет или не присядет? Ой, все, 13 число, говорят. Да, 13 число и рейдер. Друзья, мне лететь на него или не лететь? Вроде он не угрожает спутнику. Он не сканирует спутники. О, Верлоин, привет. Не лети, сядет, говорят. Сейчас я перепроверю на всякий случай, бахну ретрансляцию. Лети, говорят. Что лети? Почему лети? Байтит на фыва, говорят. Фыва за ошибку будет. Конечно, за ошибку точно будет фыва. Летит низко. Ладно, скипаем пока. Пока скипаем, друзья. Летейка еще нужна для того, чтобы апгрейды всяким самолетом делать. В том числе. Насевших рейдеров есть. Да, он сел, он сел, он сел, он сел. Говорит, много ресурсов там. Еее, мне как раз команда подтянулась. Мы с вами берем, конечно же, топового разведчика. Добрый вечер. Хотя у этого разведчика инвиз уже есть. Ну, есть инвиза. Подождите, у меня три же разведчика, правильно? Там фатика на днем. Да, вот он, топовый разведчик. Ну, точнее, с инвизом, не топовый. Давайте начнем с простых вещей. НЛО сел, размер средний. Это порядка 15-20 врагов, насколько я понимаю. То есть, недооценивать не стоит. Нам обязательно нужен медик, тем более он нуждается в... Да. Нам обязательно нужен кто-то из пехотинцев. Но вот вопрос, кто? Алиска у нас какая? Уже топовая Алиса. 96 меткостей, господи. Дмитрий Михайлов тоже топовый. Естественно, берем только одного пехотинца. Это будет Алиса. Хотя Дмитрий Михайлов плотнее. Менее точный, но более плотный. Берем 100% одного разведчика. Вопрос какого? Кстати, может быть, второго ганера возьмем. Потому что у нас один вернется. Даже два должны вернуться. Да, два вернутся. И не хочется, чтобы от... От ганера так... Я не хочу брать топов, потому что... Прокачиваться не будем. Мамбал говорит, YouTube лызы на ГГ паузы нет. Уже запустил. Донаты за сотку не читаются. Повышаем. Все-все-все, сейчас все зачитается. Сеть 20 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Ну, наконец-то. Я секунды считал, жеш. Чифры поддержал ваш канал на 222 рубля и сообщает... Ну, в бой же уже. Ну. Ну. Мамбал поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает... YouTube PLZ. На ГГ паузы нет. Будет. Короче, у меня особо-то выбора нет, на самом деле. Потому что... А, нет, подождите. Я же взял четырех нубасов. Они пришли или нет? Они пришли. То есть, теоретически, у нас есть перспективные лемминги. Ну, как могут быть. Во! 71-4! Ё-моё! Вот они пришли. Уже неплохо. Это... Да, 3-12, но как бы снайперу пофиг на ХП. 71-4. Я возьму этого перспективного лемминга на прокачку. Возьму инжа, пофиг. Штурмовик точно нет. Разведчика возьму, потому что инвиз нужен. И последний боец. Тут особого выбора нет. Не штурмовик, пехотинец вряд ли. Либо на прокачку разведчик под инвиз. Да. Ладно, хорошо. Начнем с простых вещей. С Алисы. С лазерной винтовкой. С прицелом. И... Не с лазерным прицелом, а с модулем стабилизации. Точность понизится на 4, но зато крит возрастет на 10%. Алиса, с богом. А это у нас снайп, который мы качаем. Новый перспективный. Ну как перспективный? 66, блин. Вот может быть и не стоит тебя подкачивать. Плюс 5 точности, конечно, дали. Подождите, пока оставлю его в покое. Так. Пока так. Разведчик. Но разведчик тоже на прокачку. То есть он ради этих берется. Ради сканов. И ради того, чтобы он к следующей миссии полетел с невидимостью. Можно даже карабинчик ему дать. Для большей точности. И чтобы не сильно снижалась маневренность. Так, а ты у нас кто? Это у нас перспективный как раз леминг, да? Тогда фалангу тебе. Точность уже 71, как бы уже неплохо. Прицел выдадим, окей. 71 плюс 14. Прокачается быстрым. Пулеметчик. Здесь все просто. Панцирный бронекостюм. Лазер гатлинга. Вопрос только в... У него двойного выстрела нет, но есть палач. Наверное, все-таки экстендед возьму ему. Место точности. И страховочный медкомплект хорошо зайдет. Медик. У медика... Есть овер уже. Панцирный бронекостюм. Тоже лазерную винтовку. Не лазерный прицел, а просто прицел. Меткости не так много, но нужно, чтобы он стрелял. Инженер, естественно, тоже панцирка. Но вот тут, скорее всего, пистолет-пулемет, чтобы было побольше мобильности. У него туманные берега. Он у нас еще такой офицер плотный. Спасибо большое, папа. Спасибо большое, папа. И сообщает... Добрый вечер, Чамандер. Добрый вечер. Миссия без потерь вам точка добра всем. Спасибо большое. Нализвер поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... В описании мода говорят, что мастер-старшины получает небольшое повышение характеристик за миссию. Да? Короче, мастера-старшине даем броню. Плюс... Тут три очка здоровья, а тут пять, да, получается? Пять. Но я не вижу, чтобы у него количество хп возросло. Вот я не совсем понимаю. Либо оно здесь не отображается. Дает бонус к здоровью в зависимости от виденной одетой брони. Меткость, воля, мобильность. Это понятно. Чем тяжелее броня, тем больше бонус. А, может быть, он уже получает бонус, исходя из того, что надел первую. Четыре. Сколько здесь? Два очка здоровья. А тут, типа, пять. Разница должна быть в три, а так разница в четыре. Ну, фиг знает. Ладно, тебе нужно... Вообще тебе нужно, знаю, этот... На перемещение. Нет, хоть это и спринтер, но мне очень нравилось делать разведку с винтовкой. Поэтому у инженера мы заберем пистолет-пулемет. Да, дадим просто лазерную винтовку. Обойдется. А вот разведчику, разведчику мы дадим пистолет-пулемет. У него маневренность будет 21. Так, я на всякий случай сейчас проверю, что у нас по назначению офицеров. Ну, на всякий случай. Ну, мы оптимисты разве что можем там как-то... Но у него не хватает. До капитана. А инженера? До майора нет? Подполковника? Нет. Ну, в общем, качаем офицеров этих. Друзья, очень важная миссия. Народу будет много, но и ресурсов должны засевшую тарелку, которую мы даже не трогали. Должны дать очень много и сплавов, и лерий, и трупов. Это все мне очень нужно. И компьютеров бортовых. Сейчас я прикрою дверь и вернусь к вам. По механике ЛВ дает бонусы к статам за 10 миссий. Понял. Ну да, видимо, чтобы был смысл. Так, стоп, а я снайперу-то еще не выдал еще. Еще рано лететь. У меня же оружие есть. Снайперская винтовка, пожалуйста. Бронька. Естественно, тут прицел еще надо раздать. Ты же не полностью это все сделал, Михаил. Кого еще? Кого-то я еще не эквипнул. По оружию у всех все есть, да? По броне. Визуально, чисто визуально все у всех есть. Чисто визуально. Может не брать Нобасом? А там его неким заменить объективно. Кроме Дмитрия Михайлова, которого я не хочу брать. Просто потому, что он второй топовый пехотинец. То есть максимального звания. И он реально может пригодиться мне в следующей миссии. Не, Алиса должна справляться. У нее... Она не уступает практически ни в чем Дмитрию Михайлову. В чем-то даже его превосходит. Поэтому на овервотч ему должно хватить. Аптечки страховочные у снайпера и пулеметчика. Сканов очень много. Разведчики на прокачку. Снайпер на прокачку. Многие здесь на самом деле на прокачку. Гранаты есть. Ну так, в принципе, все есть. Поехали. С Богом. Полетели. Садимся. Садимся. Готовьтесь к выброске. Надо разобраться с лунатиками в США. Похоже, НЛО совершил вынужденную посадку в деревенской глуши. В общем, вынужденную. Что там, пассажиры бухали на борту или что? Очень странно. Штаб, я рейнджер. А я мюамайкер. Ждем дальнейших приказаний. Ой, шутки уже пошли, чувствуете? Прямо не удержать меня. Разрешаю высадку. Подходите к объекту осторожно. Ёп, РСТ. Тут вообще с разных сторон может быть движуха со стартом. Но я уже на каком-то... Ну, что было в прошлый раз на севшей тарелке. Да. Слушай, не стращайте мне. Хватит. Я еще цветы... Цветы... Цвета не раздал. Нормальные. Вот. Пойдем сейчас проверять сразу фулл кавер маскировочком. И сканы раскидывать. Опа! Капец. Пак. Шесть человек. Четыре литона. Два мутона. Я вертел вообще такой старт, если честно. Так, надо выкинуть скан либо влево, либо вправо, чтобы понять вообще, куда мне безопасно это твое. Что тут места дофига свободного. Что там, что там. Кидаю скан. Здесь вроде чистым. Ну, так, то, что видели. Так, снайпа бы повыше. Бы повыше. Но, в принципе, он даже вот за этим полу кавером будет нормально с высоты стрелять. Поэтому ставим его сюда. Раз. Все назад вообще. Все назад. Никаких там... Двигаюсь в указанную точку. Смещаемся. В общем, нафиг нужно. Меньше всего мне сейчас хочется начинать с... С пола паков. Да, ебарас это. Кладя трубку. Класс. Так. Разведчика можно подальше. Да ебарас это. Короче. Побежали. Не помещаюсь я уже за камерой, к сожалению. Придется выбирать. Куда бежать. Овервочи нет. Есть. Они уходят. Очень далеко, надо сказать, уходят. Но пак какой-то жирный. Так, слышу мутонов. Звонят, чтобы напомнить. Вот прям вот, вот прям... Так, сканов хватает. Поэтому я, пожалуй... Я вижу, где они находятся. Но я на всякий случай кину, чтобы понять, нет ли там еще одного пака. Есть там дальше еще пак летунов. Капец. Местечко такое нашел. Здесь полуукрытие, к сожалению. Есть, конечно, фулл кавер. Парочка. Но... Места... Прямо скажем, не очень. Да тут, в принципе, хороших мест маловато. И для врагов, и для меня. Ладно, допустим. Снайп у нас стоит нормальным. Пулеметчика надо подводить максимально к... Хотя тут два укрытия получается. С натяжкой на два. Алиса должна быть... Надо их как-то вывести. Блин, ну отвратительное место. Просто отвратительное. Хоть широкий фронт делай. Не, ладно, разведчик может у нас как-нибудь уйти подальше еще. Ну, имеется в виду, чтобы... Все равно стрелять он запасы может. Час переподписан два месяца. А той же логике надо было и пулить подальше. Спасибо, Кахагус. Я правильно говорю? Интересно. За переподписку. Ее-мое. Принято. Ой, не нравится мне это все. Да, надо выводить сюда. То есть снайпера тоже уводить. Ясно. Начинаю движение. Поняла вас. Да. Смотрим. Народу ах, как многим. Ну ладно, видимо, надо сейчас пулить. Дистанция конс... О, я же могу текст пулить. Начинать лучше с простого пака. Но они дальше находятся. Вот в чем дело. То есть вероятность того, что я спулю ближний пак, она довольно высокая. Вообще, вот здесь хорошее местечко, посмотрите. Прекрасное место. Вот. Раз, два, три, четыре. Да, давайте не будем рисковать. Просто перегруппируемся. Тут фулл кавера дофига. Еще впереди парочка. Вообще идеальное место для того, чтобы людей встречать. Плюс я смогу снайпа вообще далеко увести. Скажем, вот сюда вот наверх. Сюда вот наверх. Все, пулить, соответственно, тоже пробегает как может. Алиса пробегает. Они на передовой должны быть. Работаем. А, тут еще. Тут же камешек еще. Второй кавер. Шикарно. Правда, я не всех буду из-за дерева видеть. Но ничего. Овервочный-то его сюда. Ну, баса может быть чуть подальше. Гэмбла можно ближе, на самом деле. Но пока он сюда подбегает, чтобы просто ближе не подходить. Хотя там риска особо нет. Ну, и пулить чуть назад. Скип. Нормально, сканы есть. Вот они, смотрите. Такой пак жирный просто. Мелт. Кому он нужен? Так, давай Алиску тогда сюда. Пуличи можно типа подальше. Вот, скажем, вот сюда. На кого поставить вперед? Наверное, Инжа. Больше возможности для прокидывания гранат. Больше возможности... Ну, бафы, опять же, получают наши бойцы. Которые вокруг стоят. Получается нормально. Единственное, что мне не нравится, как стоит... Да, норм, сюда. Как стоит у меня лемминг. Вот единственное, кто не в позиции, это лемминг. Его, наверное, лучше тоже за фулкавер поставить. Тут вот плюс угла в том, что тебя с меньшей вероятностью будут как-то обходить. А обходить могут, учитывая то, что потенциально тут два пака есть. Сейчас прицеливайся, Вась. Ну и пуличи я поставлю куда-нибудь на... Ой, нет, только не в 7-е Овервотч. Я сейчас хотел в 7-е Овервотч потыкнуть. Мог стригерить разведчик. Потом мы пробуем с снайпером любой из паков стригерить. Уже не столь принципиально, потому что мы достаточно далеко от обоих паков. Пуле, пуле, пулеметчик встает за последний фулкавер. Нормальный. Все, и как бы у нас хоть и... Они частично... Ну, вероятность у них нормальная попасть. Из-за того, что угол есть уже не напрямую. Но все равно мы за полными укрытиями. Это хорошо. Так, триггерим? Я, наверное... Я думаю, что да. Надо пробовать закинуть с Кан. И поводить триггерить. Пофиг, что пулеметчик пока не ходит. А, вижу. Блин, вижу, но слишком низко. Не знаю, попаду ли не попаду. Пока не вижу никого. Вижен есть. Ну, вот с этого... Ой, там уже эти... Там защитники находятся. Слушайте, а может быть... Ну, я не постреляю отсюда, но... Блин, хотелось бы их триггерить, если честно. Так давай, может, этим отойдем. Разведчикам назад. А, он не видит. Окей, тогда разведчикам сюда. Видит. Ну, это следующий ход, безусловно. Разведчикам я просто сейчас назад буду отступать. Судя по всему. Что вот этих вот... С этих двоих начать. Или, блин, может... А мне все равно от него... От них нужно отступать. Да, поехали. Почти добегаю до респа. Только, правда, хорониться негде. Но вот здесь меня не будет видно. Поехали. Пулем. Да. У них еще здоровья побольше стало. Улыбаемся, ждем. Они видели, куда я отступал. Привет, Lion Antivirus. Все уверят. С нетерпением ждут. Плохой тут угол, конечно, если справа обходить. Могут теоретически обойти. Блин, надо было разведчикам подходить все равно вперед. Хотя бы я бы увидел тогда еще с найпом пострелял, если бы... Да, это ошибка, конечно. Не надо было всеми Арияна-то каверить. Я же могу подойти спокойно и посмотреть, где они там. Маскировка, кажется, как будто я... У меня маскировка снялась такой. Так, вижу врага. Вижу второго. У меня маскировка не спала. Снайп на черта не видит. Ну, что вы творите, ну? Вообще обойти не должны. То есть, несмотря на их конскую мобильность, они не должны обойти меня, разведчик. Снайпер по-прежнему не работает. Нет, это меня смущает. И они никуда не идут. Ну вы охренели. И тому-то он ищет. Приспособленец еще у них. Ладно, давайте искать точку, откуда снайпер может стрелять. Из-за чего он может не стрелять? Из-за деревьев, безусловно. Давай сюда, так ли, тебя. Есть? Нету. Атак. Не получилось. Они еще такие параноики, блин. Не, я побежал. Не, я не побежал. Надо как-то их... Я не знаю, как, 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 что мне мешает. Да, наверное, вот это вот возвышение мне мешает. Давай отсюда попробуем, ладно? Двигаюсь к точке. Гады, а? Не даю цифрово играть. Задрал. Не, ну здесь со снайпером должен работать. Что, 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 что? Что, охренели, что ли? Вы охренели, что ли? Да я в шоке сам. Что это за дела такие? Ты не хочешь подойти, друг? Прям подошел на одну клеточку, что и овервотч не срабатывает, и он может стрелять. Охренел просто. И эти подходят. Ё-моё. Побежал. Ну, слава тебе, господи. Давайте, ребят, ребят, штампуем. Разведчик попадает. 65. И это еще не все. Это не предел. Нет, предел, похоже. И он попадает. 32. Да вы охренели. Мне местность эта не нравится уже. И он регенит еще. Снайпер не видит. Хелик не видит. Никто ни черта не видит, кроме вот этого. Как? Не могу понять. Но я лечу. Снайпанда уводить. Он уже... Он практически добежал до снайпера. Ни в какие вообще ворота не лезет. Валю. Я не могу. Все равно вижена нет. Давай, ханкер. Ханкер. Ой, блин, разведчика жалко. Мы его... Надо уводить его оттуда уже. Овер. Тут уходим. Овер. Я понимаю, что там овервоч, но как бы на молниеносных-то мы идем, правильно? Правильно. Вижена не будет. Сможем за фулк? Да вот сюда вот. Давай сначала. Сохоронимся. Нет, 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 нет. Давай лучше вот как-то так. Побежали. Молниеносные рефлексы. Не понадобились даже. Ну, а вери. Я надеюсь, что он дальше побежит. Черт, эти идут в атаку. Твою налево. И он стреляет. Да ладно, вы... Ну, срабатывает, в общем. Молиска попадает. Он там 57. Фух, пронесло. Блин, как мне не нравится эта позиция. Ну, просто никто не стреляет, понимаете? Ну, сейчас как снайпер начал. Работать. Я попробую метку поставить. На него. Боюсь еще, что сейчас придут ко мне. Вообще, изи могут прийти. Похоже, у них какой-то скрипт, что они... И точность хорошая, из-за того, что я как бы с угла тут. Сопрессим. Я уже вижу силуэты мутону. Отвратительную. Всем смажем. Вы издеваетесь. Да вы издеваетесь. Какое место плохое, а? Только бы сейчас тот пак не спорился. Капец. Уходите, прошу, уходите. Нет, они идут. Это пол пака. Лухая барона. Твою налево. Снайп не работает. Я снова втрою. Гринка лучше оставить. Не, я его не пробью, понятное дело. Должен перезаряжаться. Должен продолжать его сопрессить. Здесь меткость нужно. Бахать. Тут продолжаем сопрессить его. У него уже практически полное здоровье. Как, как, как они спулились? Нарезвер поддержал ваш канал на 200 рублей и сообщает. Командирский пак вызывает себе подкрепление со всей карты. К тебе все идут по идее. Интересная новость. Я не знал такого. Капец. Сейчас Гринка прилетит. Может уже. Дым нужен. По ключевым дымам нужно. Как он спулился вообще? Я бы сапа еще отбил гранат потенциально. Готово. Готово. Подранить Мутона бы. Хорошо. Время молиться, друзья. Два овера Мутона. Хорошо. Эти тоже на оверах. Подавление. Овер, овер. Хорошо, хорошо. Давай, давай. Подранок семерочку. И сейчас еще постреляет Алиска. Точно. Давай, давай, давай. Вычи. 66 крит. На, на. Так, минус один изгой. Так, сопрессить Мутонов. Убивать Мутонов. В первую очередь. У снайпера есть одна цель. Это Мутон. Надо ставить метку на Мутона. Вопрос только кем. Блин, такой-то не очень. Вот, разведчик. По кому? По этому. По нему кто еще может работать? Вопрос, кого сопрессить этим? Этого? А, ты не можешь по этому стрелять, да? То есть ты только его сопрессить можешь. Давай, с Богом. Потом снайп по нему стреляет. Это единственная цель для снайпа, блин. 68 меткость. Хорошо. Ну, плохо. Плохо, плохо, плохо. По нему же можем стрельнуть с Алисой. И надо стрелять, потому что нужно овер вставать. Хорошо. Овер точно. Что делать? Ставить метку, пытаться по этому попасть. Разведчик стреляет. А, забыл! А, молниеносный. Все. Понял. Тогда... Тогда повезло, да. Мажем 44. Блин, не хочется ханкерить, но вроде... Гренку он не докидывает. Наверное... Нет, ханкер приведет к тому, что... Дым-то у меня густой. Зачем мне ханкер? Правильно? Они все равно здесь не попадают. Поэтому... Перезарядка. Овер. Овер. И овер. Пошел. Молниеносный первый. Но там двойной овервотч от Алисы. Я надеюсь, что постреляет. Постреляет 45. О-о-о. Мажет. Есть. Блин, сюда бы Гренку закинуть, а. Сапресс, если не будет, я буду кидать туда гранатом. Последний сапресс. Да. Кавер снимать. Вот это хороший момент. Прям давай. Пошла Гренка. Правда, сейчас мне за гранатом... Кавер сняли? Сняли кавер, кажись. Так, тут надо сейчас покоцать, поставить метку на мутона. Кавер частично сняли. Ну, уже хорошо. Ставим метку. У него аппортунист нам плевать уже получается. Да, хорошо. Ну как, один процент, один процент. Я в порядке. Ты в порядке, да. Спасибо зарядке. Есть, попали. Меточку поставили. Еще новый пак. О-о-о. Третий пак. О-о-о. Реально все идут сюда. Ёпрызет. Ладно, там фингмены. Главное ушатывать мутона с этим упрем. Кого мы можем сопрессить? Любой из целей. Сиктоид вообще лесом идет. Алиска, по кому? И поэтому, и поэтому, да. 80, 75. Два мутона. Хороший шанс. Поехали. Есть! Минус мутон. Хорошо. Овервотч, хотя и один этот остался. Так, здесь ввиду отсутствия других целей мы стреляем 65 по этому упырю. Молодцы! Снайпер, две цели. Раз, два, понятно. Хэвик на самом конце сопрессить будем. Тут одна цель, как раз меточку поставить. А может даже убьешь? Чуть-чуть не хватило. Блин, вот у меня сейчас дыма не будет. И у меня ходил этот... Кого ты видишь? И он да убивает гарантированным. По-любому. Потому что сейчас будут стрелять по нему. Сопрессить уже не важно кого. Блин, может Сапу перевести, а? Ну не видит он там ни хрена, ну. Давай так. Хотя бы на будущее. Давай, снайпер 82 этого. Если не получится, то сопрессим его. Снайпер справляется с поставленной задачей. Здесь самый опасный это... Даже не знаю. Наверное, все-таки... Thin Man. Этот плотный. Поехали. Потом через команду нужно... Таксиктует. Его бафают. 7 хитов. Держимся, друзья. Держимся. Есть, хорошо. 100% плюс скрит. Давай скритом. Есть. Отлично. Сразу минусуем. Минусуем не туда. Слева еще подходит. Возможный фланг. 38%. Стреляет. Попадает по пулеметчику. Он держится. Броня пока держит. 57 гэмбл. Ой, плохо. Попадает. Ой-ой-ой-ой. Этот боеготовности. Срочно перезаряж... Или... Нет, перезаряжаемся. Нет, или подойдем. Больше целей будет. Даже вот так будет лучше. Да. Здесь нужно и подлечиться. Но, скорее всего, Лейминг будет лечить тебя. Самое простое. Хорошо броня спасает уже от выстрелов из легкого... Из среднего плазменного оружия. И, скорее всего, у нас будет... Окей, окей. Тут точно перезарядка. Тут команда с высокой долей вероятности. Не видим, да? Там есть вернутый один. Самое опасное, конечно же, летун. Перезаряжаемся. Алиска будем снимать его. Вероятность не такая высокая. Кто еще может помочь? Или без сапресса в этот ход? Может, даже лучше дым здесь кинуть опять. Еще один есть дым. И как раз мы заденем хорошо. Вопрос кого? Ну, всех, кроме Леймингов, короче. Вот так вот дым кидаем. Слушайте, у меня же после дыма еще полдействия будет, нет? Если я правильно помню. Нет. Еще не докачались, да, нужного уровня. Алисе в таком случае нужно делать овер. Овер, потому что она в любом случае постреляет на овере по летуну и по кому-то, возможно, еще. Овер, овер. Здесь перезарядка. Перезарядка. В этот ход у меня снайп не работал. Так, вот первый овервотч 80. Попадание есть. Ну, хватит ли этого? Еще пара овервочей. В том числе и 80%. Это, видите, лучше, чем один выстрел на 80 сделать. 41. Стрельба идет. Попадает по Алисе. Нет. Боеготовность. Побежал вперед. Стреляет. 17. Попадает. 17. Очень плохо все. Еще два фринмена. Ой. И стреляет. 33. И попадает. Они все попадают. 17. 33. У меня сейчас сын шмрет. Тупо у меня на гэмбле. Держись. Черт, попали! Сколько у меня там хитов? У меня уже ранения есть. Самое опасное это вот флангующие упыри. 55. Может быть и Сапу надо вход тратить на 46. Ты по кому можешь? 67. Давай так. 67. Попали. Хорошо. 87. Это не то, что я хотел бы сделать, если честно. Там овер. Мне бы метку поставить на того ли то на... 67. 57. 42. 57. Какая вероятность таховая, конечно. Еле живой лемминг, понятное дело. НД Инжа спасать. Но как спасать Инжа? Там овер и все цели в вижене. Может через ханкер это сделать. Но его фланганут, скорее всего. Надо отстреливать, видимо, снайпером правую цель. Самое опасное. 57%. Это отстойно. Сапрест правую цель. 72, 72. Не, надо метки ставить. Здесь, скорее всего, докидываем пофиг 65. Пытаемся добить. Плюс овер. После этого встаем на овер. Да, он не сдох. Лемминг стоит отвратительно. А, и там ты не работаешь, да? Что же делать? Здесь ханкер. Надо право выушатывать. Право выушатывать кем? А, неким. Разведчик пробует добить. В первый раз. Снайпер пытается снять либо этого, либо, скорее всего, право пытается снять. Но вероятность еще маленькая. Мажем. У них 17 попаданий. Мы мажем проложительные вероятности. Здесь вариантов не так много. 71. Мажем опять. Как же мне не везет, а? Стреляю второй раз, потому что... Здесь надо сопрессить вправо. Ханкерейтинг, Джон. Время молиться, короче. Без удачи мне не выиграть. 69. Вся атака. Паника. Нет. Как девочки, а? У меня нет вижены еще. Перезарядка точная. Евгешин поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает. Доброго вечера. Добрый вечер. Страдаем очень. Смерть инопланетному вторжению. Какой мать. Какой же там адская просто. Ладно, нужно сопрессить правого опять. Пытаться его снайпом снять. Сопрессить для того, чтобы метку ставить. Самое опасное сейчас 2 лет у нас. Пожалуйста, попади. Есть! Спасибо большое. Тут два овера точно. Буду на чеку. Хрен его знает. Я не могу подлечить нормально. Хотя, может быть, так. Но там... На оверах меня словят. Кто тебя на оверах словит? Ну, левый, в частности. Не факт. Ты кого вообще видишь? Ты в панике. Ты не можешь никого видеть. Может проверить... Да, давай проверим разведчикам по-хитрому. Если будут... Блин! Проверил. Давай обратно тогда. Вот только подальше. Потому что... Если будут стрелять на оверах, то... Снимаем часть овервотча. Не знаю, снял ли я нужный или нет. Но я подхожу с аппортом и пробую вылечить... Снял. Пробую вылечить нашего инжа. Не дергайся, все нормально. Лечит только хп, броня. Вся еще покоцан. Больмс. Ээээ, давай, ответку, ответку. Есть. Покарали второго летуна. Последний вам этот подходит. Есть, хороший еще удар. И у него красный туман должно быть. Ну, почему не крит? Ну, очень нужен был крит. Один хит. На кого ты оставил один хит? 49 по Алисе. Нет. Попадает. Шесть критом. Твою мать. Алиса ранена. И фланг может умереть, Алиса. Нет. Черт. Повезло. Алиса истекает кровью. С огромным количеством проблем. Ладно, сектоиды хрен с ним. Мне больше беспокоят вот эти вот люди. Сколько осталось? Ну, все, кто есть, они и остались. Прошу жметь. Тогда 66. Точно реанимация. Алиса приходит в бой. Может быть, это и зря, кстати, я сделал. Мне еще нужно от левых избавляться. По-любому. Пусть даже жертвовать остальными, но избавляться от левых. Капец, а я же этого не убью никак. Мне же, будь он проклят, пистолет-пулемет. Твою налево. Как же. 42-66. Блин. С самого левого вообще никак не снимаю. Еще овер один. Здесь, может быть, крюк как-то. Конечно. Этого надо убивать. Ладно, этого мы подсопрессим. Ладно, эти не так угрожают. Жертвовать, что ли, разведчикам? Да, если не мать овер, жертвовать разведчикам. Ну, Алису я бы не увел, но мне надо было рисковать в любом случае на овер. 4 урона, 4 крит. Никак не убиваем. Ну, раним красный туман. Может, гренка там под тунжа. А, ты, сучка, все еще паникуешь, а? Запресс на этом. Снайпер может бахнуть 52 эко. Похоже, нет других целей. Как насчет... Еще одной меточки. Отсюда видишь, увидишь. Давай меточку. А, охренеть, 2. Набиваем право. Снайп, очень нужно, 50%. Они попадали с гадой. Давай, надо, надо, прям надо. Ну... Не, Алису надо в любом случае вводить. Оверы мы сняли. Уходим. Ну, мы теряем лемминга, в общем-то. Настолько на овере не поймаем, потому что мы их флангуем. Они должны сейчас побежать. Овер, 49. Да хорош! Какая же бодрящая миссия. О, какая бодрящая. Алисочка умненькая. Прости, что я тебя так подставил. Прости. Но они не должны были попасть 17, 20, да, да, потом 40 не должны были попадать. Не хочется лезть, если честно. Алис, прости меня. Я не знал, что к защитникам все идут. Это тоже такой косяк. Перезарядка. Ханкер. Я на месте. Готовность номер один. Прицеливание. Ну, подходи же, Боба. Готовность номер один. Пришли, авервотчим. Еще дергается. Авервотчим. Какие же вы косые сегодня. Весть. Ненавижу вас. Нет подходящей цели. Класс. Ладно. Опять же. С апрессивен. Алиса, молодец. Бывает. Прощай. Канирую. Ну, подходите, я-то. Буду на чеку. Анкер. Акапуюсь. Ну, подходите, гады. Ну, подходите, гады. Бежали убивать. Но и это еще не все. Игра продолжается. Все дела. Позвоните Кузе. Так, давай-ка, Алиск, ты за полное укрытие спрячешься. Выходит, умирает. Кто это? Ну, да, это же средняя тарелка. Здесь как раз должно быть от 15 до... А, ты же без инвиза. Василий. А, надроиды без кибер это очень хорошо, конечно. По ним не помажем. Главное сейчас на них не отдать Алису. Хоть не может. Ну, мне поцелим по-воздушному очень все хорошо. С какими флангами вы охренели, что ли? Куда полетел, пес? Куда полетел? Где ваша манка? Вот это плохо. Добрый день, Алиска. Добрый день, Алиска. Сканы остались? Конечно, остались. Что их много. Пять человек. Реально очень много. В общем, один уже такой. Жижат. Гады. У меня классная позиция. Сопрэш права. С самого права. Нет, вообще далеко еще не все. Расстреливаем его. Они бронированные, капец. Алиса видит только одного. Разведчика, видимо, надо куда-нибудь сюда метить. Левого. Ну, которого видит Алиса. Стрелять по левому разу. Потом вставать на оверх. Здесь я даже не знаю, что делать. Ну, то есть, вроде как, нужно отступать. Но это полуукрытие. И гэмбл у меня еще такой клевый. Без брони. Но меткость составляет желать лучшему. Лучшего. Это под сапрессом, поэтому на него пофиг. Этот Алиса умрет. Надо правых месить пытаться. Я понимаю, что у меня тут пушка никакая, но... И месить так громко сказано. Не, давайте... Не, нельзя ханкер делать. Вообще нельзя ханкер делать. Потому что снайперы-то все равно по ним стрелять будут. Значит, в другой раз. Это мы убираем здесь. Надеемся на то, что Алиса там постреляет на овере по... До снайпа доходят точно. Вот это плохо. Стрелять нельзя. Уходит. Но без выстрелов пока. Господи, у меня Алиска свалится. У меня пехотинцы там подтягиваются. Можно будет подкачать. Снайп, естественно, валит. Он в шоке от происходящего. Но вероятнее, поэтому... А, еще полечи у меня тут. Такой бодрый, да? Прям так бодренько. Ну, давай. Те, кто за фулл кавером стоят, спокойно могут метки ставить стрелять. Да, меня немножко смущает пулич. Ну, как бы, потому что это фланг. Фланг-фланг. Ну, я не буду отходить. Лучше на будущее по... Подойду, перезаряжусь. Здесь стреляем плюс овер. Как бы, а что делать? Ну, или перезарядка. Стреляем плюс перезарядка. Или все-таки команду дать подсопрессить одного. Так, ребята, кому-то там сообщение ВКонтакте пришло. Проверьте, пожалуйста. Спасибо. Алиса перезаряжается. Готово. Стоит на уровне. Да нормально, стреляй. Как плохо. Летят. Я не понимаю, что за телодвижение у них. Они... Как будто у них скрипт, они пытаются флангануть. Но у них не получается. Дремонтируют один друг другого. Блин, какая хвэ-миссия. Я вот не знал, что к фериалам летят. Ну, в смысле, к этим защитникам, как только пулишь, сразу все двигаются. Знал бы, естественно, ни в коем случае их не пулил. А то спулил все. И мутонов, и летунов, и тиньменов. Это прям... Давайте сопрессим самого плотного для начала. Увы, перезарядка. Метку ставим. Ай, перезарядка. Давай левом метку поставим. Не на... Не на того, кого сопрессит. Ай, их четверо еще там. Давай направо, он самый плотный. Снайп 67. Направо, под меткой. Ага. Интересно. Алиса не стреляет. 6. Хорошо. Гэмбл. Не плотного, но второго. А, подождите, этот сидит. 68 по нему, он не летает. Ну. Алиса овер. Улетает. Прилетает. Мне они какие-то... На своей волне, короче, они. Да. Я не знаю, что они там. Удумали, но... Сопрессим мы самого плотного. Ясно. Не буду подавлением. Алису я не буду подводить. Не стреляет. Пусть отдыхает. Убивать, естественно, нужно пытаться человеку, которого... Который не под подавлением. То есть вот этого, например. Плотного и не под подавлением. Снайперам, соответственно, его же пытаться пострелить. Спасибо. Поэтому смысла стрелять нет. Пытаемся зарандомить 55. Хотя, мне кажется, еще был один с меткой. Товарищ. Ладно, давай тогда продэмиджим этого. Овер. Постреляем 36. Стоится два дроида. Ну, уже понятно, что эта миссия закончится хорошо. Ну, хуже не будет уже. Сейчас пролетает 10% от дроида Валису. Давай. Нет, чинить просто. Привет, ПГРСК-2. Перезарядка. Опять же, плотный подсопресс. Разведчик. Не плотного. Просто убивает, скорее всего. Хотя она куша такая несерьезная. Она убивает, окей. Ну и добиваем остального. Оставшись. Раз. Два. Трис. Четыре. Ладно. Динас и четыре, мажешь. Собака, блин. Я так вас ненавижу. Нет, Алиса, ни в коем случае не лезь. Не надо. Не надо. Не надо. Уже проходили. Сейчас добьем. Ой, восемнадцать человек. У меня три ранения. Ладно, одно у Леминга, другое у инженера, но третье у Алисы. И она будет отдыхать дней сорок, наверное. Шестьдесят дней. Два месяца без топового пехотинца. Сто двадцать. Алирия, сто сплавов. Борткомпьютеры, источники энергии. Очень жирно. Повредили бронекостюмы. Ремонтируем сразу. Денег нет, но выдержитесь. Лерия, миллион. Мне нужно качать пехотинцев. Кроме Дмитрия Михайлова, было еще два человека. Понтия и еще один перспективный кошка. Блин, Алиса, 61 день. Если Теечка родная. О, да. Улучшенный лазер и вот оно плюс один урон ко всему лазерному. Короче, что мне здесь нужно. Улучшенный прицел нужен. Сто баксов, да. Это десять крита еще добавят. Особенно ганнерам. Алисе очень важно. Еще десять процентов крита, не шестьдесят шесть, а семьдесят шесть. Баллистика. Это под следующий тир оружия и под предыдущий. Улучшенный меткам пакет может быть. Трупы Дехликана на сплаву. Здесь в деньги я упираюсь очень сильно. Улучшенный лазерный мастхэв. Это плюс один урон и ко всему лазерному оружию. Схранение боеприпасов. Сумасшедшая штука. Всем плюс один боекомплект, но пятьсот стоит. Пистолеты лесом идут. Система подавления лесом. Улучшенный прицел, скорее всего. Эллерий в огнеметах. Это для мэков. Металлургия пришельцев. Больше сплавов. Защита. Методики сбора. Так, давайте-ка. Мне где-то нужно... Давайте попакаво, короче, по порциям. Борт компьютеров чуть-чуть. Ну, пока что и лерий. Мне нужно двести пятьдесят, да? Стоит сто пятьдесят. Там же параллельно проекты в литейке идут. Улучшенные лазеры. Мастхэв. Одиннадцать дней. Улучшенный прицел. У меня пять прицелов. Я от них пляшу. Так, еще разок. Баллистика. Может быть, сразу баллистику под оружие сделать. Стоит вообще фигню. Но будет плюс один сразу к пушкам тем. Восемьдесят баксов стоит. Я передам все в литейный цех. Да, я понимаю. Улучшенная баллистика. Пять дней все будет делаться. Пока мне не нужно ее заказывать. Медпакет дороговато, но... Что там? Нет. Больше сплава, смерть, сокрушения. Ускоритель для перехватчиков. Тоже хорошая тема. Очень хорошая тема. Дешево, сердито. Тренировки персонала под штурм базы. Но что-то деньги пока не ходят. А, во! Новые боевые системы же еще. Сошки для снайперов. Там еще что-то. Все готово к работе. Литейные машины раскалены. Когда мы закончим, я вам сообщу. Новые боевые системы. Хватит. Да, в литейном цехе скучать не приходится. Я предупрежусь, что вы начинаете новый проект. Ранение, ранение, ранение. У меня пехотинцев больше всего, чем... Ну, то есть у меня четыре человека. Сейчас три остается. Расчет, конечно, Дмитрия Михайлова. Ремонтируем панцирку. Улучшенный прицел скоро. Ускорители скоро. Улучшенный лазер не скоро. Вот это ключевое. Трупы сектоидов на ученых меняю. Пальто возвращается. Пулеметчик. Инжана фрагменты ни в коем случае. Вас опять вызывают. Ой-ой-ой. Угадайте, кто. Разминирование. Это скриптовая миссия, которой у меня еще не было. Я не доходил до нее. Ну, то есть доходил, но не доходил. Мне бы советов из чата. В двух словах расскажите, что нужно. То есть, насколько я помню, в оригинальной версии разминирование – это следующая тема. Ограничение на количество ходов. Постоянно нужно двигаться, выключать передатчики. То есть, разведчик с инвизомом обязан быть в твоей команде. Нужно дойти. А, скриптовые люди появляются в разных сторонах, в рандомных. Видимо, судя по лонгвору, так оно и будет. И дойти до бомбы и обезвредить ее. Сколько врагов ориентировочно, что нет нулевого хода. Вырить сложно, говорит. Достаточно. Хорошая новость в том, что у меня как бы основной состав, плюс есть разведчик с маскировкой. Как бы это уже радует. Есть медик пальто с максимальным званием. Офицер. Есть Дмитрий Михайлов, без которого не обойтись. Блин, может пулеметчик даже не брать в этот месяц. Там все контактно должно быть. Там, кажется, будет обилие сингменов. То есть, мне по-хорошему нужно двух пехотенцев брать. Здесь со скоростью, думаю, будет 24. Ванили скриптовые падают только когда бомбы разминируешь. Минное поле, ты бежишь, оперативники протирают. Ты уже проходил, можешь был. А, я же на ней на прошлом трое отдался. Да, это очень хорошо простреливаемая область. Нужны инженеры, там очень плотно все. То есть, нужны люди, которые готовы закидывать. Блин, ты газовик какой-то ненужный. Может быть, даже штурмаша взять, на самом деле. Потому что прорываться придется. Там обычные, там не милишные товарищи. Там мутон или туны всякой. Вот это вот. Не, пулеметчик нужен. Пулеметчик нужен, потому что хорошо все просматривается. И сопрессить надо будет. Точно разведчик? Думать не надо. Вариант взять второго снайпера. Но, насколько я понимаю, у меня нет винтовки второй. Лазерной. Только одна снайперская. Можно марксманскую взять. Тем более, что... Кстати, это возможный вариант. Я думаю, мне нужен штурмовик. Как раз у меня один... С хорошей мобильностью и очень плотный. Где-то вот так вот надо. Экипируем. Бронекостюмов мало. Лазерная винтовка. Прицел. Дмитрий Михайлов. Панцерка. Винтовка. Прицел. Здесь на 2 плюс 18. Улучшенный крит, скорее всего. Снайпер. Лазерная снайперская винтовка. Прицел, прицел. Хотя у меня точность тоже конская. Понтя. Последний бронекостюм. Винтовка. Прицел. И обычный прицел. А у нее с точностью проблемы. Пулич. К сожалению, фаланга, блин. Лазер гатлинга. Страховочная аптечка. Увеличенный магазин. Разведчик. С инвизом будешь продвигаться. Бронекостюм. Катас поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. По описанию миссии совету нужно определить, что за карта. Такие вещи можно записать на разминирование примерно 5 карт. Нет данных. Описание карты. Окей. Еще один снайпер. Ему марксманскую винтовку даем, получается. Блин, мне не нравится этот снайп, если честно. Вполне возможно, я его как раз... А вот штурму надо было бронекостюм. У кого заберем? У пули чинового. А, у него и так фаланга. У снайпера, естественно. Что-то я его одел тогда так. Не по погоде. Штурмаж, панцирка, дробовик, веерный лазер. Керамику оставим, скорее всего. Маневренности у него хватает. Можно вместо увеличенных что-то взять. Потому что там... К примеру, лучше не крит. Так, есть ли вместо снайпера? Мы можем взять инженера, да, например, мы можем взять. Дымы реально могут помочь. Лазерный карабин. Там машину можно повзрывать. Коверы вряд ли, а вот машины да. Точно дымы оставляем вместо осколочных. А, нет, он сапер. Он сапер, у него туманные берега. То есть оно так и так. Не, давай лучше возьмем фугасочки. Капец. Вроде все. У всех лазерное оружие, у всех броня, которая осталась, у всех прицелы. Медик есть. Страховочная аптечка одна. Это плохо. Давайте, пуличи и так есть. Можно штурмовику вместо критам дать. И себя подлечить сможет, если что. И к яду будет невосприимчив. С богом, друзья. Ну что я могу сказать? Я волнуюсь, потому что на этой миссии я сдох в прошлый раз. Да, у меня там ситуация была аховая. Но миссия на разминирование, это... Ой, карта какая, капец. Там нас уже заждались. Не, на снайпов хороша. Но у меня только один снайпер. И тут можно спулить слишком много всего за раз. Не люблю эту карту. Надо играть от инвиза. Надо играть, скорее всего, от этого. От автобуса зеленого. Очень гадкая, открытая карта. А, я еще по-руссу не там. Разведка завета сообщает, что пришельцы устанавливают плазменную бомбу в вашей зоне. Времени мало. Надо обнаружить бомбу и обезвредить ее, пока она не рванула. На самом деле у меня есть тут пара фулл кавров и бусик есть рядышком. Также есть три... Короче, что мне нужно сделать? Мне нужно раскидать скан. Мне нужно спрятаться в инвиз, проверить разведчиков, в первую очередь, людей слева. Потому что именно туда я, частью, буду сдвигаться. Закинуть скан куда-то туда. Да, и сразу видим людей. Ёбарас, это... Там мутоны. Твою налево. Места, чтобы спрятаться, нет. Ну, кидаю скан куда-то сюда же. Плюс направо. Чтобы смотреть, что еще дальше. Ёбарас, это и там еще пак. Там еще плюс два пака. А вот и бомба. Три мутона. Два мутона литон. Мне, типа, нужно сдвигаться все равно влево. Сюда я уже подойти не могу. Это сразу пулпака. Да вы что делаете со со мной? Мне реально с места не сдвинуться. Либо идти направо вообще. Но не факт, что здесь паков нет. Я же не знаю количество людей. Мне кажется, что надо рашить просто вот этих упырей. Двигаться. Блин, полу кавер, Миша. Ну как, ты вот этих вот... Так, логически. Первая бомба у тебя вот здесь. Ну, то есть ты выигрываешь, типа, ход. Пулишь первый пак. Вторая, третья. Это три пака минимум ты пулишь. Но пулить-то ладно. То есть тебе надо занять места. Места уже отвратительные. Я снайпер, наверное, вот сюда вот просто поставлю. Так у него и вижн есть, и фулл кавер остается. Блин. Ну не подойти сюда. Меня сразу... Меня сразу по-чекают. Я сполю и здесь, и здесь. То есть мне нужно уходить частично назад. Блин, частично. У тебя один бусик и 8 человек, чтобы спрятаться. Ладно, 7. А может, рашануть бомбу? Вообще, разведчикам как-то убить левый пак, рашануть бомбу? Всеми тихо спрятаться за этим бусиком. Вообще никуда не ходить. Я думаю, что надо пытаться вот так вот уйти сначала. Надеяться, что я не спулю там никого. Отвратительным. Просто отвратительным, понимаете? А так я уже могу спулить теоретически. Да, пока перегруппировываемся. Фотос поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, Михаил, если каким-то невероятным образом этот трой будет потерян, что несомненно невозможно, можно мне вместо одного тестового ракетчика в новом трое. Нет, Фотос. Нет. Я расстрелся, знаешь, когда разочаровался к тебе? Когда зашел и прочитал в чате, что в этом трое у меня шансов уже нет от тебя. Я понимаю, что ты эксперт, но... Чат — это место публичное. Если ты отвечаешь одному человеку, ответь личным сообщением. Зачем и другим людям, которые не спрашивали, не интересовались, и мне в том числе, рассказывать про то, что все потеряно? Демотивировать меня хочешь, гад? Ненавижу тебя. Блин, Экс сдвигается. Ёпрест, это я бы спунил сейчас. И... О, ё-моё, я сейчас могу спунил. Ну, мне кажется, это ГГ. У меня такое ощущение... Есть. Мне надо ушатывать этот пак. Причем прямо сейчас, потому что они могут под фланг подставиться хорошо. Стоп! А ты у нас видишь... Раз, два, три. Хорошо. Чтобы его же фланганут, он станет видимый. Потому что план какой? Я хочу спулить этот пак, они увидят, соответственно, сократят сюда, и я смогу перегруппироваться сюда, и этот пак убить. Таким образом, я и этот пак не спулю, и оттого буду подальше. И пододвинусь к бомбе. То есть мы пулем именно снайпером. Давай, снайп. Критани прям, убей одного сразу. Хорош! Минус мутон! Полетели. Да, эти полукаверы уже хорошо. Правда, к сожалению, не алё, да? Но этот убивается, да? Я думаю, надо просто рашить. То есть без каверов пофиг. Потому что здесь тупик уже. Нам нужно сокращать к бомбе максимально и убивать. То есть я подхожу вот так. Здравствуйте. Блин, штурмаш пока не работает ни хрена, потому что он спулит ещё, если подбежит. А это тоже может спулит, если спереди будет пробегать. Ему нужно забегать сзади. То есть мы убегаем с Эмином. Сеть 20 поддержал ваш канал на старше. Сеть 20 рублей сообщает. Потас, ты уволен. Ну нельзя так делать просто, на мой взгляд. Ну нельзя. Конечно, соблазн велик, когда у тебя есть понимание, что там дальше будет. Кто просил-то? Так. Всё равно опасно. Так, мутон, конечно, сидит. У него защита конская какая-то вообще. Я, пожалуй... Блин, у меня уже выбора нет. Надо их убивать. Нет, не так! Не спулин. Нетку на мутона в первую очередь. Пытаемся его убить. Да нет! Ну, ребята! Как я сейчас? Мегрянг сюда приедет. Так, может, команду на пулеметчик? Ты мне поможешь? Пальто стреляет разок. Ещё давай. Молодец! Ещё один выстрел! Один выстрел! Ребятушки! 26. Грянка же. Грянка. Грянка, давай его только нормально. Прям вот под ноги ему. Я понимаю, что летун работает, но... Летун и граната мутона — это две большие разницы. Нет! 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 Ран-н-ган — это пул. С высокой вероятностью. ГГ. Это гг. Это массовое ранение? Скорее всего, смерть. 44! Два попадания. Кого убили? Какого-то лемминга. Ну, не самого сильного. Блин, мутона. Нет! И спулили пак. Понимаете, всё, гг. Это я уже не утаскиваю. Вот это я уже не вытаскиваю. Там ещё снайпер под ударом. Его уже видят. Надо ещё разминировать, как бы, да? Да, это гг. Ваг здесь есть? Ваг есть. Не факт, что ты бежишь. А, у меня инжал убили. Самого бесполезного вообще. Самого слабенького. Думай, может быть, всё-таки ваг. Разведчик добегает. Не добегая, Дмитрий Михайлов. Не, ну, смотрите. У меня тут, как бы, полу-кавера. Это первое. Да, я один ход там выиграю ещё. Обхожу, тут пак наверх ушёл. Сдвигаюсь. Но первый вопрос. Что делать снайперу? То есть, да, он фул-кавер, но... Видимо, снайпер стреляет по дальнему мутона. Ему больше делать нечего. Если бы я был уверен, что здесь всего три пака, я бы пошёл рашить штурмашом. По крайней мере, ушатал бы вот этого упыря. И подставился бы под мутонов. Дымов нет. Укрытие по умолчанию сейчас тоже. Разведчик, скорее всего, должен сейчас идти разминировать раз и двигаться в сторону передатчика, но... Ещё же скриптовые могут попадать. Что мне делать с мутонами? Мутоны жёсткие. Я сапрессить не смогу в этот ход из-за того, что он полечит меня не на позиции абсолютно. Хотя у него общий вид. Если мы избавимся от литона, то одного мутона мы точно засапрессим. Принципиальный вопрос. Мы валим или не валим? С одной стороны, ты этого мутона коцаешь и с хорошей вероятностью убиваешь. Тебя фланговать можно? Маловероятно. Не побегут они сюда. Ганнера можно вернуть? Можно вернуть ганнера сюда. Второго ганнера сюда у нас образуется. Что-то вроде... Нет, пулечи, наверное, в одно место нужно поставить. Дмитрий Михайлов, скорее всего, сюда. И пару оверов делает. Блин, а зачем мне вообще по мутону дальним и стрелять? Он же на овере убивается просто. Что, до конца острожаемся. Поехали. Оверов нет? Оверов нет. Раз. Сбежу. Пальто. Приказ, хилка. Принципиальный вопрос. Будем ли мы сейчас шатать питаться летуна? Ну, то есть мы его зашатаем. Только я могу спулить... А, вон там еще пак. Вон там пак еще. Не, я ничего не сделаю штурмашом. Штурмашом я могу только спулить еще один пак. Это максимум, что я могу сделать. То есть мне нужно убивать вот этого летуна, скорее всего. Ставить понти сюда. Сопресить какого-нибудь страшного большого мутона. Недальнего, а кого-то из этих двоих видимых. Здесь двигаться сюда, выигрывать время и метку ставить на этого упыря. Поехали. Метка очень нужна, потому что мы можем не убить его, он фландует. Но все равно надо спешить, а не то, сами знаете. Да, это заруйненный, собственно, рай. И туда пробуем... Блин, или овер поставить, или туда может кто-то другой возьмет. Да, например, пальто. Пальто видит одного. Пробует 73. Стреляем. Тогда у нас два двойных овервотча. Туда. Блин, я думаю, штурмюка уже сюда подставит. Чтобы он на следующий ход хотя бы одного ушатал. Но эта гренка вообще сюда прилетает. Между прочим, тебе... Кого сопрессить? Цели две. Сопрессию. Сопрессию. Ближнюю, чтобы гренка не достала. Если он соберется кидать... Здесь мы... Постреляем снайпером. Надо попадать, надо, чтобы ранен. Давай с критом еще. Хр... Ну, 9... Хорошо, пробил без крита, но очень хорошо пробил. Здесь точно овер двойной. Здесь точно овер двойной. И вопрос к штурмовику. Блин, либо я подхожу... Вроде... Вроде теперь граната не докидывается, поэтому... И да, я подойду и подлечусь. Вот что я сделаю. Что-то пулить новый пак не хочется, а вот... Надо молиться, друзья, надо молиться. Надо молиться. Эти хорошо убегают дальше. Я смогу разведчикам пробежать к бомбе. Отлично. Овер, овер. Побежал, побежал, побежал. 2... Крис, 6, 6. Хорошо, Дмитрий, Михайло стреляет. Убивать, ес! Кружка и тулечка. Еще, еще, еще один последний. Стреляет. Давай, давай, понти. И Михайло стреляет по нему. Давайте, ребята, раз и... Два, два, два. Где два? О, ладно, мажет, он мажет. Ес, ес, живем, блин, только инженер такой... Ой, так, не расслабляйся, не расслабляйся, Михаил, нормально. Так, 68 меткость по овервотчерам. Судя по всему, это единственное, что нормально можно сделать, потому что да. У нас два хода. Надо, может, попровоцировать их на беготню, то есть подойти сюда. Будет у меня один ход на следующий, чтобы выиграть. Разминировать, разминировать. И мы флангуем, по крайней мере, одного и подставляем под двух ганеров. Хорошо. То есть ты подходишь... Точно? Ну, те ушли, там нормально все. Ход, ход, еще третий ход мы выигрываем. Плюс ты ближе к этому ведешь. Хорошо. Флангуем, по крайней мере, одного. П, перезаряжаемся. Здесь перезарядка и овер, это практически 100%. Перезарядка. Овер. Готовность номер один. Пальто мне не нравится, как он стоит. Если честно, наверное, через приказ надо здесь сыграть. Например, той же самой понтяше отдать приказ, пострелять дважды. Но сначала надо определиться, кого сопрессить. Сопрессить надо самого плотного вот этого товарища, продолжать его сопрессить. Ставим на него метку. Он в ханкере. И у него больше всего здоровья. Снайпер видит только одну цель 68. Но тут приспособленицу надо стреливаться будет, гад. Нужно ли мне сейчас его пытаться травить? Здесь точно надо стрелять разок. Потом перезарядка, команда и овервотч. Перезарядка. Команда. И овервотч. Блин, ну хочется, конечно, выстрелить. Давай, ладно, поехали. Там не такая высокая вероятность. Один процент. Попади, давай, врубай жирного. Давай. Блин, плохо. Подойду чуть ближе. С богом. Новый пак выходит. Вроде не доходит. Один ход остается до конца миссии. Сапресс, хорошо. Так, ты побежал. Побежал, побежал. Побежал первый за, за сапресс. И сейчас два еще. Он не выживет вообще никак. И сто процентов на. На, на. И сейчас поэтому еще будет овер. Стрелять будешь? Будешь стрелять? Нет, не будешь. Правильно, правильно. Ой, так. Выигрываем время. В любом случае нам нужно пак. Так, даже если мы спулим, надо пулить уже, пора пулить. Молниеносные рефлексы, ок. Может быть, зря я команду потратил. Так, и не пулим мы, пак. Хорошо, выиграли ход. Снайпер как без патронов там, да, уже? Да. Мы флангуем одного упыря, который как раз сапрессит. И он должен... Ну, тут надо выстрелить, потом встать на овер. Поехали. Раз. Молодец. Так, ну я вижу бомбу. После этого, скорее всего, пойду... Не уверен, что надо пулить пак. Надо, наверное, к бомбе уже идти. А я не успею. Нужно к бомбе другого человека отправлять вообще-то. Блин, рискованно. Ну а что? А надо. Так, видит... Понтяша, пробует стрельнуть. Попадает умница, 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 умница. Здесь бы перевести... Пулича под следующий пак. Давай так, чтобы еще флангануть этого. Можно, кстати, ему овер снять. А, стоп. Мне же еще отсюда нужно валить. Правильно? Потому что не факт, что Дмитрий Михайлов на овере его увидит. Еще не факт. Да, надо валить. Вопрос, куда? Давай к бомбе тогда. Блин, штурмамика вообще не олен. Следующий ход. Там еще один пак есть. Да, есть еще один пак. Да, испулили. Ну и наверно. Есть! Убиваем! Димка нашел его. Так, один пак убили, но у нас другая проблема. Еще впереди два пака. Мне нужно рашить этих. Прям рашить. Брать рананган, пытаться этого ушатать. Да, прям рашить. Что я... А, нет, я вот что делаю. Раз. Выключаем бомбу. И уже ничего не рашим. Поздравляю, бомбу вы нашли. Осталось ее обезвредить. Почти готово. Убить всех пришельцев. Уничтожьте оставшихся и возвращайтесь на базу. У нас новая задача. К вам идут пришельцы, штурмаде. Готовьтесь к бою. Сейчас скриптовые полезут. Блин. Так, ну тут сапресс только этого, увы. Вот он, капец, опасный. Ладно, мы его флангуем. Я, наверное, там останусь разведчиком. Буду фланговать, продолжать. Сапрессим. Кого, кого можем. Ну, потому что не хочется. Если в любом случае надо сдвигаться, я вот думаю, с ранн'ганом. Если с ранн'ганом, я могу испулить еще один пак. Он достаточно далеко. Смогу ли я вообще пробить его? Учитывая крит повышенный и лазерный этот, ты его в любом случае через мастера ближнего боя шатаешься. То это не опасно. Да, наверное, пора. Пора бежать. Мы идем по следу. Пора бежать. Скорее всего, с пули я пак. Не спулил. Йес. Давай прям в жбан. Бах. Крит. Три хита. Хорошо. А, мастер ближнего боя не будет работать. Че-то я тут... Он же не будет работать. Надо фланговать здесь. Пытаться мутона и убивать. Так. Только так. Молодцы! Так, остается только сопреснутый летун. Мы его продолжаем, типа, фланговать. Ну так, чтобы нас тоже не обошли ганеров и снайпера надо стягивать. В любом случае. Чтобы раньше времени не с пули. Да, вижена там нет. Пусть снайпер просто бежит. Может быть, даже прыгает на крышу. Не прыгнет он на крышу. Здесь просто бежит. Так, Дмитрий Михайлов подходит насколько может. Не, вообще нужно ближе еще. Не, подождите. Может быть, там верхний пак еще придет сейчас ко мне. Да, идут в мою сторону. Плюс еще скриптовый должны. Полетел. Первый овер от пулеметчика. Подранок. Отлично. Так, еще, еще, еще. Ганер же есть. Флангует. Нет. Блин, все-таки обошел на меня. Не рассчитал. Я надеялся, что еще один этот постреляет. Сопресс, окей. Пошли еще скриптовые. Thing Man. Thing Man. Thing Man. Один хит остался у меня у разведчика. Еще Thing Man. Огромное количество людей что-то. И еще. Овер, 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 ребят. Ёп, вы что-то, вы чего? Так, а вот сейчас внимательно. Потому что... Из-за этих... Ооо, снайп-то у меня тут все. А, и вот только этот видит, да? Это без овера. Подожди, снайп. Подожди, подожди. Потому что на тебя второй может выйти. Ты же спалился. Это же овервотч. Молниеносный. Плюс ранение. Блин. В том случае, надо вот этих ушатывать, конечно. Поехали, блин. 8%! Почему так много? Бэтмен, прости. Видимо, из-за дистанции. Ё-моё. Ну, как бы... Все. 78 промах. 76 промах. Буду на чеку. 68 мимо. Нужны боеприпасы. Что? Там оверы. Улитву на, по крайней мере. Я подогнём. И снайп отсюда не уйдёт. Не, короче, надо пытаться вот так вот убивать. Увы. Я могу и снайпа потерять. Здесь... Может быть, даже сюда прийти и прикрыть снайпа. Но не хватит у меня патронов просто. Я могу снайпа прикрывать. Ясно? Буду на чеку. Какая грязь. У меня ещё сап умирает, скорее всего. Капец, там ещё мутон. Не, здесь надо ханкерить, получается. Всё. Я теряю саппорта. Пальто лучшего. Сапресс. Это фланг первый. Так, хорошо, они пошли снайпера убивать. Вот это важный момент. Критуре. 50% крит. И флмэн меньше сбивает. Топовый саппорт умер. Это уже запороты трай. Ай, не критую. 60, как должен. Вскоре все, штурмовик тоже сдохнет. Я бы ещё перегруппировался здесь, чтобы меня не фланганулим. Можно начинать. Я ряду овер. Буду на чеку. Хотя не ухожу никак. 2 оверотча сапресс. Говорил же, не включай, пока стартовые паки не добьёшь. Вот-вот, сучок, а. Там не было времени у меня уже. Последний ход. Эксперты, блин. Говорил же. Бесячий. Там была ситуация. Я только одним разведчиком добегаю до этого. Всё, по-другому никак. Не включай, говорит. Не включай. Говорил же. Ненавижу. Ну, настолько... Нет. Снайпер, давай. Йес, прикрыли снайпа. Говорил же. Паника минус штурм. Стреляем. Мы мажем. Колоссально просто мажем, друзья. То есть, вот, я не знаю, как это делать. Как здесь играть. Мы просто колоссально мажем. По всему, что только есть. Ближайший проблемный этот. Стреляем. Наступать будет отсюда. Сколько осталось? Кого я вижу? Восемь человек. Раз, два, три, четыре, пять. Я одного не вижу. Это ещё один. Возможно, кстати, всё ещё прикрывать с этого нужно. Нет, скорее всего, так будет выходить. 53, 53, 70. Надо было, конечно же, сначала пулеметчик подсапрессить. Пулеметчик подсапрессить. Гренка. Полетел. Ответный. Хорошо, понтяж прикрыла. Минус штурм. Понтяж второй выстрел делает. Молодец. 40 по пулеметчику. Вот почему вы попадаете? Всё! Они всё попадают. Они всё попадают. Вообще всё. Ну, то есть буквально всё. У меня Дмитрий Михайлов не работает в этой ситуации. Может, мне отступить пока? На Димку покажет. Да, давай. Отступишь. Отлично отступил. Твою мать. Не отбегай. Почитал всё, называется. Перезарядка. Ого. Ханкер. Хочу ж делать ещё. Ответный. Это минус сектрой. Там два твиньмена и мутон ещё остались. Ещё плюс один, кажется, неизвестный. Убегает. Убегает. Говорил же. Блин, так бесят вообще такие эксперты. Копец. Цель ликвидирована. Димка прикрыл. Димка прикрыл. Молодец. Что видим? Двух твиньменов снайп может работать. Лучше поэт мутонмену, пожалуй, он и повыше находится. Перезарядка. Обер. Готовность номер один. Хантюш, наверное, вот так вот. И просто овер. Ханкерим. Блин, мутон же может флангануть. Я же забыл, что он... Ой, сейчас минус панси может быть. Ооо, нет. Только не пить. Они всё попадают. Они всё попадают. Они всё попадают. Они ещё всё попадают. Знаем, в следующем, кстати, попадают под удар мутона. Надо прикрывать его. Прикрывать вот так. Короче. Муха не пролетит. Ханкер. Я на позиции. Пять процентов. Ответный. Йес! Йес! Ой, блин. Понти, надо спасать. Овера я не вижу. Ну, а как спасать Понти? Ты чего? Это ж лучше... Дмитрия Михайловым сокращать. Пытаться как-то. Принято. Ну, типа, убивать. Или уйти... Какое? Нет, давай вот так вот переместимся. Вас поняла. Раз. Ханкер. Я в укрытии. Снайпер может быть, кстати, вот даже так. Чтобы следующий год гарантированно по нему пострелять. Ага, гарантированно. И овер. Ну, постреляем. Нет, ну! Давай! 60! Давай. Не шотни снайпер с одного. Не шотни, не шотни. Держимся. 86 снайп надо. Все. Отлично, штурм. Мы потеряли разведчика, инженера. Топового саппорта. Получили три ранения. Только Дмитрий Михайлов затащил. Пальто, богус, бэтмен. Не, не топового разведчика. Ладно. Капец. Что ж, ну или потеряно. Нужно делать еще один прицел, как минимум. Лазерный пистолет по лимону. Ремонтируем, что есть. Да. У меня колоссальные проблемы. Колоссальные проблемы. Пехотинцы 4. Все еще живы. Два инжа. А этот кто красненький такой? Штурм 1. Четыре снайпера все еще. Три медика. Рада, что вы не забываете. Черт. Ученые на трубе, да? Улучшенный прицел. Маленький, высоко надо сбивать. В общем, у меня опытный товарищ. Вообще, черт знает как. Открываю огонь. Вырожу на цель. И миссия. И миссия. Надо брать двух или трех бойцов на прокачку. Ладно, у меня там были вроде товарищи новые. 65, 5, 4, 13. Отлично. 63, 3, 4, 13. Хорошо. Так, а что у нас там по времени? Сколько дает? 35 часов. Может быть, все-таки мы кого-то дождемся? Пуля чапнулся. Снайпер придет. Новый. Да, еще один снайпер. Давайте дождемся. Хотя бы часов 10. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Легкая растительность, равнина. То есть снайпы нам зайдут очень хорошо, да? По идее, я должен качать инжа. В любом случае, да? Пехотинцев не терял. Кого мы потеряли? Разведчика? Второго разведчика может здесь? У меня есть там второй разведчик на прокачку. Вот это вот. У меня всего два лемминга. А у тебя есть инвиз? Нет, инвиза. Да, такой состав будет. Анни1Х1ЛАТНОВЕР поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Чаманди, не переживай, с тобой полный чатик бойцов. Берем инжа. Не понял. Я что, не снял предметы? Где снайперская винтовка? Где снайперская винтовка? Чинится, видимо. Это жалко, кстати. Два разведчика со сканерами. Мне что-то мне вообще не нравится эта тема. Ну да, вот ты потеряешь людей и приходится воевать со всякой хренью. Блин, попадется какой-нибудь сейчас кибердиск. Я без пулеча отъеду, вообще ези. Или попадется этот сектоид, робот. Подожди, что у нас тут по бойцам? Да, особо нечего. То есть я не могу... То есть надо, видимо, сейчас сделать... Сколько чинится будет винтовка, скажите мне? То есть нужно резервную винтовку сделать. Брат-мамка поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Восхищаюсь твоей стойкостью. Это фантастика. Спасибо. И помни... Ю... Шо... Нот... Пасс. Просто я на мелкой НЛО в таком же времени как раз отдался на уже серьезных ребятах. А, ну у нас будет максимум разведки вообще. Максимум. И невидимость, и сканы, и все-все-все-все-все-все. Готовимся к вызову. Мексике срочно нужна наша помощь. Открытое пространство, у меня снайпер. С Марсинской винтовкой. Район падения почти не заселен, что не может ни разу. Привет, Арахник. Привет, друзья. Штаб, ответьте. Рейнджер достиг внешнего контура. Вы издеваетесь. Штурмовой отряд ждет приказаний. Тарелка прям под боком. Подтверждаю, Рейнджер. Штурм один. На месте крушения введите огонь по готовности. Что за начало этой миссии? В который раз уже? Фулкаверов нет. Вхожу в инве, закидываю сканы. Интересует в первую очередь вот здесь вот люди. И слева. В слевом. Алмаз.добр поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, терпи и не труд, войну длинную в жизнь пройдут. Добрый вечер, Чомандер. Добрый вечер, чат. Так, ну снайп, судя по всему, у нас... Здесь конец карты? Хрен, С2 вообще. Вообще не факт, что... Не, надо сейчас прислушаться, и первый ход вообще не разбегаться по возможности. Ну не слышится мутона. Заправляйся на точку. Сканирую. Поняла. Готовность номер один. Не видела, что мы тропичала у сорокетчиков. Мы не стоим сектором. Я промазал раза 3-4 и решил, что... Что это летает. Кибердиск? Ну, я понял мутон, это как бы понятно. Но кажется, был еще кибер. Вообще такая местность отстойнейшая. Так, только не пулить этих, пока ты не понял, что там происходит. Давай вот сюда вот. Вроде есть. Проверяем, окей. Так, давай-ка не пожалеем, еще скан вот сюда. А, нет, там уже конец. Ладно, тогда... Тогда снайпер наверх. Ну и работаем, вот, видимо, от этих несчастных деревьев. Тут есть... Какое-то количество укрытий. Хватает не всем. Ну, хотя бы что там. Я сейчас пулить нормально. Ну, хотя у меня разведчики есть, я могу сейчас спулить разведчиков. Блин, если там кибер, то нереальные проблемы. Я думаю, что я видел что-то. Так, пока мы толкнуто наручат. Господин, ну как вот, как вот... На, давай, скан еще один. Прям туда. Я тут сама по себе пати не очень хорошая. То есть топовые пехи отдыхают. Видим сразу дроидов четырех. Я бы с них начал. Была бы снайперская винтовка. Сейчас бы спулил уже сразу же. Ах, с... Ну, как в прошлой миссии, конечно. Сектуэт, хорошо. Летун, хорошо. Может, и не будет. Может, это дроиды были. Те самые, которых я искал. Следующий ход. Ждем, когда вернутся. О, хорошо. Летун, и... И кто-то топает, видимо. Впаким. Ну что, я назад иду. Раз. Ой, какие вы не очень, а? Они не заметили, как я уходил, потому что нам всего одна клетка была. Мутоны, мутоны. Как в прошлом трое попадали они? Вот. О! Ревилили, кажется. Да. Боеготовность. Летун, сектуэт, мутон. Они получили меня флэнк. Раз. Раз. Я бы, конечно... Понаблюдал бы. Отвратительным. Сразу дым. Сразу дым. Я же неправильно сделал. Я видел мутоны еще. Разведчикам могут прострелить. Это была ошибка. Держу сердце, зерна. Готовная номер один. Заключим. Только не грянка. Довер, очень хорошо. Хорошо, уходим. Раз. Подходим вот так, два. Здесь потенциально у нас один человек флангуется. Вот этот вот. Эмили. И прятаться почти негде. Я бы подставил ее, на самом деле. Подставил бы и ханкернул. Что ни оружия, ни черта нет. Целиваемся. Овер, 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 овер. Так, видим уже двоих. Летуна и мутона. Овер, 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 овер. Блин, не хочется ханкер делать, если честно. Ну, надо. Смогу. Он по полным камерам просто подходит. Сейчас у меня уже... У меня не пулеметчик, чтобы его сдерживать. Что это он делает? Он мне гренку случайно кидает? Нет! А, в этого. В этого, ладно. Правда, сейчас летуну его может убрать. Да, уберет. Ну, это лучше, чем мутон подошел бы и докинул гренку до остальных. Мне нужна была приманка, потому что по-другому я не попадаю никак. Просто никак. Ставим метку. Уже первый мутон мне помешал прокачать Лемминга. Здесь будет серия овервочей. Я надеюсь, что мы хит у нее снимем. Хотя бы, блин, кто-нибудь. Хоть как-нибудь. Спасибо, давайте. Он два действия просто делает, поэтому... Нормально. Все равно он не стрелял бы в этот хоб. А, там еще огни лету. Мне казалось, что там этот... Нет подходящих целей. Кайф. Нет, здесь надо прям всем ее верить. В том числе и разведчикам. Потому что, как бы, он один из немногих, кто может попадать. А его все равно не флангуют. Или флангуют. Или флангуют. Или флангуют. Молодцы, не узнаю. Ну, фланганули его. Типа, я не знаю, на полный ход это было действие или нет. А теперь в бой. Буду настороже. Держу сектор. Держу сектор. А глава. Смотрю внимательно. Можно начинать. Вроде там сиктует еще был. В паке. Время убивать. Перезарядилась. Но подходите, гады. Мы не то и сектором. Готовность номер один. Наверное, можно потихонечку сокращать. Вполне вероятно, здесь, в принципе, будет только два таких пака. Там девять же человек на тарелке обычных. Да, слышите, кто это? Сейчас подбегать будет справа. А может, он спаниковал просто. Спаниковал и пошел жаловаться этому. Дядьки. Готовность номер один. В тарелке. Надо пули дроидов уже. Но я их, к сожалению, не вижу. А если я их не вижу, то и они, собственно. Поэтому мне нужно подходить на максимум сюда вот. Но не время для пулом. Только на следующий ход. Вот опять вы начинаете, да? Не, видим троих. Я думаю, тут все-таки спалится. Разведчик. Давай, давай, давай. Все отлично. Развернулись, полетели. Опасные твари, конечно. Потому что бронированные до нельзя. Поэтому надо понять вообще, как мне их... Не хочется мне сюда уходить, если честно. Надо сваливать влево, видимо. Здесь, наверное, оверы даже не нужны. Тут нужно как раз меткость сделать. Потому что мы очень сильно будем просаживаться именно по меткости. А стрелять надо будет. Ах, ты ж ежик, а. Ах, ты ж ежик, а. Пока меткость. Они не очень маневренные, поэтому... Псектое чебечет. Там что-то есть. А в миссиях с разминированием нельзя брать новичков на миссию. Конечно, можно. Можешь 8 новичков взять на эту миссию. Любое количество новичков, но истивая, можно брать. Бери. И всеми сразу разминируй. Врывайся там и... Вообще, изи проходится. Никаких проблем. Вообще, без вариантов, в каком стрелять. Я, наверное, с верхнего начну, потому что по нему... Не все хорошо попадают. Тут с места стреляем... Плюс овервотч. Давай, хорошо, что прицелился. Хорошо, молодцы. Критульщик. Тут гренка напрашивается, конечно, учитывая то, как они тут стоят. Гренке у нас плюс один урон. Да, покоцали. Да, разочек по верхнему, опять же, для того, чтобы... И метку поставить в случае непопадения. Доброе. Очень быстро забрали пак. Больше он не дернется. Начинаю наблюдение. Нет, сиктоид здесь. Ах ты гад. Он гонуть может. С пистолетиком своим. Калеченым. Они трогнули. Вперед! Различек ранения. Топовый. Топовый. В результате сиктоид нанес больше урона, чем все остальные. Ну, кроме мутона. 92 мажем. Ну, что сегодня за день такой? Вообще все не так. Вообще все мимо. Они прям все попадают. 50 и ниже все попадают. Вот так. Все попадают. Просто все. Блин, а птички нет. Я перезарядилась. Мы не твоим сектор. Продолжим. Все, вроде как, больше нет. Надо из этой выманивать с тарельки. А местность тут, конечно, аховая. Надо посмотреть, где он там находится. Закинуть мы там сканчик. Посмотреть, с какой стороны пулить. Так, вижу. Блин, может снайпом инициировать реально? Марксман. По крайней мере, он может прострелить его с критом на старте. Давай. Давай. Надо, естественно, прикрывать, поэтому подходим. Уже иду. Понимаешь, что там полуукрытие, бла-бла-бла-бла. Но надо. Надо действовать здесь совместно. Иду. Поняла. Где же вы? Оверочить здесь не нужный, Вася. Сказал он и поставил бойца на овероч. Поняла вас. Он нужно как раз инициировать через крит снайпа. Есть у меня подозрение, что я даже отсюда уже смогу его вжухнуть вот с этой позиции. Было бы неплохо. Конечно, мы не критуем. Буризи поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Миша, точный выстрел у снайпера даже с Марксманкой не имеет ограничения дальности. А-а-а. Сейчас мы, видимо, это и увидели. Не знал. В теории, он не знает, откуда я стреляю. Регенит гад. Подсветим. Поверим. Самый неудачный момент вообще. Наиболее неудачный. Поехали. Первый это Гренка. А вот снесем стенку. Потом метка и простреливаем. Снес на стенку. Ну ладно, тогда нормально все. Тут сверху лучше. Тут... Стреляем, метку ставим. Но все равно под фулкавером. Ладно, здесь уже попроще. Молодцы. Шеф, обер... Леминга только одного прокачали. Ну правда, мы взяли сюда еще дополнительного разведчика Нубаса. Но получили ранение Фенриром. Фенриром, да? Фенрир. Нет, усталость только. Там же был один хит. Нормально. Хорошо. Хорошо. Элери сплав. Борткомпьютеры повреждены сразу. Панцирный бронекостюм еще надо починить. А, потеряно это. Бронекостюмов у нас не хватает. Делаем. Что по запросам. Что по... Серому рынку. Поврежденные компоненты сдаем. Один хит в бронюшу. Не, я смотрел, у него была снята вся броня и один хит. Видимо, там есть вероятность какая-то. Так оружие гаусса делается. Спутники очень скоро. Четыре спутника у меня готовятся. Четыре спутника, ребят. Как хочется вырулить, а. Медика есть в хирургии? Да, кстати, есть в хирургии. Но я думал, что она только на хватик работает. Ох, так. Ремонт, ремонт, ремонт. Оперативников очень мало. Дзен вернулся. Повышаем, смотрим. Двойной выстрел. Хороший пулич. Меткость, правда, 81. Что-то не получилось. Плюс два. Снайп новый. Меткость плюс четыре. Так себе, конечно. Так себе пока что. Еще серия. Давайте повысим пацану. Оптимист. Диноптимист. Разведчик с инвизом, да? Да, появился инвиз разведчик. Пехотинец тоже апнус. Халяна перезарядка. Три точности, правда, ему дали на этот раз. Инж. Ну, инжи как раз, я их не так часто использую. Мне вот после той миссии нужен разведчик. Ну, сейчас мы одного взяли, правда. А, и один у нас топовый есть. Все равно нужен один разведчик. Лемминга надо подумать, кого. Понтяш и пехотинец. Очень и очень. Причем она максимального уровня. 87 меткости. Это слабенько. Да, есть два лемминга. Нет, один лемминг. Не, два лемминга. Снайпер 95 точность. Ой, хорош. Вражен опасен. Еще четыре дали. 99 снайпер. Очень хороший снайпер. Но раненых очень много. Мне сейчас надо серию миссий проводить. Андердиак возвращается. Сектоиды, трупы на ученых. Пожалуй, пока да. Слушай, а может в Литейке что-то интересное есть еще? У нас там проектов классных в процессе. Можно баллистику сделать под... Это лучше сделать после того, как мы исследование завершим по Гауссу. То есть через неделю. Я уже отправила новичков в лабораторию. У нас ускорители же для пришельцев. Для этих. Вот акцелератор. Делаем пять штук. Экзальт оставил нас без 249. Что? Так, кроме джангера ранганер есть? Нет. Я в долгах. Не просканил вовремя. Блин, я пропустил скан. Секретный агент направлен для уничтожения группы Экзальт. Как продвигается, очень плохо. Сегодня отвратительный день. Вчера прекрасность, сегодня отвратительный. Ладно, за счет спутников. Я не вырулю. Стоп, а у меня... А, модуль спутниковый делается 8 дней. Я уж думал, что не хватает. Нет, дальше копать смысла нет. Денег нет, все равно не получится. Запросы протухают. И это террор. И я рейнджер отправил на секретную операцию. Штурмовика точнее единственного. Так, отменить можно секретную операцию? Отозвать его. Нет. Террор у нас в Европе. Скип террора минус страна. Но мне кажется, что я не смогу вот с таким составом. Без штурмовика террор пройти нормально. Нет, да, еще второй винтовки снайперской нет. А у меня даже первой снайперской винтовки нет. То есть у меня два мертвых товарища. А что будет, если я прогнорию террор? Террор. А, Сьют, это Египет, в Африке. Значит, отдаем страну просто. Шеф, спутники к запуску готовы. Как только прикажете, мы их выпустим. Можно запустить спутник куда-то для бонуса. А у меня вся Северная Америка по перекрытым. Давайте в Великобританию запускаем. Может, в школе офицеров у нас последняя откроется. Принанс-2, 94. Сразу минус страна. Кажется, там еще смежные страны поднимются. 17 часов. Не, можно устал их реально вытащить. Ну, это ранение сразу же. А у меня потом как минимум одна секретная операция будет еще впереди. Через недельку он может успеет вернуться. Блин, не знаю, скипить не хочется. Страна и весь регион в панике. Ладно, давайте попробуем посмотреть, что мы можем в принципе. Понятно, что андердяк, пулеметчик. Снайпер с одной винтовкой. Блин, такой посос. Прицелы тоже. Мне и так ранение миллион. Нет, нельзя лететь. Фиксируем, сколько у нас там террора. Египет, ЮАР. Вообще по нулям. Бразилия немножко, Нигерия. С богом. Прицел окей. Один час, террор, все. Египет выходит. Остальные страны. Не так плохо на самом деле. Только одна страна вышла. Правильно из того, что не полетел. Нафиг, нафиг, нафиг. Так, что у нас там? Акселератор. Улучшенный лазер и урон в 7 плюс 1. Очень хорошая тема. Новые боевые системы тоже бы потратиться. Но мне денег нет. Сообщение и советы. А сейчас мне... Дмитрий Михайлов вернулся. Улучшено сообщение. К сожалению, у меня неприятный... И Австралия выходит. Один из членов совета вышел из проекта Экском. И больше не будет его финансировать. Минус 300. Из совета выходит одна страна за другой. Ваш проект может не пережить подобных потрясений. Без сомнения, вы добились очень неплохих результатов. Иди нафиг. Однако мы ждем от вас больше. Короче, мне нужно сейчас запускать спутники. Закрывать полностью Европу. Еще более эффективной. Раз, два, минимум. Надеюсь, вы оправдаете наши доверения. И скорее всего новый регион пытаться удержать. Есть. Спутник выходит. Улучшен лазер. Йес. Исканить экзаль сейчас нужно еще. А я не могу, да? Из-за отсутствия баблам. Шеф, спутники к запуску готовы. Как только прикажете, мы их выпустим. Не, ну, предположим, я из минуса-то выберусь. У меня много всего на продаже есть. Ту-ту-ту-ту-ту. У нас тут бонус. Ежемесячный доход увеличивается. Точно Европу надо накрывать полностью. А, улучшенный лазер дали речь для производства. Улучшенная лазерная оптика. Лазерного и импульсного. А, то есть нужно... Нужно не просто тот грейд сделать, но это отдельные яче... О-о-о-о. Я понял. Есть проблемы с финансами. Оружие Гаусс сейчас будет сделано, но с таким балансом это... Ключ надо, видимо, до секретной операции куковать. Но сканить экзаль-то нужно второй раз, правильно? Иначе мне опять минус 300 сделают. Вот, новые боевые системы готовы. Тоже можем сделать... Могли бы сделать, если бы были деньги. Химическая граната новая появилась. 120! Ой. Сошки и сплавов для снайпов хорошо. Там, кажется, и точности крит. По десятку. Боеприпасы. Урон от всех источников. Тоже дебаф. Пробивающие против брони. Я так упираюсь. Мне так деньги нужны. Так нужны деньги. Чем-то продаваться, видимо. По крайней мере, на скан экзаль-то мне нужно накопить. Для этого нужно выходить из минуса. Окей. О, мутонов! Трупы мутонов меняем на саппорта капрала. Отлично! Мертвых мутонов на живого капрала. Давай. Давай. Мне как раз саппорт нужен. Блин, какой-то не очень, а. 11. Ну, хотя меткость выше среднего, но ты. Ладно, плюс 3. Плюс 2. Плюс 4. Ладно. Средненький. Ладно, а что я жалуюсь-то? Мертвых мутонов продавать за... Так, а нужно сейчас сканить. Великобританию. Так, я не знаю, сколько будет он жить там. Может, мне не хватит. Лазерный пистолет, пулемет, оружие Гаусса. Ой, оружие Гаусса. Я не доходил, да. Это автомат Гаусса, легкий пулемет Гаусса, карабин Гаусса, мини-ган Гаусса, 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 Гаусса. Этот автомат является самым мощным баллистическим оружием на данный момент. Использование технологии Гаусса вместе с плавами пришельцев позволяет разгонять пули до неравнительных скоростей. Не беспокоится о перегреве и износе приурочных проблемах, присущей обычному баллистическому. Улучшенная пушка Гаусс Феникс. О-о-о-о. Модернизировать пушку Феникс в улучшенную Гаусс пушку позволит значительно увеличить насимую пушку повреждения для кораблей. В три раза увеличить бронебойные способности. Новый проект в Литейке. Пистолеты, точность выстрела. Испытание криогенного охлаждения для стволов всего нашего вспомогательного оружия. Процесс значительно снизить тепловыделение лесом. Тяжелый пулемет Гаусса. Оружие для пулеметчика с увеличенной эффективностью стрельбы. А, ну это, видимо, дальность, как у тяжелого и габаритная. Понятно. Автоматический пистолет. Пистолет-пулемет. Миниган Гаусса для БМПшки. Карабин. Легкий пулемет. Ну, улучшенное оружие это для снайпов и прочее. Мобильная силовая броня. Я не знаю, что исследовать. Передовой аэрокосмический для баф-перехватчиков, может быть. Там много всего в Литейке будет открываться. Давай, это, наверное, так. А мне не хватит на мобильную силовую. Мне бы сейчас... Рада, что вы не забываете научный отдел. Сколько? Я уже отправила новичков в лабораторию. На самом деле, я думаю, надо сейчас еще денег выигрывать. И... Геопарис, это как дорого-то. Стоп, а где... Где стандартная штурмовая винтовка Гаусса? А, автомат Гаусс. Вот он. Ну, это для гайнеров, для наших. Ключевое, что мне нужно сделать? Пару таких вот винтовок. Чтобы меня пехотинцы наносили классный урон. Им как раз не так важна точность. То есть, они на овере все равно попадают. А что по урону? 4-8. Блин. Ну, плюс один, короче. 4-8, нет, 4-6. Разброс капец. Что за рандомщики, а? Крит. Блин, может он не стоит даже. Сейчас вкладывается. Тут как бы теряем на верхней границе два хита. Но зато... Ну, приобретаем. Но зато меткость плюс 6 от лазерного оружия. Гаусс львяет эти боеприпасы-оболочки, что дает бонус дамагу. Да, но можно и к лазерному оружию вот эту штуку прибавить. Будет просто еще плюс один урон. То есть, реально сейчас проще для тех же самых гайнеров сделать... сделать оптику лазерную. Дешевый, ты просто уже к существующему оружию прибавляешь урон. Причем я не знаю, как он прибавляет урон. Он прибавляет и к нижней границе, и к верхней. Или просто к верхней. То есть, 4-6, 4-7 или 5-7. Если 5-7, то это даже выгоднее, чем делать новую пушку. А у Гаусса боезапас выше, и он игнорирует 0.33 брони. Свойства Гаусса. Давайте посмотрим. А, там еще с кровом. Дольная скорость и пробивная способность, видимо, как раз по броне. Имеется один шанс из трех снизить сопротивляемость урона цели на одну единицу. Бысть припаса 4. А в лазерной винтовке сколько? 3. Ну, пехотинцам особо не критично, что... То есть, у них все равно есть перк на плюс-один и на перезарядку в полхода. Блин. Давайте попробуем сделать все-таки. Серый рынок. Ну, я... Продаю. Блин, не хочется один делать. 28 сплавов. Ни хрена себе. Как дорого. Что сделал? Скринтим. Кто у нас там еще стреляет хорошо? Да, в первую очередь, пехотинцы. Надо второй автомат делать. И, наверное, сразу делать баф на пульки. Хотя у них там с меткостью будет проблема. Может, пару сушек снайпам лучше сделать для крита. Да, скорее всего так. И парочку бафов для старых снайп... Для старого лазерного оружия. То есть, взять вот этот вот... Там один, скажем, пробивающий... Ну, парочку лазерных оптик. Для кого? Для второго ганера. Для любого человека, типа... Ну, у кого два овера. Там для... Кто стреляет? Саппорт. То есть, для медика. Выстрел овервотч. Ладно, парочек, давай. И сделать нужно плюс боеприпасы. Для... Для как раз пехотинцам. К... То есть, какие-нибудь пробивающие, не пробивающие. Сейчас посмотрим зажигательные. У нас там было два или три варианта. Осколочные боеприпасы. Цель которых усилить получаемый урон целью от всех источников. Звучит хорошо, конечно. Очень хорошо. Здесь бронированные есть. А, некоторые только для штурмовиков. И игнорируют штраф для всех виридов дробовиков и лечить сопротивляемость или... Осколочные. Только для штурмовиков и инженеров. Весь получаемый урон с чайного хода. Одного хода. Так, носушки надо, пока не забыл. Блин, а были же вроде... А, вот бронебойные. Снижает сопротивляемость уронов врагов на два. Только для пулеметчиков и инженеров. Пуличи, конечно, надо было баллистического оставлять. Ради этих припасов. А может, сделаем тогда пулеметчику пушку? Ну, это тяжелый лазер. Я понимаю, что я тут... Потому что тогда мы сможем ему дать как раз вот... Тяжелый... Как он там? Тяжелый пулемет Гаусса. 140. Вы же без ножа меня режете. 140. Борткомпьютер. Прости. Тяжелый пулемет Гауссом. Да. Описание прочитаем. Знаете, шопинг такой просто. Самое габаритное. Снижаю мобильность на два. Противник... Угу. Пулеметчику. 9 боеприпасов. Окей. По сравнению с тяжелой... Вот он. Боеприпасов меньше. 6, а не 9. Тяжелый пулемет Гаусс. Сопросить будет гораздо эффективнее. 14 дней. Даже до этого атака патроны нужны. Бронебойные, да? Только для пулеметчиков и инженеров МЭК. Снижает сопротивляемость урона. Вообще прекрасно. Для плотных целей как раз под пулеметчиком это то, что нужно. А денег-то нет уже. Время молиться. Сейчас секретная операция будет. И похищение перед секретной операцией. На глобусе отмечены точки, где произошли похищения. У меня есть точные координаты. Не, ну народу у меня хватает на две миссии. Так, что у нас за местность? Крупное городское здание. Одно большое сооружение. В которое потребуется проникнуть. Так, ладно. Один медик точно у нас идет лесом. Берем ли мы Дмитрия Михайлова? Или оставляем Дмитрия Михайлова на экзальт? Потому что эта миссия опаснее экзальтовской. Поэтому Дмитрий Михайлов идет к нам. По тем же причинам сюда идет и разведчик. Блин, здание. Какой разведчик, Вась? Пулеметчик? Тоже не то. Инш очень хорошо. Второй пехотинец, возможно. Нет, второй пехотинец надо убирать. Так, сейчас будет перерыв. Минут на пять, друзья. Я скоро приду. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, ребят, сори, что надо было отойти. Итак, большое здание, да? То есть, вот реально напрашивается инш. Надо посмотреть, кого из этих двух снайперов четверо. Вот этого, наверное, на ганеры нужно. Нет, ганеров... Вот кого можно сделать из человека с отличной точностью, с хорошей защитой и средними характеристиками по мобильности? Вот сейчас вот мы можем это сделать. Мне как бы нужен штурм. Скорее всего, вот штурмовика третьего вот этого я возьму. Потому что штурмаши... Вы видите как. Давайте пока не забыл. Кто хочет быть штурмовиком? А, что я спрашиваю? У меня же записано все. Так, лайн антивирус. На связи? Лев антивирус. Рокет, говорит, ага. Все, поздно будет дизель. Я пока его не беру, просто зафиксировал. Точно медика второго не берем. Разведчика в домах не очень хорошо, но... Мне все равно нужно качать его. Пехотинец скип, инженер точно. Снайперы тоже особо работать не будут. Но если мне не брать никого, то... То и народу не остается. Можно взять медика второго, вот этого на прокачку. Помните, сдали нам звание третьим медикам. Еще варианты. Ну, вариант сейчас вот этого определиться и взять. Понять, кто у нас. Снайпов четыре, хорошо. Инженеров два, но для инженера не нужна такая высокая точность. Можно, кстати, сделать пулича. Но с такой мобильностью он будет не очень. Но с такой защитой будет хорош. С такой меткостью, что самое главное. Он с двойным выстрелом потом будет классно раздавать. А можно взять пехотинца. Учитывая ранение, тяжелое ранение, и качать пятого пехотинца. Потому что фактически у меня сейчас пехотинца нет. Решено. Это будет еще одна пехота. Потому что лучшие характеристики именно для пехотинца. Защита, высокая точность. Плюс четыре точности на старте. Далее отлично. Еще одно место вакантно. Еще не поздно взять пулича. Но пулич будет более полезен все-таки на следующей миссии. Раз, два, три, четыре. Вот эти вот человека идут на следующую миссию. Нет, давайте разведчик возьмем. Потому что все равно разведчик. Да, давайте разведчик. К сожалению, под эту миссию у меня нет... Ну, частично мы, конечно, восстановили там броню. Будет уже несколько попроще. Что-то восстановили. Андердяк. На данный момент является топовым саппортом. Надо посмотреть по офицерской школе еще что. Назначение офицеров имеется в виду. От этого медика-оптимиста. А майор нет? Андердяк. На майора не тянет. Гэмбл тянет на майора. Инженер. Пока не забыл. Берем. У меня только один. Ну, подполковников, естественно, нет. Откуда они возьмутся? Капитан. Это уже нет. Ну, и лейтенант, естественно... Хотя я же одного медика взял, да? Да, но он не успел еще ничего сделать. Это сын мой, да? Да-да-да-да-да. Сынишка твой. Отец отыграл очень быстро в одну миссию. Так, расчет на... Конечно же, во многом на Дмитрия Михайловым. Лазерная винтовка. Прицел обязательно. И критулечек, скорее всего. Инженер у нас уже в бронекостюме. Ему гренки... Только гренки. Штурмовая винтовка особо не нужна. Более того, я бы даже ему выдал пистолет-пулемет для большей мобильности. Снайпер. Не развернется он здесь, но... Посмотрим на карту. Прицел, лазерный прицел, меткость не такая высокая. Оставляем, как есть. Медик. Медик новый, поэтому фаланга пока что... Точность неплохая. Лазерный пистолет-пулемет для маневренности. Естественно, мы его еще... Медкомплектом. То есть у нас два медика. Да, один хороший, другой. Но есть замена. Потенциально новый пехотинец. Вот новенький-новенький. Последняя лазерная винтовка на него. Последний прицел. Блин, в притирочку. Тютелька в тютельку просто. Есть еще разведчик, но он уже, как вы видите, в... Может даже так. Он инвизный. Он будет сканеры багать. Ничего не хватает. Гранты есть, медики есть. Инжи, пострелушки. Вроде нормально все. Так, давайте. У меня еще есть... Меллоис. Ему дали прозвище Бешеный Кролик. Давай вот так вот. Меллоис. Вот. Френдли. Есть товарищ. Который тоже... Медиатор можно вернуть. Медиатор. Потому что я медиатора забыл. Переименовал. В другого. Медиатор возвращается в строй. Тут новый медик. Тоже мы берем... Аннигилятор. Нет, для медика не очень. Евгешин. Девочка. Есть еще пользователи с никнеймом Поза. Но мы, соответственно, напишем по-английски. Получится Роза. Давай, Роза. Нет, по-русски. Роза. Все. Ну, считай Поза. Хорошо. Какая поза у Розы? Ой-ой-ой-ой. Поза у нее медик. Все нормально. Готовы? С Богом. Михаил. Минимум две миссии нам предстоит сейчас проходить. Блин, вот... Надо записывать, что одно здание, это как бы не значит, что карта не открытая. Карта открытая. Тут половина здания просто простреливается. Ох. С этой стороны я не начинал ни разу. Штурм один может приступать к операции. Скорее всего, надо будет передислоцироваться влево. Тут откроется отличный вид по дороге. Не знаю, что там по укрытиям. Но первое, что нужно сделать, это отправить разведчика и кинуть скан. Разведчик у меня с ненужной, блин, винтовкой абсолютно. И вообще-то плохо. Иду. Инвиз. Присматриваемся. Я бы даже закинул скан влево сразу, чтобы понять, могу ли... Ну, здесь, в принципе, что-то есть. Есть какая-то куча. Есть фулл кавер, который не уничтожается и открывается. Конечно, у нас самое главное тут... Поехали. Сканер запущен. Тридцем мэна. Блин, вот давно я вас не видел, люблю. Просто люблю. Но я не смогу подойти в этот ход так, чтобы меня не заметили. Возможно, придется даже перегруппироваться. Ну, как, Дмитрий Михайлов у нас идет вот сюда, потому что у него даже вот так. Нет, так угол хреновый. Не хочется справа открываться, понимаете? Там хорошее место, на самом деле. Вот с этого угла надо отыгрывать. Потому что фулл кавер, фулл кавер, фулл кавер, фулл кавер, фулл кавер, фулл кавер. И здесь еще фулл кавер, короче, и угол, с которого никто не нападет. Но, это самая главная проблема в том, что... Короче, я прохожу частью сюда, чтобы потом их вангануть. По пулю с этой стороны. Да. Проходим, в общем. Снайпера только непонятно куда. Что там за укрытие? Полуукрытие, да? Такое себе местечко, конечно. Может, снайпером я смогу спулить через окна? Вполне вероятно. Посмотрим. Видишь, видишь. Отлично. Прицеливайся. Роза. Медиатор. Окей. Нет, Дмитрий Михайлов только сюда здесь остается. Потому что он как раз шатает. Мы исследовали фунгменов. У Дмитрия Михайлова есть перк. Он шотает просто любого. Просто любого фунгмена. Фунгмена. Ну, кроме... Справа дверь открывается. Мутоны. Блин, что я рано расслабился, мне кажется. Ну что, пулем? Надо пулить. А, у тебя марксманская. Давай прицельным тогда пулем. Поехали. Оставил хит, кстати. Что там по флангам-то? Фланг минимум один. Но как-то потенциально не очень. И не тобой нужно фланговать, Вась. Тем же Андердяком с аптечкой. И не флангуем, да? И хорошо. Скорее всего, сюда гайнеры поставить. Может быть, даже здесь под это самое... Спрятаться здесь ховер. Ой, блин, я боюсь, что... У меня тут фланганут. Из домов выходя. Не, мне как-то не нравится эта ситуация. То есть я не могу вот так вот подойти, понимаете? Что, во-первых, меня флангует слева товарищ. Подходить слишком опасно, потому что могут выйти в любой момент. Ее надо, видимо, поставить. Так, а давай проверим. Вот так, раз, ты же никого не видишь. Хорошо. Значит, и Дмитрий Михайлов тоже не увидит. По крайней мере, на этот ход. На следующий, там, глядишь, и овервотчи подоспеют. Выполняю. Готовность номер один. Ханкер. Подходим. Буду насторожен. Мутоны рычат. Дим, ты готовность? Есть. Это новый... Хорошо, уже ранили, уже... И Дмитрий Михайлов. Правильно сделал, что подвел. Правильно. Блин, как я обожаю экскомы. В такие моменты. Ой, опасно. Не, не опасно. Дмитрий Михайлов флангуется. Подстрахуйте меня с фланга! Я понял. Стоп, а тот на овере, да? Ничего, надо, наверное... А, тут полное укрытие. Давайте тогда следующим образом. Или лучше забить и этого убить. Серьезно, может быть, лучше поставить меточку и того шатнуть, чем... Дмитрий Михайлов-то все-таки он не попадет. 68. Блин, или попадет? А, давай проверим. Попал, но... Такое... Мне надо с этим справляться. И ставим сейчас метку на него. Может, попадем 50%? Приказ попробуем отдать. Можно приказом, можно гренкой. Не можем, да? И отступить-то отсюда не можешь. Кто-то стоит отсюда, можешь пострелять даже. Я пошел! Мень не можешь. Плохо. Трех стингменов из-за хреновой позиции никак... Повертеть не могу. Блин, рисковать Дмитрием Михайловым так не хочет. 78. Я уже так делал. Может, он... А, тот, может, кстати, не... Нет, это фланг. Этого нельзя трогать. Короче, надо уходить Дмитрием Михайловым. Или закидывать гренку, повторюсь. Михаил, давай. Подходишь, кидаешь гренку. Че ты жалеешь-то? Уже иду! Дима на овер спокойно сядет и... Поехали. А где бы ваш? Рокет был бы сейчас. Он, правда, шотнул бы пак, если бы попал. На старте прям. Овер здесь хороший. Не торопимся. Есть вообще четыре пака должны быть, по идее. И это, типа, самый легкий. Опа! Тинг-мен. Раз, шоткали. Хорошо. Так, дальше разведчик. Инвиз, сканер. Летунов, естественно, слышим. Естественно, слышим Летунов. Берем нашего разведчика. Ходим в Инвиз. Скан пока не кидаю. Я, пожалуй, просто вот так вот подойду. Чуть поближе. Дает мне возможность занять ту самую позицию, которую я хотел изначально. И Марксманом тоже. Снайпером имеется в виду. Ганер тоже подбегает. Дмитрий Михайлов может чуть поближе подойти. Так, саппорт, конечно, тут ни о чем, но... Что же поделать? Убаясь. Двое готовность, сейчас перезарядки готовимся. Ага, внутри здания. Ну, они будут выходить периодически из этого. Мутоны. Мутоны или тунны? Два пака с литунами, один пак с мутоном. А, еще фингмены. Стоп, 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 стоп. Это еще не все. Так, здесь двигаемся. Направляйся на точку. Еще наполовинку. Ага, рычат мутон. Блин. Мне не нравится то, что я здесь не всех. То есть мне нужно вот этого сюда, этого сюда перевести. Тогда будет уже что-то, что походит на правду. То есть... Может, даже вот так. Такое надо. Двигаюсь к точке. Спешу. Скоро буду. Готовность номера. Там такие еще пистолеты-пулеметы. Странные, стрёмные. У некоторых. Открываем здесь дверь, кстати. Чтоб было видно. Меткость. Перезарядка. Могут сверху еще через крышу зайти. Давай, это не левее возьмем все-таки. Двигайся на позицию. Интересная штука. Да, да, да. Что это за шум? Я стригереть их не смогу с такой позиции. Эх. От этого надо тоже перевести сюда. Потому что ориентировочно я не смогу работать по врагам. И вот с той позиции. Выполняю. Интересная штука. Увидели. Хорошо. Идут летуны. Хорошо, что спулили сразу на овер Дмитрий Михайлов. Минус один. Снай, прострелять. По второму 61%. 76. Дмитрий Михайлов еще. Минус два. Кто здесь, батя? Кто здесь, батя? Надо ахиллом назвать кого-нибудь из пацанов. Просто чувак вышел. Вышел. Вышел с друзьями по это самое. Блин, зачем я тороплюсь? Отпою налево. Горректированность номер один. Не понимаю, зачем. Буду начеку. Готово. Я готов. Ладно, там есть ковер-вотч. Ой, мутоны идут. Спулили? Не, не спулили. Полетел? На-ка тебе. Еще семерка крита. Он типа ушел. А вот он, окажись, списываться будет. Да, спулили. Так. Неткость никакая. Ну, я хотел бы, конечно, гренку закинуть, но мне не хватает. Может, могу сюда, но это плохая идея. Дмитрий Михайлов еще пустой. Наверное, надо отходить Дмитрию Михайловым. Перезаряжаться. Разведчикам сто процентов возвращаться, потому что, возможно, в помощь понадобится ее. Пожалуй, так. Есть овер. Овер. Блин, хоть дым прокидываю, а, реально. А не успеют? Вот не факт, кстати. Горянка точно не успеет кинуть. Я имею в виду внимания. Нет, пока ждем. Побежали. Да, два движения. Отлично. На первый овервотч. Минус мутон. Просто расстрел. Более плотный мутон решил на других пойти. И 22%. О, еще один овер. Мэл Лойс. Надо ранить, чтобы... Корректируй огонь. Еще же пехотинец может пострелять. Нет? Рычит. Окей. За в кровь. Без паники. Без... Все, отлично. Все, 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 все. Итак, здесь напрашивается Грянка. Потому что слишком много укрытий. Я так Грянку, скорее всего, не докину. Хотя, уже хорошо, на самом деле. Мне, по сути, нужно укрытие снять. Арминис подписался нахрен. О, Арминию, спасибо тебе. Арминис переподписан 6 месяцев. Кавер убрал одного мутона. Уже хорошо. По нему можем стрелять только по одному. Это раз. Поэтому стрельнули и встали на овер. Дмитрий Михайлов может попытаться флангануть вот этого мутона. Но ему, кажется, здесь помешает стена. Но будет уже угол достаточно хороший. Не, он флангует обоих. 96. Мы им ничего не делаем. Встаем на овервочи. Не стреляем. Выходить из инвиза пока нет потребности. Поэтому нет потребности пока что стрелять. Только по тебе, да? У тебя марксманская, на самом деле. Ты же можешь... Ты же можешь подойти в атаку и стрельнуть по второму. Второй просто критичный, друзья. Что он тоже побежит. По нему тоже будет Дмитрий Михайлов стрелять. Все отлично. Ну, давайте добьем, наверное, вот этого все-таки. Не будем разведчиком добивать. Все отлично. Стрельнуть можно 50 на 50. Как бы не страшно. Все. В любом случае, Дмитрий Михайлов его не отпускает. Смотрим. Побежал, 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 зеленый. Куда ты? 74 крик. На она. У нее еще запас был один выстрел. Перезаряжаемся. Помним про летунов. Перезаряжаемся. Перезарядимся. Потому что халявная перезарядка. Умер в очи. Разряжаемся. Хорошая позиция, конечно, тут выбрал. Продвигаемся потихонечку. Дмитрий Михайлов вообще красавчик. Просто герой. Блин, там сектоиды и летуны остались. Все. Так, сектоиды вижу. Снайпер может. На следующий ход сможет. Окей. Ну, овер, 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 овер. Овер. Скип. На случай, если летуны выйдут. Все, простреливаем, пулем этот пак. Четыре сектоиды. Это... Это самое несерьезное, что может быть в XCOM, конечно. 99. Давай лучше по этому. У меня же главное с пулицей. Зачем крит использовал вообще? А, потому что я не смог бы обстрелить. У меня же марксинская винтовка. Все, побежали. Сектоидики. Здесь надо просто на фулл отходить. Понятное дело, что я рассекречен, но... Им еще надо постараться, чтобы разведчика и догнать, и... Еще какой-то урон за фулл кавром нанести. Ох, какой красавчик. К сожалению, атаковать не могу. Поэтому просто отступаем. Координаты получила. Координаты получила. Остальные овер. Да ладно. Да ладно! Это косяк был. Я не думал, что он успеет. Во-первых, я не думал, что он увидит. Так, подходи так. Дмитрия Михайловна тоже подвести. Поближе, чтобы... Этого надо увести. Очень хорошо. Здесь, по крайней мере, можно пострелять. Без крита, без крита. Просто без фанатизма, без крита. Просто 50-50 смотришь. С ним мы разобрались. Дальше. Разведчика снова возвращаем за... Полное укрытие. Это не разведчик. Молодец, Михаил, молодец. Не пристаешь удивлять. Движись на позицию. Там летуны уже. Летунны. Что я делаю? Выхожу! Я подойду и приказ все-таки сделаю. Кому только непонятно. Да ладно, не переживай, что ты так, что ты... Что он сделает? Он Дмитрия Михайлова может покоцать. Да Дмитрий Михайлов сам его покоцает. Вертел он этого летуна вообще. Из-за... Объект уничтожен. Что я не успокоюсь за Димку-то? Димка красавчик. Вас понял. Двигаюсь на позицию. Остался споленый сектоид. Это летун из прошлого пака. Ой, не... Давайте снайпером его сразу снимем. И закроем этот вопрос. Сейчас на экзальт надо лететь. И молиться, что в ближайшую неделю больше других миссий не будет. Изабелка, Изабелка. 75. Огневая поддержка. 77. Плохо. 200 баксов дали. Вот это очень хорошо. На 200 баксов можно пушку купить. По крайней мере, стоит подумать над тем, чтобы что-то сделать на 200 баксов. Спутников у нас, конечно, вагон. И мы запустим прям 4 спутника в этом месяце. То есть 23 часа, 3 дня. Потом еще 2, насколько я помню, спутника за... Раз, два. Там еще 2 в процессе изготовления. Модуль достраивается. У нас есть уже один. Мы закрываем Францию и Германию. Получаем 20% от региона. И, скорее всего, последний спутник запускаем в следующий регион. Просто я один там базовый самолет для того, чтобы сбивать мелочь. Аэрокосмические разработки. Я не знаю, во что я ввязываюсь. Но пока что мне не хватает даже на перевооружение бойцов. Тяжелый пулемет Гаусса. Нет, чувствую, что я там что-то должен был сделать. Сошки были одни. Хватит ли одних сошек? Они стоят копье. А два снайпера бывает, что на миссии. Сильная броня. Оптика. Можно второй автомат Гаусса сделать. И я думаю, что можно еще под это дело взять ее. Блин, а что я там мог сделать? Что я делал под... А, у меня сплавов нет уже. У-у-у, приехали. Ну все. Панцирный костюм сделали. Спутник. А вот и операция. Что за тип операции? Четыре оперативника. С одной стороны, хорошо, потому что у меня есть опытные очень товарищи. Но их мало. То есть вот взять, например, ну точно медик, блин, плохо. Пулеметчик, скорее всего, разведчик и пехотинец. И пытаться вообще эту миссию быстро пройти, да? Но точно в этой миссии мы никого прокачивать не будем. Разведчик точно поможет помочь в такой ситуации. Очень может помочь. Оснащения точно всем хватит, учитывая... В чем разница автомата Гаусса и карабина? Какой-то из них более точный, какой-то из них маневренности больше дает. Насколько я помню. Медкомплект резервный берем. Блин, а пехотинец-то у меня далеко не топовый, да? А, ну уже пред, пред, пред топовый. 81. Точность нормальная уже. Уже неплохо. 81 плюс 18. Разведчик со сканами. Я ему возьму панцирный бронекостюм. А, потому что... С крюком я все равно не буду никуда улетать. Маневренность мне и так хватает за счет... Кстати, надо ему дать лазерный пистолет-пулемет. Плюс 6. Да, минус 2 мобильности, но у этого плюс 12 к точности. Я думаю, он, конечно, Марксманскую дал. Может, хватит маневренности под Марксманскую. Дело в том, что он очень точный, и народу будет мало. Он, с одной стороны, нужен и как разведчик, и как человек, который должен ломать кабины. У него есть спринт, у него 18 мобильность, у него Марксманская, 2 сканера и панцирный бронекостюм для того, чтобы крепкое здоровье играло. Точно мы, оптимисты, ничего сделать не можем в назначении офицеров. Мне кажется, только-только его. Да, оптимиста мы как раз перед этим повысили. Плотный скаут 7 плюс 7. Ну, он же топовый. Ну, в лоб сложновато такие миссии проходить. Мне, по сути, нужно вырубить два передатчика и вернуться. Можно будет, конечно, всех добить, если ситуация будет позволять. Но это не обязательно. Палите. Ситуация аховая. Садимся. Выявлена группа Exalt в Японии. Штурм-1 отправился сюда, я обеспечу безопасность нашего агента. И пробежать хорошо, и раскидать сканы хорошо. И посмотреть, что рядом с оперативником. Понять, мы с Run'n'Gun'ом сразу вырубаем передатчик первый или без, или двигаемся так. И по скрипту еще падать будут люди. То есть, на карте где-то 3-4 пака. Вылетела игра. Всем добрый вечер, друзья. Сегодня отвратительный день. Чувствовал, что 13-я часть не будет... Не будет мне так вести, как в других частях. Но это что-то с чем-то. То есть, мы... Не везло нам и на серии выстрелов с вероятностью ниже 50% у врагов. 20, 17, 8 даже попали. Это все сочеталось с промахами наших 70+. Тоже методичными такими. Когда нужно было попадать, мы не попадали. И была пара миссий, где очень неудачный был респ. Ну, просто хоть стой, хоть падай. Ну, разминирование возьмите хотя бы. Миссии на разминирование. Легендарный 1%, но это было не сегодня, это было вчера. Предлагаю после этого переименовать ее в 14-ю часть. Бойцы хорошие, на самом деле. Как и псносный. Через пару недель-то будет лучше. Новые пушки, новые моды, что самое главное. И тому же саму снайперу можно будет выдать. И пехотинцам, и пулеметчику можно будет выдать. Выявлена группа Экзальт в Японии. Штурм-1 отправится туда и обеспечит безопасность нашего агента и полученных данных. Ну, блин, ты серьезно? Вылетает игра. Это может быть, кстати, руина Саева. Это знак, говорит Сокол. Соколик, иногда его... Да. Прекрасно. Жду от вас хороших новостей. Садимся. Выявлена группа Экзальт в Японии. Штурм-1 отправится туда и обеспечит безопасность нашего агента и получит... Да, зависает игра. Попробую грузануть через капслок. Что значит капслок? Что значит капслок? Зажимаешь капслок, стартуешь игру? Там, типа, рандом перегенерится или что? Да, если там псевдорандом, то можно какие-то вводные данные поменять. Например, бойца другого поставить или попробовать промотать немного временем. А, во время загрузки миссии. Я понял. Хорошо. Попытаюсь хоть потравить базу Экзальт. Она же вроде открыта. Нет, с чего ты взял, что он открыт. Капслок зажал. Пробуем. День с руками. Готовимся к высадке. Выявлена группа Экзальт в Японии. Штурм-1 отправится туда и обеспечит безопасность нашего агента и полученный... Есть. Помогло. У нас новая задача. Экз-ком, как же ты меня испытываешь там самыми разными способами. Так, начинаем изучать. Ага. Передатчик раз, передатчик два. И ВАК здесь. Пулл кавер есть. Пулл кавер есть. Остановка так себе. Люди, скорее всего, в домах. Бежать далековато. Ну, я с Раннганом, конечно, добегаю до сюда. И первый можно выключить прямо сейчас, но... Надо, во-первых, понять, как строится маршрут. Исходя из этого действовать. То есть, вот до сюда добежать, попытаться. Уже выдвигаюсь. Так, не спулил. Уже хорошо. Стоп. Что там за звук? Есть люди. Так, окей. Мне кажется, что нужно двигаться навстречу оперативникам. То есть, смещаться вправо, занимать, соответственно, вот эту хрень. То есть, наша задача сейчас пробежать до полного укрытия максимально. Что, как-то не странно. Вот оно, полное укрытие. Видим сразу. Оперативника, где он был? Видимо, внутри. Не заметил. Ну, а где он еще может быть, как не здесь, да? Поэтому скан надо прокидывать сюда. Первый. Не, здесь чисто. Ну, ладно. Если не здесь, то мы, по крайней мере, можем сдвигаться. Сдвигаться, повторюсь. Я буду направо. Нет, спорил он, наконец. Я боялся этой последней клетки, она сыграла. Мне надо людей выключать. Капец. Я же добегаю. Добегаем. Иду. Колечек парк, скорее всего, да. Наш агент рядом с транслятором и готов его взломать. Чтобы извлечь данные, включите транслятор. Наш агент расшифровал данные экзальт и временно отрубил их систему связи. Это их затормозит. Теперь наше дело найти и взломать оставшиеся трансляторы. Сделаем. Пробуем. Да, е-мое, ну. Это последняя клетка. Это была ошибка, конечно. Попали. Слабенько. Ну, сейчас можно пострелять ранним, хоть. Лечится. Сейчас, кто будет падать. У меня потратил раненган, это отвратительно. Командир в зоне действия отряда замечены новые силы противника. Надо бежать просто. Может, даже в дом. Потому что там точно никого с этим пытаться разобраться. Так, докуда у нас оперативник добегает? От него отталкиваемся. Фулл-кавер неплохо. Не факт, что здесь никого нет. Крыша? Нет, точно не крыша. Почему? А почему не крыша? Потому что соседняя крыша тебя простреливает. Но ты за фулл-кавером здесь. Не, погоди, 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 погоди. Какие вопросы? Вопрос, есть ли здесь кто-то? Вот первый вопрос, который меня беспокоит. Мы, в принципе, можем проверить этот момент. Здесь точно сапрессим. Вопрос, кого? Скорее всего, дальнего. Ближнего мы с высокой вероятностью убиваем. Можно вот так вот сделать, флангануть, по крайней мере, одного дальнего. Сапрессим хэвиком. То есть, этот дергается, мы его с высокой вероятностью разведчиком и шатываем. И здесь проверяем, есть ли пак справа. Есть. Проверил. Проверил. Он придется, наверное... Ну, по нему в любом случае надо же стрелять. Двойный выстрел у меня есть. Это Рокетмен. Ну, 87, сука! Ну, как так-то! Ну, 97, попади хоть! Ой, блин, дурак! Хорошая новость заключается в том, что я, в принципе, могу разведчикам теперь бежать наверх. Ну, то есть, вероятность того, что... Надо понимательно выбрать его место. Может, сюда и ханкер? Я не добегу, если сюда и ханкер. Следующий ход надо до вышки. Мне нужно как-то прятаться вот за этим, например. Вижна по тему мне нет. Молиться, что здесь нет больше никого. Да, увы. Скорее всего, даже сюда, потому что меня сверху будет прострелять. Твою мать, гг. Все. Оперативник потерян. Надо спасаться уже. Это из одной клеточки. У меня сейчас был бы ранган. Был бы, был бы. Постреляем. Пострелим на ловер. Начинаю наблюдение. Постреляем. Пострелим на ловер. Ура! Действую. Входим сюда. Приказ? Какой приказ? Там дальность. Через полкарты приказывают эксперты из чатика. Прицеливание? Грянка, могу еще выжить? Я могу выжить? Держись, держись, держись. Ой, какой он умный с прицеливанием. Ой, только не ты. Нет, 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 нет. Есть, молодец, молодец. Живем. Живем еще ходик, ходик. Маленький, ходичек. Маленький, малюсенький. Блин, какой. Нет, подожди, еще не все. Еще этот можешь стрелять. Нет, у него нет вижены. Я специально поставил под фулкавер. Ах ты, ах ты, ах ты. Так, спокойно. Фух. Ну что, агрессивненько, да? Ну мы же вырубаем, поэтому агрессивненько играем. Заходим сюда. Овер был там? Овер был сверху. И у меня прилетит Овер. Или добежать досюда пока что. Может не прилететь. Видишь его? Видишь. О-о-о. И он еще сверху. Этот уже рандом. Этот уже рандом. Нет, я рано радуюсь. Я не уверен, что нужно сейчас пытаться спасать. Скорее всего, здесь два выстрела. А, там же КД. Не, надо валить. Я не верю не добежит снять Овер. Ну как он добежит? Дышит в СМС-Шо. Короче, надо назад убегать с разведчиками. Время молиться. Я попробую так. Считайте, я уже там. 50 на 50. Не надо. Попал, но один хит остался. Вижу цель. Блин, еще один. Откуда они там? Они зашли сбоку. Это был последний транслятор, командир. У нас в руках все данные экзакт. Осталось только добежать. Теперь доставьте агента к точке эвакуации. Всего лишь. Задание изменилось. Блин, как добежать там? По крышам. Меня тут гренками могут закидывать. Я не знаю, как здесь лучше действовать. Может подвести под приказ? Не достану, я все равно поднял. Наверное, надо вот сюда вот идти. Плюс в том, что этот флангуется, этот флангуется от тех, я закрыт, и эти не будут атаковать. Рокетмен не будет стрелять, потому что он выключен. Этот гренка не достанет. Но надо основными подтягиваться сейчас. Надо подтягиваться под приказ. Пофиг, что у нас тут не будет выстрела. Главное, что мы... Блин, может, его даже вот так поставить, а? Не-не-не-не, вот так. Ясно. Начинаю движение. Перезарядка. Даже вот так. Прямо лиц. Нет. Блин. Он меня сейчас будет, видимо, из пистолета бить. Нет, он перезарядился, все. Обходят с фланга. В зоне действия подкрепление экзальт. Так, ну все. Смотрим, докуда добегает у нас штурм. Пробуем его с приказом вывести. Бегу! Достаю. Но он, как бы, все равно не ультимативно убегает. Здесь его простреливают. У него фактически полуукрытие. Все равно не убегает. А дверь там просматривается, интересно. Если я забегу сюда, вот, например, так. Допустим, этого я на овере сниму. Не, не добегаю. Полукавер меня не спасет. Меня расстреляют просто. Это не проблема. Поэтому надо выбирать. Надеяться на то, что вот это не зайдет. И что это не справится. Только в дом. Подходим прикрывать. Сканируй сектор. Я думаю, даже нужно здесь выходить и... Ну, здесь понятно ничего. Непонятным. Наверное, вот так даже. И с овером. А-а-а. Ты его видишь? Понятно. Хочет пытаться его ранить. Есть! О, это единственный, кто его видел. Может, хэвику подставить плотного. Пусть стреляет. Мне нужно дополнительно... Сейчас у тебя рокет пролетит. Да-да, это самое. Да выпендриваешься. И чего? Нормально. Танкуем рокет. Пошел рокет. Машина. Эд заходит. Нет. Снайтер. Мимо, 42. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Там без кавера у меня хэвик. Нет. Мимо, 36. Ой, там еще и люди стреляют. Нет. Живем! Не надо, больше, не надо, больше, не надо. Я не вынесу больше. Подходит. Видит. Штат 8. Давай! Нееет! Короче, минус пулич. Живет, 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 живет! Там, правда, еще один кавра нет. И он будет ходить, он добежит. По-другому стреляет. Крит. Стреляет 25. Нет! По мне стреляют! Живем! Два хита живем! Блин, ранение. Оперативник как? Твою налево, он все равно без укрытий. И тут взорвется сейчас. Нет, тут не спастись уже. Не спастись. Не спастись. Я трейф этих не валю. Надо спасать этих пацанов. А, я здесь не могу и уйти. Приказа нет. Мне надо спасаться. Машина горит. Я в курсе. Еще главный озвучил. Я это специально думаю. Какие варианты? Сюда и в дым. Да, сюда и в дым. Потом бежать. Он сам теперь по себе. Я по-другому уже не могу. Остальные все пытаются свалиться. Причем именно пытаются. Тут шансов крайне мало. Ну, для пулеметчиков. Но ему не справятся. Я тут этим прикрою. Обер, обер. Оптимист пока сюда. 27. Пока лечим. Глядишь, стабилизировать придется. Тут кавер еще нет, блин. Полуукрытие, видимо. Хотя это финриер, блин. Его не хочется вообще никуда. Не-не-не-не-нет. Не надо. Я не знаю, как машина взрывается. Но мне, видимо, надо выходить вот сюда вот. Кажется, только ближняя клетка взрывается. Или все-таки перепроверить сюда, отойти. Не, давай вот так вот. Один будет стрелять. Голографически у меня получишь плохое начало. Ну, я уже 99. Хорошо. Ну, да. Я не знаю, о чем. Сзади дверь открывается. Так, коллич-минус. Спасаемся всеми. Нет. На остановку сначала. Может, стабилизировать и спасти. Миш, ты дебил? Скажи мне. Тебе мало, что ли? Я уже там. Поняла вас. Может, наверх? Большинство не будет угла даже. Да, ну, они-то знают, где я. Этот забирается. Просто мне расстреливают спину. Он забегает вот сюда вот. Все за. Внутрь. Нет! Гага. Они зашли сбоку. Во мне стреляют. Противник. Живой! Живой! Успеешь? Успевает. Подожди. Сначала проверяй овервочи. Проверяю овервочи. Проверил. Ушел раз. Ушел к вам. Выхожу. На пулечи продаем. Дзен, простим. С данными добрался до точки эвакуации. Штурм-1 может либо остаться на позиции и уничтожить силы экзем, либо отправиться к точке эвакуации. Какой сегодня день? Какой сегодня день? Девять заданий. Тяжелое ранение 62. Но миссия выполнена. Лазер гатлинга минус. Ну мы делаем сейчас на войне. Развет данные по экзальт дешифровать. Идет расчет статистической вероятности нахождения базы экзальт. Непонятно. Что у нас по пулечам-то? Два пулеметчика. Оба раненые. У меня нет пулеметчика вообще активной сейчас. То есть в принципе огромное количество раненых людей. Мне срочно нужны пулеметчики. Исследования есть. Это есть. Да, конечно, сейчас еще лабы строй. Идиот. Спутниковый модуль сейчас. Ученые на трупы сектоидов пока нет. Потому что одного на 15 что-то мне на исследование, кажется, пригодятся. Можем запускать. Нужно ли им сейчас нам запускать? Не обязательно сейчас запускать. Ну, можно запустить в родной регион. Раз, два. Там еще доделывается. А потом мы будем смотреть, куда. Какой из четырех оставшихся стран. Раз. Получаем бонус. Богатство нации. Ой, минус 75, а не минус 210. Уже хорошо. Семь из восьми. Один спутник как раз, да, у нас на четвертый модуль. Четвертый модуль. Генератор пока не нужен. Сейчас вот сошки будут сделаны. Еще спутник даем. Две сошки, спутник, лазерная снайперская. Бронебойки. Оптика. Аэрокосмический. Гаусс через 10 дней. Плохо. Лазерная снайперская будет чуть попроще. Сошки. На нас плавученый, да. Сошки отличным. Подумай, может быть что-то еще. Чисто за деньги. Сплавов у тебя нет, но может быть есть опции. Что у тебя по прицелам, кстати? Прицелов четыре, нормально. Крит. Марксманский один. Блин, хватит. Постановим БМП. В школе офицеров фигня. Блин, мемориал уже со скроллом у нас. Может оперативников бахнем, а? Четыре человека готовы воевать. Один, два, три, четыре. Один, один, два, два. И часы, да? Один день ранения. Инж вернется. Гэмбл хороший. Мне, видимо, нужны оперативники еще. И там есть нормальные? Эти нормальные. Ты нанял двух. Шеф, спутники к запуску готовы. Как только прикажете, мы их выпустим. Так, ну что, мы Нигерию можем, типа, спасти. Давайте посмотрим по оставшимся бонусам. Аргентина. Дополнительные денег за предотвращение миссии по похищению. Ускорение допросов пришельцев. Пси-тренинг. И плюс к защите снайперов и разведчиков. Не, я думаю, надо в Нигерию запускать, через эту страну, чтобы не потерять. И туда же сразу один перехватчик направить. Ой, блин. Так, стоп, а перехватчиком у нас лазерная пушка, чисто случайно. Вот. Оснащение лавином. Оснащение лазерной пушкой. Лавина, лавина, лавина. Дожить бы до пушек, до новых, блин. До миссии. Припасы. Вот оно, вот чего я ждал. 200 баксов за нам на сплавы. Да, да. Может еще у Лемминга взять? 300 у нас уже. 300, 300. Может лечеечки что-нибудь, а? Улучшенный медпакет. Хорошая тема. Тренировка и персонал вообще халява, но как бы я не знаю, когда прилетит атака. Давайте мы притренируем персонал, потому что я не доходил так далеко. Улучшенный медкомплект хорош. На три, в два раза эффективнее будем лечить. Учитывая то, что сейчас у нас броня уже больше, чем да, надо делать. Спутники. Опа! Размер огромный. Очень высоко летит. Игнор. Обнаружен анапланетный объект. Маленький разведчик. Перехват. Так, помним, что у нас есть все. У ворот. Ой, не у ворота, это. Атака прилетает после первого штурмобазы обычно. Много лута надо сбивать. А чем? Готовлюсь к удару. Встреча с куманом. Еле сбил мелкую. Мелкая это способ прокачать. Holy Animal говорит, можешь бать донат на месяц. Бать донат? Дать бан, наверное. У меня не работает через функцию. Могу только через донат. Бать донат на месяц. Holy Animal. А, ты подписку хочешь? Господи. Да, сейчас. Holy Animal. Holy Animal. Holy. Блин, а ты дать донат на месяц. Отлично исправился. Holy Animal. Слушай, во-первых... Ладно, все, неважно. Тебя в чате не вижу. Дать премиум, наверное, да, ты хотел сказать? Премиум. Ребят, короче... Ребят, короче... Разведчик обязательный. Надо качать пулеметчика. Надо брать еще одного человека, брать из него делать пулеметчика. Что мне нужно от пулеметчика? Положительный дефенс. Желательно хорошая мобильность. Да. Еще бы хотелось хорошей точности. Ну вот, наверное, 65-13-4. Вот он пулеметчик. Пули... Пулич. Пулич, пулич, пулич. Разведчик. До всех, видимо, берем пулеметчик, инженер. По крайней мере, одного снайпера. Что есть одна винтовка. Пехотинец. Штурм фиг знает. Потому что прилетит сейчас опять у нас... У меня только один штурмовик. Не-не-не, надо пару леммингов еще брать. Кого еще нам не хватает? Пулеметчиков двое. Инжей двое. Давайте косой, но нормальный, мобильный. Типа, есть у меня такой? Из мобильных у тебя... Давайте этот инж. Расса инж. Еще место вакантное. Либо мы берем второго снайпера с марксманской винтовкой. Давайте посмотрим, что у нас по экипировочке. Пока бронекостюм. С этой инжизной. Пистолет-пулемет точным. И давай фалангу. Она не такая мобильная. К сожалению. А ей нужно такой быть. Это новый пулеметчик. Фаланга пока просто. Лазерная винтовка. Пока что прицел. Подожди секунду. Пулеметчик. Бронекостюм. Эй. Да, у меня... У меня нет винтовки. Я могу только с ТЭП работать. У меня бронебойный под баллистику есть под его. Наверное, так стоит заменить. Страховочный медкомплект. А, я без медика сейчас иду, да? А медики у нас... Три медика, но все усталые. У меня столько улучшений параллельно. Там все еще прицел уже не сделался улучшенный. Пушки новые не сделались. Рядовой инж. Господи, какие все не очень. Снайперу винтовку сделали. А, две снайперские винтовки. Стоп, 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 стоп. Давай-ка второго снайпера возьмем. Качать. Ой, сошки же еще две. Во! Точно. Все. Два снайпа, сто процентов. Прицел. Ох, просто. Сошки из плавов. Плюс шесть к меткости, плюс шесть к риту. Фруктов говорит. Привет, Миша. Днем посмотрел в записи свою внезапную смерть. Правильно питается или сдохнет. Мне не повезло. Тем не менее, можно, как в фильме «Чужой» восстановить меня из куска ДНК. Я точно зажгу, либо так же зажгу. Фруктов. Фруктов. Второй шанс. На Лемминга. Ну, в очередь точнее. У меня тут есть очередь. Фруктов. Зачеркиваем старого фруктова. Такая ротация бешеная, конечно, в бойцах. Ладно, здесь, по крайней мере, мы поняли, что берем... Стоп, а что у тебя за бронекостюм? Окей. Племячик. Инженер. Тактическое мнение. Бери бронекостюм. Бери лазерный карабин. Снайпер-инженер-пехотинец. Нормальный рядовой инженер. Вроде сходится уже. Страховочную аптечку какому-нибудь. Пулеметчику. Будущему. А лучше две страховочные. С Богом. Вот тут два снайпера должны действовать. Два снайперам. Готовимся к высоте. Это большая хрень летает. Ну что, пора лететь в Россию. Первый раз такое в России. Нужно зачистить все, пока не... Так, она ложка была маленькая. То есть там 8-9 человек. Это могут быть самые разные люди. В том числе и опасные кибердиски, сактоподы и прочее. Мы к северу от места крушения. Штурм-1 к бою готов. Вас понял, рейнджер. Мы присмотрим за вами. Узнаю эту карту. На самом деле тут не такое плохое место. Полкауер неразрушимый. Полкауер 4 сразу у нас есть. Враги, скорее всего, на ложку вот здесь находится. Да, на ложку здесь. Пак один прямо, один справа, скорее всего, будет выходить. Инвиз у меня есть. Используем. Потенциально враги очень близко. Я бы не хотел, чтобы ко мне слева вышли, потому что там очень плохая местность. И я, наверное, первый скан докину именно туда. Не очень удачно закинул, но... Значительную часть мы с вами уже увидели. Снайпер. Вот эти вот штуки будут мешать. Они в любом случае будут мешать. Вас понял. Торопись, Миша. Можно снайперов под разные углы поставить, чтобы хоть какая-то... Но здесь потенциально очень опасно находиться, потому что тут сразу выходит и все. А здесь, по крайней мере, длина есть. Ну, дистанция какая-то есть. Можно его, в принципе, недалеко увезти. Ладно, давай пока так. Там в тарелке же выходить будут люди. Так, ты пока сюда. Туда пока не надо. Попадаем. Просто прижимаемся, но не будем к краю подходить. Не будем. Лучше назад. Нам нужно работать на дистанции, друзья. Слушаем. Ничего не слышу. Продвигаемся разведчиком. Точно не к центру. Я, наверное, разведчиком направо пойду. И прокину куда-нибудь скан дальше по курсам. Там уже конец карты, насколько я понимаю. Хотя здесь паки тоже бывали. Не жалеем. Четыре скана. Разведчик для этого и должен. Есть. Сикеры. С них можно начать. Дистанция хорошая. Оба снайпера должны работать. 98. Что у них по хп, кстати? Блин, снайперы 64 крит. Ох, такие прям. Ух. Я пока не буду тратить бонус крита. Потому что не знаю, сколько там хп. Да, там 6. Не надо тратить как раз. Второй снайпер продолжает работать. 73, 73, 73. Стреляем потому, что подальше немножечко. Хорошо, минус 1. Это очень хорошо, потому что если у нас 8-9, то это уже половина тех, кто на карте, в принципе, есть. Блин, вот не хочется мне сюда проходить, но я вроде как... От этого работать нормально не будешь, Вась. Здесь не нравится, тоже мне место. Не, давайте я с ним подойду. Опасно. Они не знают где. Они ищут. Снайп не сможет поэтому работать. Поэтому смогут, скорее всего. Хорошо. Что-то они еще бечат. Слева, кажется, топ-2. Мутоны. Да, снайпы продолжают работать. Пожалуй, сначала 98. Потому что это... Хотя это точнее вроде снайп, чем предыдущий. Да, 73-73. Продолжаем ушатывать. И мимо. Что по разведчику, кстати. Пока в сейве. Да, пока снайперы могут стрелять, я стреляю. Они, похоже, вообще пошли ко второму паку. Прям строго двигаются туда, где... Я предполагаю, есть... Нет, слева, 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 слева враги еще. Еще враги слева. Я разведчику, наверное, забью уже все. Перегруппироваюсь. Сюда. Ну, чтобы ко мне не вышли. И смотрим, где там... Дальше супостаты. Потому что даже если с той стороны подойдут... Подойдут враги. Даже если они подойдут с той стороны. Нельзя так делать. Весь жесть. То... Они там уже биты. И это не так страшно, как новый пак, который выходит к снайперам. Да, они там шумят. Может, там и третий пак есть, не знаю. Вроде НЛО мелкое. Да, но мне нужно узнать, кто и сколько у нас слева. Полуукрытие, увы. Ну, здесь лукава. Видим. Мутоны. Вижу только двоих. Вижу сразу еще защитника. И снайперы тут, конечно, уже не очень хорошо. Нет, они, кстати, нормально. Проблема самая главная в том, что перед ними нет никого. Ладно, я пока подожду. Не хочу подходить, если честно. Давайте вот так. Я понимаю, что я подставляюсь под этих, под сикеров, если что. Вот она убегает. Блин, стремно, конечно. Ну, те придут самостоятельно через какое-то время. Я... Как? Ой, плохо, я забыл. Это так был косяк. Сейчас все пойдут. Супресс. Сейчас из левой, из правой пойдут. Твою налево, что же я делаю, да? Прицеливаю. Ой, плохо не пролетит. Прицеливаю. Держу сектор. Обхаживаю в арбия. Покажу. Кому-то он сейчас пойдет. Не, пока они не идут. Не знаю почему. Но разведчику надо возвращать. Уже иду. Он на овере стоит. Болин. Ну и как мне его принимать? Снайп не работает. Вот в чем проблема. Может их отвезти назад? Пока пофиг на этих. Глядишь отсюда. Отсюда они точно будут по нему работаться. Да, видимо, надо снайперов просто переводить. Ну хотя бы вот так. Чтоб поймут он и не выходили сразу на снайпов. Есть. Ладно, тогда продолжаем сопрессить. Раз. Я бы перевел сюда. Здесь я ставил бы одного. Нет, надо сюда инжен. Сейчас попытаться расстрелять из снайперов и того. Что-то жестко как-то все равно. Ну сейчас снайп 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 должны попадать. Сопресс метка и там они... Да, выходит. Есть, молодец. 24% как... Как умница. Вот он и бегут. Кажется, уже стригерились. Твоя готовность. Хорошо. Видишь, а ты не видишь, да? Упирательность неплохая. Сопресс. Пробуем с критом его пробить. Надо прям критовать. 63-64, ну давай. Давай. Это уже проблема. Прям проблемам. Прицеливаться. Потому что мутоны все равно выходят сейчас будет. Ой, сикер, нет. Ребят, наоверх, наоверх, наоверх. Да, мутоны бегут. Вот это самая большая проблема. Про звездчику 14. Четыре мутоны. Капец. Все, пара овервочи низко вероятных. Один попадает только. Твою. Налево. Итак, у нас тут ранение. Лемминга, правда. 59. Тут некому справляться, кроме как тобой. А что еще делать? 100%. Давай, надо критовать, убивать. Что же вы так, а? Снайпер работает по любой из трех целей. Сейчас надо через дымы держаться просто здесь. Просто держаться через дымы. Сопрос наиболее опасных. Наверное, разведчикам сюда, чтобы помочь убить этого упыря. Угу. Че, помог? 59. Идти ближе ты не можешь. Здесь дым, скорее всего. Сопросить наиболее ближнего из-за гренок. Ты видишь двоих. Франа ушла разведчикам. Целей меньше на выбор. Или пока не сопрестит, пока перезарядится. В смысле, просто выстрелить. Или даже перезарядиться. Чтоб потом я смог сдерживать мутонов. Мне надо убивать, пытаться. Давай, поехали. 48 метка. Снайпер. Один в 83, другой в 73. 83 раз. Меток больше нет. Здесь, скорее всего, дым. Так вот, дым. Или так. Так, наверное, даже лучше. 72. Да, 72. Поехали. Ранили. Хорошо. Здесь один выстрел и овервотч. Есть убилище второму тону. Хорошо. Но здесь надо сикера типа убивать. Но... Ну, чё ж поделать. Да, дым. Точно. Давай, 59. Есть. Хорошо. Тогда ты у нас уходишь в инвиз и подальше от потенциальных гренок. Побежал овер. Овер. Зараза. Не выйдет. Нечем стрелять. Два и готовность. О, нет. Держимся. И этот третий. Сюда гренку надо кидать. Ой. Попали. Четыре хита. По кому? По снайперу. О-о-о. Ко-ня, сумасшедший вижн, конечно. Здесь по-любому гренка. Прямо по-любому. Паника у кого-то может сейчас начаться. Так, ну и здесь у меня сапресса нет. Поэтому надо выбирать наиболее... Я снова в строю. Может, леммингами расшануть. Фланг все дела с триггерить. Ну, как бы это лучше, чем по снайпам стрелять будут. Поехали. Если не докинем, то просто с флангу попробуем бахнуть. Здесь есть вижн, можно сделать метку. И надо делать метку. Снайпер видит двоих. Поэтому метку скреновываем. Это очень хороший снайпер. Попробую его... Мы можем его, конечно, подлечить. Дым еще ход будет работать. Вот он еще в зоне. Видите, он будет стрелять по мне. А я тут никак. Короче, надо снайпами уходить. Раз. Держаться типа еще один ход. Отсюда я их, скорее всего, не прострелю. Отсюда меня могут видеть. Вряд ли. Здесь с лечением. Здесь перезарядка улыб. Так, хорошо, это ничего. Кто должен бежать сейчас? Я должен его на овере встречать. Где? Отлично, минус два. Самый опасный. Популеч атакует. Так, снайп, сорок. Хреново. Это же у нас в фланге намечается. Снайп видит троих. Надо с фланга уходить. Надо с фланга уходить. Скорее всего, угренка сейчас прокидывать. По крайней мере, вот этого убирать. Возможно, укрытие у этого снять. Надеюсь. Кавер частично снял. Но этого не снял. Надо назад отходить. Тоже надо назад отходить. И с опресса нет. Так, ладно. Ты пока получил ранение у снайпа. Может быть, вандорном подойдите следующий ход подлечить. Снайперам. Не хочется далеко отводить. Соответственно, снайп, а не хочется подводить. А без он не работает. Есть только так. Разведчика можно прорашить. И выйти в инвиз. Ну, типа, чтобы у нас была... Был фланг. Поехали. На следующий ход. 38, 58. 58, да. Правда, он регенится. 40. Последняя пулька. Чего при зарядке сделать? Здесь полу кавер. Можно лемминга подставить, конечно. И гранаты докинуть попытаться. Давай попробуем так. Если не докинем, то фулл кавер будем просто альтернативной целью. Докинем. Налево. И достает рейндж такой. 58, пробуем попасть. Есть 6 хитов. Есть удача. Нам. Блин, вот он хороший. Как он, как он, как он, как он достает? А, окей. Я под обстрелом. Полу укрытие. Попадает. Я в порядке. Нет. Опасно. Фух, 50%. Останавливается. Сейчас надо... Ну, у нас еще одно ранение. Нам нужно сопрессить, скорее всего, правого товарища. Единственное, кого мы видим... Потому что мы его сейчас фланганем, он побежит в любом случае. Здесь мы видим одного. О, 50% я буду стрелять, невзирая на... Молодец. Дальше чисто уже. Здесь... Здесь имеет смысл вообще показать фланг, чтобы он прям был готов, но... Ладно, пока стреляем снайпом. Метка-то есть. Сейчас два снайпера стреляют. 50% фигня. Попали. Молодец. Разведчик, в принципе, с пистолем может. Мог бы. Но не добегает. И... Кавера нет. Давайте так. Блин, надеюсь, там не будет четвертого пака. Здесь... Надо, видимо, отступать и кидать от себя дым. Опять ранение. Дым и слейминг. Может, не знаю. Это перезарядка. Есть овер. Хорошо. Отлично. Перезарядка восстанавливается. Хорошо. Значит, дальше у нас... Продолжение с опресса этого. Ты будешь по мутону стрелять в любом случае. Ты пытаешься флангануть, чтобы стригерить его. Но фланга... Как и в тот раз, у нас нет. Ну ладно, давайте его убивать просто. Оператность там очень хорошая была. Да, но проблема в том, что... Нет. Нет, нет, это была бы ошибка. Сначала с найпами у него реген прошел. Есть, попали. Вот сейчас можно убивать. Потому что там хп. Не хватило бы мне урону. Так, я бы здесь еще немножко отступил. Ну, как немножко. Сильно отступил бы. Нет, ханкернул бы. Нет, под гренку хочешь? Здесь выстрелы перезарядка. Ну, такая вероятность. Ой, молодец. Сейчас попробуем леммингом там. Если обнимание отвлечь, гренки у него нет. Но угол будет сносный. Если оценим сейчас вероятность. Если плохо, то... Нет, 33. То ханкер тогда. Бежал. Боится. Правильно. 72. Отлично. Но ответный там 1%. Господи. И снова удача. Мы потеряли одного лемминга, из которого хотели делать пулеметчика, но он был вообще без звания. И ранили одного снайпера. 4 повышения. Тяжелое ранение у снайпера. 43 дня. И у медиатора ранения 17 дней. Ё-моё. Я продолжаю терять людей. Хорошо, 6 дали. Ой, тут пулич с двойным. Меткость, правда, плюс 1. Ганер новый, 77, 78. Блин. Инженер. Снайп 73, 74. Окей. Элери, сплавы. Компьютеры поврежденные. Уничтожена фаланга. И лазерную винтовку на починку. Сплавы как раз появились. На сером рынке сразу продаём ненужные повреждённые источники энергии и борт-компьютер. Всем добрый вечер, друзья. У нас сегодня, конечно, сумасшедшие по сложности для миниатрай. Ээрокосмические процессы. Сколько там нам до Гаусса? 6 дней до Гаусса. Тренировка, ремонт, бронекостюм, снайперская винтовка, лазерная, медпакет через 5 дней. Автомат Гаусс. Вот неделю продержаться будет значительно проще. И, конечно же, нельзя ни в коем случае... Может, потратить ещё сейчас на Лейминга, друзья? Давайте. Я чувствую, что мне нужны людям. Хорошие, перспективные. Мы потеряли спутник. Это минус... Страна, которую он прикрывал, не будет вкладывать деньги в наш проект, пока мы не восстановим спутниковое покрытие. Я запускаю снова. А потому что бонус... Видите, минус 186. Спутник запущен. Запустили и минус 84. Похоже, но тем не менее... Возвращаются в строй, пацаны. Есть. Новобранцев потренировали. Потренировали ещё. Улучшенная лазерная оптика. Есть. Это плюс единица урона тому, у кого будет улучшенная лазерная оптика. Передовая эра и космические... Надо сейчас посмотреть, что они открывают. Бронированные перехватчики в литейный цех. Бронебойные ракеты. Бронебойное оружие в литейном цехе. Улучшенная авионика. Проект Супер Рейнджер в литейном цехе. Что? Ничего не могу делать. Блин, лучше наболитистику надо после автомата делать. Это прям всем сразу. Ёпары с этой бронированные перехватчики. 200 сплавов. Мелты 400. Вы серьёзно? Бронебойные ракеты. Из-за того, что я на лоб преследовал на гуманской скорости, запретение высоте топлива. Невозможно установить несколько боевых систем. А, это второе оружие. Капец. Бронебойное оружие. Это грейд перехватчиков. Авионика. Система наведения перехватчиков. Точность будет лучше. Пока что самая доступная, это авионика за 400. Потому что по сплавам, по фрагментам, плюс точность, это то, что нам нужно. Супер Рейнджер. Наш уникальный самолёт Рейнджер. Невероятно универсальный, так как в загрузке большего отряда, дальность полёта, честно, снижается. Усилив Рейнджер, сплавами добавив дополнительные места, мы сможем отправлять больше отряды. Короче, копим сплавы. Супер Рейнджер хочу. Так, новый проект, исследование. Что-нибудь такое, что... Да, хочется мобильную силовую броню. Или улучшенную Гаусску. Хотя бы точечно в снайперскую винтовку. Бах, Гауссовскую. Не дочитал, говорит. Не дочитал. Подождите. Отправлять отряды в любую точку. К сожалению, это потребует длительной дозаправки по договорённости со сторонами Совета. То есть мы сможем транспортировать большие отряды только при запланированных атаках на статичные точки угроз. Например, база пришельцев. Кратковременные контакты при такой выброске просто не будем спать. Понял. Ну, ясно. Это только под определённый кейс у нас. Не, я думаю, надо быстренько ксеногенетику и компьютеры пришельцев. Потому что, ну, возможно, они откроют что-то хорошее. Спутник выходит на орбиту. Оптимист возвращается. Инженеров-замутонов. Ладно, готов. Отремонтировали. И у нас медпакет улучшенный. Еее. Давайте вот сейчас Гаусса ещё. Инжей на Thingman of Oak. Хотя, зачем мне Инжей уже? И автоматы Гаусса. Еее. Первый. Второй. По сусекам там скрёб. По сусекам скрёб. Компьютеры. Что дадут? Спутниковый узел доступен для постройки. Спутниковый узел. Спутниковый узел. О, вскрытие дрона. Вот, для вскрытия хорошо. Что бонусный урон у нас был. Вот. Кто угрожает? Эти как бы не очень угрожают. Но вот сикера можно вскрыть. Плюс ещё, что там не просто по ним будет бонусный урон. Они же там инженеры-замутонов нет. Экономию патронов. Деньги откуда ты возьмёшь? Байцы пришли. Тяжёлый пулемёт Гаусса. Да! Мы дожили. Вскрываем искателя. Что доступно? Хамелеон камуфляж. Противодействие НЛО. Имплант-респиратор доступен. Имплант-респиратор. Модуль, который автоматически регистрирует химический, физический перебывок с кислородом. Необходимо было бы тело боится кислородной трубки. Это неприятно, но это жизненно важно. Такой модуль может быть установлен в любую броню XCOM. Будет передавать данные на базу оставшимся количеством ходов до смерти оперативника, когда он стекает кровью. А, то есть мы будем видеть, какое количество ходов остаётся. Противодействие НЛО. Теперь, когда мы знаем принципы работы вооружения, мы сможем разобрать контрмеры, которые значительно снизят шансы попасть по нашим перехватчикам. Ё-моё. Камуфляж. Снизят шансы противнику во время боя попасть по нашим разведчикам. Ё-пы-р-с-э-т. Вскрываем дрона. Один день, как бы, и по ним будем бить сильно. Ох. Ой, баллистик уже... Мы от помощи не откажемся. Я же баллистику улучшенную не заказал. Ой, косяк. Такой дурак. Улучшенная баллистика. Она же работает на этот... Все готово к работе. Литейные машины раскалены. Когда мы закончим, я вам сообщу. Так, имплант. Что делать? Сохранение припасов дорого. Дорого. Пистолеты не нужны. Пока не нужны. Не пользуемся. Элери в огнеметах. Не пользуемся. Бронебойные. Не пользуемся. Ну, то есть, дорого-дорого. Авионика дорого. Противодействие дорого. Супер Рейнджер. Улучшенные методы сбора. Сканирование НЛО. Наше текущее исследование, типа, по НЛО, проявление своих действий, что можно точную информацию по летам. Очень дешево, кстати. Могу сейчас делать это. То есть, мы можем видеть, что будут делать НЛО. Давайте сканирование сделаем. Сканирование. Немного трупов Thing Man. Сколько там? 65 нужно, да? Да, в литейном цехе скучать не приходится. Так, имплант. Я предупрежу их, что вы начинаете новый проект. Веерный, тяжелый, обрез, лазерный пистолет, теплоизвучатель. Это было, было, было. Камуфляжка миллион. 65. Снизить шансы. Что именно? Улучшенный камуфляж. Создает помехи системы связи. Дает разведчику бонус при защите при умении молниеносной рефлексы от критических попаданий. Дает еще 4 к защите. Но пока это не критично. Ну, то есть, помогло бы разок, но нет. Так, этот. Когда здоровье оперативника опустится до нуля первый раз, то вместо смерти оперативник продолжает достигать кровью. Одну очку здоровья дает. И полный иммунитет к удушению. И отравление кислотой частичный. Точно нужно передовой давать. Два делаю, два делаю, два делаю. Это спасает от смерти на передовой. Пацанов. Блин, где он? Один только смогу сделать. Сплавов не хватает. Вскрываем дрона быстро, смотрим, что там. Ох, наносплавы. Ну, я понимаю, что их у меня мало, но деньги сейчас важнее, друзья. Деньги сейчас критичнее. Кстати, что по поводу у нас спутников? Один доступен, я же хотел страну спасти. У меня есть еще один спутник? Нет. И ты его не успеваешь сделать, да? Это потому, что ты вернулся ради бонуса. То есть теряем мы... Блин, там еще оперативники у меня возвращаются. Еще бы раненых дождаться. 6, 10, 8. Вот эти вот трое придут быстро. Остальных ждать полтора-два месяца. Четверо оперативников внизу. 72, 68. И хорошие, плотные, мобильные. 68. Ну, это такой. Короче, выше среднего дали оперативников. Это радует. 98 школа офицеров. Что хотел? Спутник хотел сделать. Да, в любом случае нужен один спутник. Вскрытие дрона. Что дает? Голографический целеуказатель. И ремонт. Голографический целеуказатель. Для мэков и бмпшек. Ремонт в боем. Понятно. Система энергии пришельцев. Ксеногенетика. Быстрый проект. Давайте. Ну, сплавов нет. Я не могу уже исследование нормально делать. Новобранцы новые пришли. Это еще 4 человека. Еще 4. Смотрим. 60 убогий. 66, 65, 63. Плотный, мобильный, средний. Такое себе. Ну, лучше, чем мои остатки, конечно. Обнаружен анапланетный объект. Высоко летит. И он, кажется, сканит. Да, у нас средний размер. У нас 2 человека. Они не справятся, скорее всего. Нет, не будем. Или спутник, что ли? Или инженеров? Нет. Шеф, мы потеряли часть спутникового покрытия. Теперь мы не сможем видеть объекты в этом регионе. Россия может выйти. Мне нет бонусов по деньгам. Мы получаем сообщение о новых похищениях людей. Поехали. Места происшествий отмечены на глобусе. Итак. Бойцы на выбор есть? Плюс сейчас хороший квип у нас будет еще. Что, пробуем Дмитрия Михайлова с новой пушкой? Или будем под... Нет, ну, Дмитрий Михайлов тоже хороший он жим. Автомат Гаусса. Ах. Ах. Что еще? Точно прицел. И, скорее всего... А, у него точность это... Благодаря там... Из-за того, что ушла... Ушло лазерное оружие, ушел бонус. Ему, видимо, нужно добавить прицел. Увы. Что он ниже сотки. Разведчика качаем. Лучше этого довести до высокого уровня, чем использовать топово. Кто мне нужен? Пулеметчик тебе нужен. Тебе нужно как можно больше леммингов. У тебя... Тебе нужен штурм. Обязательно один. Из новых. И разведчик новый. Так. А, кстати, а почему мы этого инжа не можем использовать? Как инжи там не менее нужны? Защита не очень. Подождите. Так, хорошо. То есть я беру одного пехотинца, Дмитрия Михайлова. Беру... Медика. Ок. Что за местность? Одна или более постройка в удаленной локации. Точно не разведчик. Возможно, кстати, снайпер, но что же не топовый. Да, его нужно докачивать. То есть мне нужен третий пулич. Хорошо. От пулеметчика что тебе нужно? Защита, точность. 3,67. Ему он все равно на два хода ходит, поэтому маневренность ему особо не нужна. Вот эта пулич будет у нас. Пулич. И надо новое имя дать. Так. Ростокот будет. Ростокот. И один разведчик. От разведчику нужна в первую очередь мобильность. А мобильных пацанов мне не завезли. У меня выше тренажки вообще никого нет. Здоровье ему как раз не очень критично. Ему в первую очередь разведчику нужна мобильность. И разведчик мне очень нужен. Давайте вот 14 возьмем вот этого упыря. Вместо инжа будет у нас разведчик. Что мне мешает. Уже 15 маневренность. Хорошо. Так, и это будет у нас Евгешин. Евгешина. Еще два вакантных места. Пехотинец, разведчик, медик, снайпер. Пулеметчика нет. Одного из двух бы я взял. Но у меня же только один. Второй пулеметчик ранен. На 4 дня. Это почти фатик. Да, давай возьмем пулича тогда ему. Вот в чем прелесть пулеметчика. В принципе, программу минимум они выполняют. То есть, как только появляется сапресс, уже частично задачи решаются. Да, берем Вандорна. И внимательно. Кого тебе еще не хватает? Инженеров двое. Окей. Штурмовик тебе нужен. Тебе нужен штурмовик, но по маневренности мы же смотрели особо тут никто. Вот он прям очень нужен. Маневренный. У меня есть один, вот живой. И второй. Тяжелое ранение 47. Может за неимение мы лучше пока возьмем какого-нибудь... Какую-нибудь тренажку толковую. Ну, то есть, чтобы был плотный и маневренный. Три, например... Тринадцать и пять, если есть. Вот, пять, тринадцать. Штат восемь. Он еще плотный. Да, давай так. Штурм. Так, и... Ну, все у нас, фруктов только. Фруктов. Теперь экип. Дмитрий Михайлов понятно. С разведчика тоже вроде бронекостюм, лазерный... Маневренный с хорошей пистолет-пулемет. Да. Андердяк. Панцерка. Лазерная винтовка пока что... Не факт. Пока что улучшенный лазер для бонусного урона. У него как раз лаз свободный. Снайпер у нас пока с лазерной винтовкой. Вот ему тоже можно дать вот этот патрон клевый. Плюс урон. Сошку надо дать. 99 плюс 12. Я мое. А, мы флинты еще не... Вот, это ж сокол. Блин, я забыл. Это ж соколик. Я хотел бы... Соколик! Так. Броник, к сожалению... Подождите, я нажимал на кнопку снять? Кажется, не нажимал. Да, и панцерка сразу. Давайте леммингов пока не будем одевать как надо. Медик, снайпер, ок. Там пулеметчик у меня хороший. Но он в бронекостюме уже... И у него же тяжелый пулемет Гаусса появляется. Гоп-пэм. 6-10. Ну, базовый вообще слабенький. У него бронебойные припасы еще. У него двойной выстрел. Он псих ненормальный. Нет, пакет пусть остается. Разведчик. Новый. Броня, ок. Карабин, ок. И прицелы появились сразу тебе, да? Я думаю, даже пулеметчику вместо аптечки дать прицел. Потому что с двойным выстрелом он просто давит. Автомат Гаусса. Да, можно сапу дать. Автомат Гаусса. Потому что он... Да, ему и прицел. И автомат Гаусса. Окей, ладно. Так. Ростокот. Пусть бронекостюм. Лазерная винтовка. Вместо осколочной даем ему, наверное, прицел. Потому что с меткостью беда. Тут еще вот так вот броню. Еще так. Прицел, видимо. Тут только крит. Я, наверное, лазерный ему дам. Итак, что у нас? Бойцы готовы. Появляется уже оружие хорошее. Топ-1 здесь, конечно же, Дмитрий Михайлов. Который... Ну, который должен разуплотнять, конечно же. Меткости у него хватает. Увервочий у него максимальный. По цели ему наносит бонусный урон. Плюс грыданулась у него пушка. Разведчик с инвизом идет. Медик есть. Страховочной аптечки не вижу. Страховочная аптечка раз. И фугасная гринка два. Третью аптечку бы взять. Лучше так. Аптечки грейжные хорошие. Поехали. Ой. Я вот не мог тот... Ту штуку сбить. Скорее всего, у меня перехватчики были. Ой, знаю. И связи с гурхасом. Похоже, пришельцы решили ударить туда. По данным радиоперехвата, в одном крупном городе уже... Я послышала, что здесь топают люди. Вас понял, рейнджер. Я, скорее всего, не застанчиваю. Так, ну смотрите. У нас огромный ангар по центру здания. Полное укрытие сложно ушатываемое. Да, Соколик без брони, к сожалению. Это плохо. Так, ну что? Как работать-то? Как работать непонятным? Давай на угол. Лево брать или право брать? Или центр вообще брать? Куда? Что делать? Вертолет нам не нравится. Тем более, что здесь можно хорошо пострелять и по этой части. И здесь... Да, давай попробуем... Попробуем... Сначала посмотреть, нет ли здесь пака, который прячется в машинах, чтобы ко мне фланг не вышли. Не вышли, хорошо. То есть, в принципе, мы можем размещаться постепенно... Вот в этом районе, да? Андердяк у нас будет как капитан где-нибудь здесь. Евгешина чуть поближе. Какой же кулич классный. Не нравится мне все равно это место из-за вертолета. Тут не все могут с нормальным обзором сидеть. Да, двигатель Михайлов еще потенциально флангуется. Надо сейчас следующий скан влево пускать. Прислушаться, конечно же, еще. Соколик без брони. Это прям... Трагедия. Слушай. Мутоны внутри. У меня тут не будет возможности подкайтить, понимаете? Окна. Не хочется вообще туда приходить. Пробую проверить левый фланг. Там вообще каверов нет в том углу. Ой, ну там вышки какие-то интересные с топой. Да, ну без укрытия они. Не, скорее всего, вся движуха будет вот здесь, вот здесь, вот здесь. То есть, мне нужно как-то... Размещаться, может даже сдвинуться чуть сюда. Уж на всех не хватает. Нет, дальше сюда нельзя лезть. Без разведчика нельзя. Ой, соколик, соколик. Соколика бы вообще назад куда-нибудь, вот сюда вот. Пока так. Прицеливается. Четыре пака здесь. То есть полтора-два десятка. Ага, внутри. А это что за звук? Это мутон. Так, давай-ка разведчикам через открывание двери. Увидим. Вот он, два литона. Окей. Так, они пока не видят. Инициировать, скорее всего, надо будет вот именно с... Да. Но направо идти пока раном. Готовность номер один. Просто потому, что... Я не уверен в том, что там... Блин, вот сокол он был перевестим. За этот. Еще мутоны. В другом паке тоже мутоны. Окей. Значит, разведчик с места не кинет скан, к сожалению. А, и он выйдет сейчас, он же спулит. Блин, тут плохо. Дверь уже не закрыть. Ну, давай, ладно, ротацию делаем. То есть снайп у нас выходит вот сюда. Пол каверы, максимальное отдаление от... Правда, есть еще один боец, но... Хотя пусть останется на поддержку. А8. Нормально будет. Так, соколик. Соколик уже опытный, на самом деле. Надо попаково пулить. Скорее всего, подходить, открывать дверь. И пытаться пострелить снайпером на длине. А эти все никак не уходят, гады. Не, я, конечно, могу сделать круг и сбить там, но... Может, на оверх их принять? Ну, пофиг, что они сейчас пойдут. Ну, увидели и увидели. Поехали. Ну, спулили хоть так пока. А, не, он так не пулится, да? Если одна клетка, то не пулится, получается. Окей. Ладно. Разведчик продолжает... Исследовать местность. Справа еще шаги. Ой, сильно справа. Так, давай-ка сначала так. Слушаюсь. Ой, что-то не хочется мне. Или послышалось. Зверенный. Да мне нет инжа, там урон все равно будет. Такой. Здесь, чтобы кинуть зверену, ты должен... Открыть двери. Откроешь двери и спулишь. Ну, можешь открыть, конечно, инвизну. Зверену кинуть, попробовать. Пока у тебя вижен нет. Мне интересно, где остальные паки. То есть, с этим паком все понятно. Еще летуны есть. Мне послышалось, что еще справа кто-то есть. Нет, справа никого. Это радует. Тогда, о, можем начинать с этого пака. Да, там есть только... А, кстати, снайперу может и этот пак спулить. Но лучше с ближнего начинать. Лучше начинать с ближнего. Более, снайпер не видит все цели. Я бегу! Мне не нравится, как пулеч стоит. Прям не нравится. Ладно. Пока так. Надо поменять местами. Пулеметчик не должен страдать. И стоять на... За полуукрытием. Убираем, соответственно, лемминга здесь. Евгешин, ты пока что на слемминг. Смирись. Все, следующий ход пулем. Следующий ход пулем. Пак не очень многочисленный, не очень опасный. Вот он сопрессится, летуны отстреливаются. Главное, что бижен был. Ну, подвижем гренка, если что, у нас есть. Вот этого как раз. Открываем. Здрасте. Ой, хорошо. 32, 57, 42. Снайп как? 66, 96. Дима Михайлов. Никак. Никак Дима Михайлов не работает. Можно попробовать снести стеночки. Они мне не очень нравятся. Я бы даже сказал, они мне совсем не нравятся. Только, скорее всего, надо будет выводить разведчика еще. Да. Разведчик выйдет из инвиза, понятное дело, бла-бла-бла. Стоп, а гренка как у нас пройдет, если мы уберем разведчика? Как она у нас пройдет? Хреново она у нас пройдет. Она стенку не разрушит. Тут точно сопресс на этого, чтобы не... Ой, какой звук неприятный. Я бы отступил на самом деле, но мне некуда отступать. Я лучше штампанусь попробую вот этого, товарища. Соколик не добивает. Вот этого. Новые звуки пошли. Можно флангануть мутоны, конечно. Ты можешь еще пак спулить. Блин, ну место шикарное просто. Фланг и овервотч. Есть. Дмитрий Михайлов занял прекрасную, прекрасную позицию. Андердяк поближе к остальным, чтобы эти командирские штуки работали. Разведчики, естественно, у нас убегают. Далеко. Здесь штурмовик потенциально. Не, там гренка может прилететь. Блин. Давай сюда. Привет, мучка. С богом. Пак бежит ко мне. Боюсь и летунов, конечно, но они там... Они могут флангануть. Побежал мутон из-за фланга. Получает сразу 7 урона плюс подранок. Там есть еще овервотчи. Дмитрий Михайлов... Оба промахиваются. Еще овер. Есть, убили. Блин, у меня же пулеметчик сейчас флангует. Он же флангует? Нет, не флангует. Хорошо. У этого еще меньше вероятность. Хорошо, живем пока. То есть 76. Сопрессим правого, убиваем левого. Это как бы все понятно. Сопресс пошел. Снайпер работает. 86. А, давай... Нет, я хотел с критом, но не отменил действие. Промах 86. Хорошо, что не критонул. Дмитрий Михайлов не видит ни черта, и я боюсь, что ему как раз сейчас вредно подходить. Сюда может подойти, потому что может увидеть летуна второго. И меткость у нее все равно хорошая. 8 урона. Вообще классно! Так, тут... Тут может овер сработать, по идеям. Так не сработает, но отсюда я не хочу выводить человека. Давайте проверим на молниеносных сработать. Не сработает овер, не сработал. Хорошо. Соответственно, ты сюда под кавер. Давайте вернем, наверное, разведчику, потому что мне будем... Узнать, где там следующий пак. И иметь возможность по нему работать. Блин, это тупырь вообще ни о чем. Да, летят. Сейчас пулем. Ну, от первого пака практически ничего не осталось, поэтому нормально. Глухая. Боиспособность. Хорошо. То есть мы отстреливаем левого. Сопресим правого. Остальными оверим, потому что динамика такая, что по нам просто... Ну, на нас выходит. Перезаряд, ковер. Перезаряд. Овер, точнее. Овер. Перезаряд. Так, здесь, к сожалению, я могу только вот как-то так пробежать. Ну и все. Да. Выбегает спрайминг на Дмитрия Михайлова. Попадает он по летуну. Блин, точности не хватает, конечно. Мутоны назад. Но тут же Дмитрий Михайлов под зад мутону. Семь урона. Спулин новый пак. Один процент сопреснутый не может попасть. Блин, как же хорошо Димка Михайлов, а? Пак спулился и все, и до свидания. Так, 76, 90. Что по... Никого сопресить, может быть, даже хэвик у нас отойдет. Подожди, подожди, подожди. А если с канту докинуть на случай, если у нас просто вижена не хватает, как ты прокинешь, каким-нибудь чудом прокидываешь? На первом этаже, да? Да, вроде. Поехали. Большой брат всегда с тобой. Не прокину. Это второй этаж. Так, думаем. Одного точно сюда хоть помогать будет. Но не сейчас. Надо оверы снимать, конечно же. Ну давайте, ладно, начнем с самого ближнего, самого опасного. Снимаем соколом. Overwatch. Очень ультимативно. Здесь, скорее всего, приказ над Дмитрием Михайловым давать. То есть он должен стрелять. Или мне нравится, как он стоит. Понятное дело, что он должен, типа, овервотчнуть с полным боекомплектом. Ему, кстати, хватает и на выстрелы на овер. Даже без приказа. Но как насчет метки? Пулеметчик будет ставить метку? Его могут флангануть мутону, вот что я боюсь. Можно пока перезарядиться, на самом деле. Потому что не всего два патрона. Отступить и перезарядиться. Такое себе. Это надежнее. Ладно, Дмитрий пытается. 59. Хорошо. Дальше он Аверит. Здесь тоже овервотч. Блеминга на будущее отправил в период. Ну, чтобы он просто фарговал. Здесь это не последний пак. Ну, потому что там он вообще не играет. Здесь овер. А здесь тоже. Мутон выходит раненый, 50%. Евгешина стреляет. Попадает. Молодец, но чуть-чуть один хит оставляет. Зачем? За что? Ну, он флангуется. О, а вот это уже Дмитрий Михайлов с критом просто. Вообще, вшотывает мутон, вшотает просто с одного раза. Ну, у него там вероятность попадания и вероятность крита запредельная просто уже. Так, мутон рычит. Кого мы спулили? Сколько осталось? Один мутон остался. Но это не последний пак, естественно. Евгешина качаем. Поехали. Ну, 72, Евгешин. Блин. Давай так. Отходим, перезаряжаемся, верим. Блин, пушки, конечно, да, они того стоят. Ну, для такого класса. Новый пак здесь же. Четыре мутона. А, милишный мутон уже. Не знаю. Наверное, убегать. Так, ну, я думаю, что надо вот сейчас вот так выстраиваться всеми. То есть вот раз, два, три, четыре. То есть вот именно от этого играть. Вроде успеваем подойти. Полечим сюда. Нет, 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 нет. Нет, вот Дмитрия Михайлова сюда, это да. Мчусь. Сюда еще одного можно поставить. Два их тоже надо убирать. Тут углы аховые просто. Давайте пока сюда. Не хочу это добежать. Вы бы знали, насколько я не хочу. Так, тут уходим. Маскировочка будем мониторить. Готовимся, перезаряжаемся. Кому надо, прицеливаемся. Да, они бегут. Снайпом надо пытаться прострелить, но там что-то вообще угол не тот. Разведчика выманивается. Не, ну это посложнее предыдущих. Ну, пули, мне не надо, чтобы они выходили слева. Я должен уходить вот куда-то сюда. От них. Пулим баг. Основные пойдут через парадный вход. Вырежена у них нет. Но близко подходить нельзя, там миличный бутон. Уже иду. Ухожу, Семен. Поверим, друзья. Натисканирую. Нравится мне, как это попырь стоит. И это тоже не очень. Лучше так, безопаснее. Здесь придется отсюда уйти. С богом. Прицеливаемся. Овер. Ну, выстрелы и выходим на Овер. Лежит мутон. 44. Евгешина стреляет. Он не с той стороны выходит, к сожалению. 83. 8 сняли. Хорошо. И еще выстрел. Отлично. 5. Половину хп уже сняли. Еще бежит. И он здесь. Хочу метку. Хочу. Ну, не знаю, откуда я его буду видеть. Отсюда вряд ли. Здесь опасным. Ну, не, ну, это тоже не... Не... Не серьезным. Так, полуукрытие. Может, пули чеметку поставить. Да, у меня двойной выстрел. Он вообще ушатывает. Давай. Раз. Главное, без паники. Все, пулеметчик больше не может ничего сделать. Если у него двойная выстрел, как его просто ушатывает. Подходите, гады. Если вы могут продолжать идти, я бы этого товарища убрал бы куда-нибудь сюда. Снайпер-целец там еще три мутона. Че, пугается, что ли? Да, они там сидят интересные. Что это такое? Так, пробуем вывести снайпером. Да, укрытия не будет, но... Вроде это не так страшно. Ах ты гад, а. Выходит так же, как и милишники. Надо сюда передислоцировать народ. Вот, хотя если мы милишника приняли... Там их больше просто, понимаете? Фруктов стреляет. Все мажет, все мажет. Обнаружили. Это плохо. Фулл кавер, он может стрелять. 27. Беда. Повезло. И третий еще где-то. Так, ну мы видим одну цель. Полич достанет до нее, не? Нет, Полич не достанет. Разведчика оставляем для... Ну давай, ладно. Голограф у того раннего. Он уже по разведчику не будет попадать. Соколик пробует убить. Ну, убил просто 19 урон. Капец, какой крита. Здесь выстрел один плюс обер. Блин, ну 77. Метки здесь нет. 82 промах. Ну что, ребят? Не могу его снять. Ясно. Начинаю наблюдение. Набегает, слава богу. Ну, потому что в нее... В следующий пошел занимать его место. Я продолжаю просто постреливать. Просто мимо. Здесь раз. И два возврата. Мне не нравится то, что Дмитрий Михайлов. Как бы он не алло. А он должен. Давайте его сюда. Потому что рано или поздно мутон там придет слева. Здесь прикрытия хватает. А он не алло. Блин, мутон куда-то вообще непонятно куда уходит. Снайп видит еще одного. 71. Давай, 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 давай. Раним. Отлично. Давайте все. Я, наверное, подходить буду постепенно. Надо было перепроверить. У меня два мутона осталось. Последние нет. Да, но это не последние. Скорее всего. Как всегда, Дмитрий Михайлова на угол. С пулеметчиком. Пока его на этот угол. Пока освобождаются места, подтягиваемся. Здесь перезарядка, потому что не можем ничего сделать, кроме... Тут чуть поближе, потому что можем. Тут пока перезарядка. Нет, не перезарядка. Да, подходи уже. Следующий ход уже. Куда идем? Снайп не работает. Снайп не работает. Его только сапрессим, видим. Мне здесь, видимо, гренка нужна. Пошел сапресс. Звук очень нравится, конечно. Граната есть. С места я ее не докину, понятное дело. Надо выходить. Скорее всего, мы за фулл кавер выходим. Сносим укрытие. Нет, выгодно, чтобы здесь как можно меньше стенок было. Дмитрий Михайлов может. Тем более, второй там далековатый. Он делает овер, естественно. Потому что мутон не справится. Он метнется. Тут прицеливаемся. Тут подходим не совсем, но поближе. Здесь лучше уйти в инвиз. Все-таки, чтобы не прилетело и узнать, где второй там находится. Побежал, умер. Тут все просто. Это даже пулеметчик. Видите, что творит? Так. Разведчик. Разведчик должен нас искать. Следующего врагам. Заходит, смотрит раз. Заходит, смотрит два. За зданием, скорее всего. Ставим пулеметчиком. Не рискую. Дмитрий Михайлов. Здесь тоже лучше полукавр сделать. Нормальным. Так. Тут подтягиваемся просто. Па-па-па-па-па-пам. Смотрим. Смотрим, слушаем. Может быть, кстати, он один остался. Потому что как-то подозрительно тихо и быстро проходит ход. Мне кажется, надо скан кинуть просто Что дальше сложновато Но я думаю, что вот он здесь Где-то за домом стоит, кукует Да, он вообще не определяется В принципе, можно с Грэпплом Куда-нибудь прыгнуть сюда К сожалению, на следующий ход Не, не торопись Во-первых, нет гарантии, что он один Да, ну, похоже, он один Мы можем по нему стрелять, 70 Мы можем его подсопресить Соответственно, точность будет выше Тут масса людей по нему может пострелять Ну, как масса, минимум 3 человека Это уже очень классно Хорошо Да, 10 человек, изи Так, никаких ранений Основной состав Опробовал новые пушки, новые моды Возвращаются домой И Пулича и Евгешин прокачались Растакот Ну, это новенький Пулич Пулич Раз Евгешин Разведчик Плюс 3 меткости И еще штурм фруктов Но он, как бы, здесь не штурм Надо его из Кстати, у нас сплавы появились Мы видим все В ремонтном ангаре чинить нечего Сплавы 16 Но 16 сплавов особо не раз Не разойдешься Что пушки стоят там 28 нормальная пушка Какие у нас? Прицелы хватает Сошек хватает Оптики пока хватает Чем дальше Тем Камуфляж Хамелеон Имплант-распиратор Надо было Вот я что забыл сделать Может второй сделать имплант А кто у нас на передовой? Ганнер вообще не хочется давать Это нужно давать Кому-то, типа, штурмовику То есть одного хватит Или саппорту Саппорту Саппорты, они у нас в звании На них у нас строится Очень много всего Саппорту обязательно То есть у него Один слот аптечка Все, второй Респиратор О-о-о-о Два дня потеряли Один день Из-за лаборатории Оперативный штаб Секретная операция В Египте Я думаю Надо послать туда Ранганера базового Маневренность На него хорошая Керамиком Ты в прошлый раз Хорошо зашел Секретный агент Направлен для уничтожения Группы Видимо в производстве В производстве предметов Спутник Один делается Чем же второй А не успеем Все равно Страна выйдет Логично Террор Я только что Отправил штурмовика А второй штурмовик У меня тяжело ранен Городское желание Массива Несколько сооружений Но есть Основной состав Конечно Разведчик точно идет Инженер Скорее всего Потому что Гренки Могут помочь Медик Да Два пехотинца Берем Нужен ДПС Снайпер Было бы неплохо Я не знаю Что это за Тип миссии Нужно ли мне Брать Пулича У нее Правда Все равно нет Несколько сооружений Большой То есть второй снайпер О бобер Смотрите Капрал бобер Это Это не я придумал Давайте пусть бобер У нас будет А то я с собой Никого не называл Снайп бобер Так Бобер Так Последний слот Медика Не хочется Брать Хотя он Хорош Не Я бы Лемминга Одного На прокачку Взял Перспективного Кого не хватает Штурмовиков Не хватает Мне кажется Убили Лемминга Который должен был Становиться Штурмовиком Жалко я не могу Базово Так Окей То есть мы Без пулеча Идем Да Двадцать четыре Часа Может быть Стук ранений Недельку продержаться Будет плюс три человека И пулеметчик вернется И медик еще один Так А что по назначению Кстати Нет 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 Терроры Были мне разные То есть были терроры С миллионом Крисолидов И зомбарей Которые крайне Сложно проходятся Без Без штурмовиков Желательно парочки Сканеры Очень пригодятся Инженер у нас Скорее всего Без дымов Пойдет То есть бронекостюм Пистолет Пулемет И миллион Осколочных Гранат Прям миллион Он и саперы Как бы Хотя ему нужно Пушку выделить Но у него с маневренностью Беда Пока не будем Хотя маневренность На терроре Очень важна Медик Оптимист Бронекостюм Что медику дать Респиратор Да у нас Но он не успел Сделаться К сожалению 75 меткость Прицел тогда Лазерная винтовка Да ему Лазерная винтовка Потому что у нас Два пехотинца Которые Должны брать Винтовочки Гаусса Прицелы Естественно Но меткость Не такая классная Чтобы отказываться От лазерного прицела Второй пехотинец Тоже бронекостюм Тоже Оружие Гаусс Это перспективные Но не опытные люди Снайпер Бронька Снайперская винтовка Есть Сошки Да Прицел Или пробивание Вообще нужно пробивание Потому что У них скорее всего Максимум будет А урона Будет катастрофически Не хватать Еще один снайпер Бобер У него К сожалению Нет Подождите А может все таки У разведчика Убрать костюм Да Ему не так критично Именно наверх Забираться Городской массив Большая область Значит Можно куда то Запрыгнуть Скорее всего Лазерная снайперская Еще Сошки И последний прицел Блин Хорошо Это последний Да Штурм у нас есть Ему Броню Но это будущий штурм Точности нет Поэтому Карабин На прицел Менять А мы можем Ему это кстати Вот так вот дать И страховочную Гренку Потому что Она все равно Гренки будет Кидать Итак У нас есть Инш Который может Закидывать Большую область Только вот Мы ему Пулемет дали На этом На винтовку Дадим Он Дико Потеряет Поехали С Богом Тетерка В тетерку Пока хватает Мне нужен Запас По бойцам И ждать Тех Кто вернется Из больнички Там полдюжины Бойцов Так Внимание Никого нельзя Отдавать Нужно людей Прокачать Поступают Сообщения Что чужие Нападают На мир Учителей В одном Мегаполисе Мега опасная Миссия Народу Очень много Ёпресс Это я не знаю Эту карту Штурмовый отряд Занял позицию Рядом с точкой Жду подтверждения Вас понял Рейнджер Штурм 1 Приступайте к выполнению У меня начало Просто аховое Ни хрена Вокруг нет Так Но с другой стороны Тут конец карты А тут фулл кавер Взорванный Хорошо Мне больше нравится Правая часть Потому что Так аккуратно Сначала Топовый Разведчик Не надо Направо Уходить Подходит Смотрит Сразу Видит Кто Сикеры Хорошо Новость Что снайпы Могут Прямо В угол Уйти И всю Эту Миссию Работать Без Особых Проблем Скорее Если у меня куда больше Деваться Да Они Вынуждены Идти сюда Раз Два Поехали Плохая новость В том Что сикеры Слишком близко И в принципе Я если двинусь То могу их спулить Поэтому мне надо Сейчас Бачком Проходить К Выполняю К этой машине Единственному Укрытию Нормальному И эта миссия Как вы понимаете Уже не Зомби С кресолидами Это миксовая Миссия Но сикеры Это не самый Опасный Пак Прямо Скажем Мирных Мы уже Минимальное Количество Спасаем Но Дверь Открывается Внутри Дома Мутоны Ой Ой Кто это топал Так Механически Мне же по хорошему Нужно в этой миссии Еще мирных Спасти больше Чем половинку Так Ну что Я думаю Что время Попытаться Популить И сначала Звинуться За этот кавер Что не факт Что сейчас Ко мне не выскочит Людям Ясно Бегу Блин Отсюда Уже Увидеть Можем Я Мигом Капец Место Мотает Видимо Прицелиться Еще разок Я не хочу Здесь рисковать Лучше подойду Вот так вот Немножечку Я не с внимания Тут тоже Я не с внимания Сынмены Еще пак сикеров Это другой Надо пулить Короче сейчас Блин Это Или это тот же Да Кто-то топает Механически Это сиктоиды Вот с тем С тем пацаном Минус 400 Говорят Борис Розор Удача чемандра Надеюсь Что это Блин Подождите Последний трай До конца Не Дальше нас будет Ждать четвертая сложность А ну это да Спасибо большое Борис Розор Большое спасибо Но вряд ли Потому что Эксперт Фотонс Успел уже заспойлерить Что я этот трай Скорее запорол Поэтому Благодарим Снайперы не работают Кстати Я бы закинул Скан куда-нибудь Туда Дальше Там дом Правда И здесь кстати Может сюда Вот дверь Хорошая тема И посмотрим Что здесь Посмотрим Что за Да Вон 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 Да Который меня унизил В прошлый раз Вон оно Очевидно Это сделано С целью Повысить его Боевые качества Максимальная Осторожность Максимальная Я вывожу Ганера сюда Вроде Нет овера Ну в смысле И этого ганера Тоже сюда Сделаем Подводим Пацанов Поближе Понял Иду Снайперы царятся Надо активнее действовать Действую Надо сейчас Пулить первые паки О Пошло Они сами пуляться Это идеальный вариант И сразу Минус один Давайте 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 Овер Ой Молодцы Такие вероятности Невероятные Попадают Кибердиск О И фланг Попадаем По киберу Ёпкрас Нет Ими кто это Че бежит И здесь Семены Охренеть Я всех Спунил Я зашел За Единственное Блин Ближайшее Укрытие Единственное И получил И получил Я не знаю Как я буду убивать Тут Просто никак Так У меня Сапресса Нет Кажется Это все Я могу Конечно Попробовать На себя Выманить Разведчиком Как-то Что там Здесь Здесь Как бы у нас Сектапот Будет Вылетать И тебе Гренка Закинет Следующий Вот Скорее Всего Блин Прямо Пробежать За него Пробежать Чтобы он Он же других Не видел Правильно Он же не видит Других Видит Блин Игренок Дымовых Нет Я думаю Что нужно Стрелять По Этому А Ты Сектапота Не видишь Я думал Метку поставить Он не может Ставить Метку В принципе Слева Thingman Причем У меня Люди Может Отступать Реально Отступать Частью Просто По крайней мере Теми Кто флангуется Вот так Вот назад Чтобы они На оверах Ловили Да Потому что Здесь нет Коверов А выходить Ближе Я не могу Насколько Отступать Может Даже На фулл Ход Нет Не на фулл Ход Так Убежаем И надеяться Что На что Надеяться Михаил Ну на то Что снайперы Там Помогут Справиться Принято Работает Два человека Блин Какая Ж Это Жопа Я не могу Я должен Уходить От того Пака Мне по крайней мере Нужно С этими Двумя Разобраться То есть Мне нужно С триггерить Сейчас Ну как ты С ним справишься Скажем Нет Фенрира Надо просто Спасать Спасать И пусть он Помогает С инвизом Тингменов Ушатывается Но точно Здесь нельзя Оставаться Уходим 4% Падает Пусть подсвечивает Для снайпов Левых Тингменов Правда Его сейчас Наганут Блин А тут Подгренку Кайф Тогда Ладно, ты скорее всего сюда уходишь Или тоже назад Слушай, оппортунист назад Нет, тингменов у них не такая жесткая пушка Мне беспокоит сектопод, который как бы И вот тот пак, который я могу спулить То есть мне отсюда нужно уйти, чтобы не было гренки То есть мне нужно... И плюс еще фланг может быть То есть мне нужно вообще вот сюда и сюда поставить двух людей На Overwatch А всеми остальными валить И передислоцироваться влево Nothing man Только так Серьезно, только так Потому что так меня либо зафлангуют, либо еще что-то Смотрю в оба Гляжу в оба Молимся Есть, эти не спулены Бегут Смотреть по сторонам Обходят с вами Гражданская лица, отлично Вот мне их надо убивать Максимально Уходить Максимально Кибердиск, где... Непонятно, где кибердиск Снайп видит Это вот как раз то, что нужно нам Давай Раз Повышение Дальше разведчика берем Блин, неужели я из такой жопы сейчас Тактически выйду хорошо Не факт, не расслабляйся Пожалуйста Тебе нужно с одной стороны подсветить, с другой стороны спрятаться Тебе нужно увидеть, где... Не, сюда не хочется возвращаться даже Он там стоит Надо остальных вниз переводить Просто вниз переводить Вниз и влево Здесь держаться кое-как и передислоцироваться туда Но разведку нужно делать сначала, Михаил Ну давай тогда фенерируем вниз и скан туда У него мобильность хорошая Он вот так вот подойдет и сканки недалеко-далеко Возможно второй снайп Снайп поработает Кидаем сканер Лучше так, чтобы он не заделся Да, людей спасать надо Это, конечно, проблема Но выбираем между До паника в смежных регионах И... Ты еще не должен сейчас рисковать Жизнью Блин, там все открыто просто Мы сдвигаемся максимально Потому что здесь нет укрытия Еще раз повторяю Нет укрытия там вверху Прицеливаю Наверное Вверху 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 Не знаю Ханкер даже, наверное Продолжаем вкратце Блин, не прямо на меня бегут И спулили О боже Нет Бегает Бегает На... Обойти Еще на склассе Все Тут Нас уже высматривает И кибердисклетик Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу вали террор мин и страна ну сейчас сейчас просто начнется я пока еще весь живой хотя мирный могут еще выиграть какое-то время у меня спуле на всем спуле на все частичные уже флангование идет мэнов сколько двое до боем пердиска даже проще убить но крит по нему не идет дам поэтому идет на там сектор и да и давайте стреляем максимум урона точно меж снайпы с этим есть еще давай давай еще к ритулечку пожалуйста пожалуйста пол хп практически снял так как глядишь про можем продержаться 75 слушайте мы его добить и сможем в один ход 3 урона не там броня конечно дикой пробуем сюда план чудач мэнов надо пытаться ушатывать напали на точку есть 48 на чушь делать так лучше фланг корректирую огонь принято попадите о господи плохо все сделано есть попали подранок по крайней мере 5 быстро ловер быстро выстрел давай 45 есть убили так именно побежал ем чтобы он вес у меня был гражданский лицо как раз можно спасти давай хотя бы минимум есть есть да главное сейчас без без жести фланга нет улетает нормой блин спокойно 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 гражданское лицо у сейчас у меня два две цели под боеготовность ес теперь здесь только не 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 надо просто опытом сапресс я не знаю выстрели промахнись что-нибудь грянка кажись вланг гэмбл пробили живем не открыто повезло ой твою мать блин я вообще вот гражданских могу больше половины спасти спокойно не торопись у тебя под боком кибер диск у тебя человек на овервотче снайпер пустой один не пустой второй но нужно ушатывать этого первую очередь стоп нет подожди может быть все таки по киберу выстрелим по открытому ой по киберу вообще жара не наверное тут не надо будет уходить надо фул дпс в кибера делать этот перезарядка будут перезарядка без перезарядки но без без халявы заделась тот пока не угрожает может пока я действительно постреляем по этим поэтому давай крит они закрылся уже и скорее всего надо подходить и метку ставить что по диску сейчас мы будем просто мазать всеми если не будет метки я понимаю что потенциально под фигмайна подставляюсь но делать нечем я выхожу из инвиза стреляю 94 ставим метку молодец еще попал здесь пока не знаю здесь скорее всего выстрелом и выстрелом молодец ой ребята молодцы так погодим легкое ранение пока не очень серьезное мы в принципе можем даже закинуть гренку вот этого убить осколочный там давай постреляй 73 еще есть минус сквердиск ой броня он взрывается больше чем на одну клетку так ладно спокойно сейчас скидаем гренку сюда потому что как бы лучше не придумаешь давай единичку что-нибудь я там два броня поглотил перезарядка может приказ да нет приказывать им там овер вообще тебе лучше не подходить да с гренкой накосячил но я все равно не мог бы убежать оттуда ну походите походите время молиться мирных пошли убивать убежал овер 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 есть хорошо боеготовность окей минус гражданское не успею я половинку спасти уже не успел кажется а здесь наверно майкеру фраг надо нет бобер у нас перезаряжается все готово ну лоис не не факт дело в том что просто возможно лучше я пошла подсветить чуть дальше и снайпер сможет под этим целем работать убили кибердиск убили у этого блин самые опасные цели выщелкнули да видим кого-то снайпом уже на 82 метка сдаваемые лои стреляет есть минус я думаю надо преследовать окей мне как раз подходить ну что у меня каверов здесь нет в любом случае мне бы надо подсократить сюда господи как вырулил а капец как вырулил хотел регион уже отдавать помните ясно начинай ясно такая перезарядка вообще надо подлечить было конечно лежит сектой тупо у меня блин я реально плохая привычка грызть ногти но я что-то вообще сикеры следующий пак овервотч хорошо и они мирных будут ушатывать дальше кто-то остался у снайперов целей предостаточно начнем с наиболее вероятностных мы лои стреляют 92 минус 1 здесь конечно у бобра проблемам 6 плюс тут неплохо 87 конечно 88 не зарядка я наверно подтяну сюда плохо здесь можно гражданского еще спасти ну так для очистки совести ну вообще на угол хотел к кораблю 8 процентов сектует блин 48 как-то маловато будет я бы отступил перезарядился есть овер овер пофиг знает давай лучше так нет лечиться же ваз ладно пробуем прострелить 48 пофиг молодец вот из-за этого я не хотел сейчас по глупости меня могут ушатать просто не надо поэтому стреляй поэтому стреляй гражданский да гражданские тут конечно очень помогают выживать но их уже больше половины поэтому все забиваем снайп видит 63 снайп видит 63 и ты видишь его уже давай ставь метку 75 снайпами за неимением лучшего работа им 74 раз попал на ледобил слэм слэм ну один дрон один дохляток один искатель остается сикер у нас слева санимая на ориентировочность здесь ну и здесь то понятно дрон есть иду сюда боюсь на самом деле аптеки то нету ухожу с фланга стреляю разок здесь сразу ухожу из фланга пофиг давай команду дадим пусть постреляет еще товарищи жалко нельзя так команду сдавать надо было сейчас двигаться еще минус гражданский ладно паника в смежных регионах я не знаю что это за регион надо было кстати посмотреть чтобы шансы оценивать нормальным вот сюда нужна поддержка потому что там может и сикеры будут перезарядка перезарядка да давай влево сейчас метнемся товарищами я что что мне показалось что у него один хит остался идем ведем хэви как саппорта перезарядки овер и опять он за мирными полетел не он не знает но это это на снайпера скорее всего вижен уже будет сейчас сикер кстати может в инвизе быть хотя вряд ли давайте начнем с найпов у них хорошая меткость и как бы тут им вот нужны уже более мощные винтовки представляете что будет когда у них вместо лазерок будут гауссовские пушки так медика я вперед не поведу что видимо в этом на этом ходу лучше подлечить нашего это вот фактически единственное ранение у нас за эту миссию единственное ранение понимаете единственное лечь плюс 6 я подошел поближе конечно чисто для для разведочки спешу готовность номер один да thing man скорее всего с ваншота и сикер остался который в принципе ну хотя если фланганет может урон нанести серьезно сейчас надо на него просто выходить и все блин какой террор а я предугадываю что там в чате писали не смотрел но наверняка там были такие умники которые успели по усомниться в силе чумандера вот потому что я нагнетал сам и ситуация была крайне непростая не было таких всех запанили что ли не было не было не было не было не было а сикер понятно справа давайте разведчиком с началом поискан еще кидаем да там может просто снайпер увидят а не на длине там о а он в инвизи был еще ничё ся снайпы пасуют товарищем надо сокращать ну на всякий случай на всякий случай ну ну а овер если двинется фиг Посмотрим. Это у нас ганер с... На урон или все-таки по воздушным целям? Давай на урон. Точность плюс один, блин. Снайп. Выборочная, конечно, мы столько поизучали. Плюс три точность. Гэмбл. О, глубокие карманы. Или, или плотность. Грянок-то, как правило, хватает. А учитывая то, что он впереди... Плюс он еще в звании. Нет, давайте ему прям... Прям хп. Бобер. Бобер высоко сидит. Ой, плюс шесть бобру. Плюс шесть бобру. Новый штурм. Еще надо его. Отлично. Ай, сплавы Элери тоже в том числе, да. Паник возра... Нигерия, Африка там выходит. Африка получается. А, Нигерия выходит. Нигерия выходит, да? Ну, я хотел ее, типа, вытаскивать спутником. Но я так и так ее не вытаскивал спутником. Да. Скан экзальта три дня. Имплант. Баллистика. Во, баллистика же еще плюс один ко всей вот этой вот гауссовской хрени даст. Слушайте, а может тогда еще пушку гауссовскую одну сделать? Для кого? Подожди, у тебя случайно не точно сейчас исследуется? Нет, ксиноневрология. Может реально еще один автомат, по крайней мере, сделать? Ну, Сапу, например. У меня есть двух пехотинцев, у одного этого, Пулича. Снайпера, естественно, никаким макаром. Не, надо сплавы хранить. Сейчас нельзя так делать. Сплавы хранить, что по запросам. Трупа сектоидов на ученых нет. Трупа мутонов на инженеров тоже нет. И Лерий инженер тоже пока нет. Ну, инженеры у меня миллион. Мне не нужны они в таком количестве. Полсотни инженеров. Так, а по подчинке там вроде все ок. Слушайте, а может быть возьмем... Может сделаем пушку новую гаузовскую на корабли? Что у него по... Дальность средней, боеприпасы 4. А, это БМП, а, сори. Это у меня же после исследования продвинуть технологии будет уже на корабль. Это для БМПшечки. Кумулятивный тоже БМП. БМП, БМП, стабилизация прицела. Так, может в Литейке что? Мы можем интегрировать дугометы. Пистолеты Крит, точный выстрел. Сохраним боеприпасов. Слишком дорого, слишком дорого. На нас плав, металлургия. Блок защиты. Вот, авионику надо. Улучшенная система наведения перехватчиков. Просто вот, точность лучше. Все есть, только денег нет. И я щас не буду продавать, чтобы это получить. С Богом. Обнаружен объект. Огромный ныло летит низко. Игнор. Атака базы. Гогашечка. Сэр, по всему штабу нарушена внутренняя система связи. Говорит центр Уровень опасности красный Повторяй Сучок, а Я же тебе зарплату платил Ах ты Можно пистолетом по-другому пользоваться Что вы наделали? Отвечайте Сэр Замечено движение у внешнего периметра Отключено много датчиков Это вторжение Ё-моё Нет Штурм базы Да, я узнаю эту миссию Но я не играл в неё в лонгворе Я не играл в неё в лонгворе Это капец Просто под занавес Штурм базы Да, у меня там пара грейдов Простых сделано, чтобы Секция дельта Штаб x.com Снарядите войска реагирования до начала сражения Некоторые ваши отряды не в состоянии достичь боевой зоны Не выходите принудительно из игры в процессе экипировки У меня нет готовых бойцов Что? Что? ГГ Ой, ГГ Ну, надо брать усталых, естественно Они получат там ранение после этого Ну, лучшие из лучших идут Дмитрий Михайлов Моё уважение Эфемерир Надо оставить там хотя бы парочку нормальных бойцов Потому что у нас после этого экзальт идёт Разведчик Пехотинец Может обойдёмся четырьмя Бери усталых Скорее всего тебя ждут снова мехтоиды Этот день должен быть полным Блин, 13 число Ещё всё ещё не закончилось Я словил сегодня столько Столько всего Андердяк точно Который медика оставляем Разведчик оставляем Пехотинца этого Задания он, да? Этого не берём Снайперов Ещё одного взять А сколько у меня тут? Ё-моё У меня тут народу Такого не было в оригинале Это точно другая какая-то миссия По-другому с механикой Видимо тут будут появляться люди Не на рандоме По скрипту А в том порядке В котором я их сюда Вытащил Ну если прям в этом порядке То просто То есть если мы Костяк сразу получаем То потом можно и лейминга вставить Но это не точно Ну просто если я эту миссию Не затаскиваю То это всё То есть это конец игры И учитывая то что Короче берём Да Берём Весь основной состав Всех бери говорят Бери Бери нубасов Тут же ещё Два штурма кстати Улич Я хочу хотя бы троих оставить Товарищи На следующей миссию Раз Два Три Четыре Пять Блин Нет 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 Что ж я экзальт не выполнил Ладно, если мы берем всех. Субтитры делал DimaTorzok Делаем предметы доступными. Экипируем в порядке. Ну, короче, слева-направо. Блин. Ну, нам как бы не хватает. Вообще, катастрофически. Нет, тебе лучше всталит пулемет. Блин, а если они действительно в этом порядке? Мне там разведчики особо не нужны на старте. Если они реально вот в этом порядке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, Левизор говорит, только хотел просмотреть литейки проекта Super Ranger. Теперь просто, как лак, командор, не забудь нового штурмаша взять. Ему хоть пушка есть. Да. Хорошую защиту у нас базовые получают. Ну, самые первые. Стоп, у меня разве пехотинца-то нет? Еще одного. Хорошего. Хорошего нет. Но это тоже уже хорошее. Поэтому даем ему... Матгаус и прицел. У него халявная перезарядка. Меткость 80+. Сейчас пузнете. Блин, здесь быстрый прицел нормальный. Да, тебе. Нет. Там лучше снайпам это все выдать. Так, давайте я поставлю снайпам. Маркс, москейст, лазерный. Сашки. Сашки, скорее всего, бонусный урон. Соколика берем. 99 меткость. Чисто крит и точность. Ну, в смысле, крит и урон. Примерчик. Предпоследняя панцерка. Тяжелый. Гранебой. Двойной выстрел. Прицел обязательно. Еще пехотинец. То есть там... Если старая версия миссии, то это на оверах. То есть мне очень важно сейчас первый состав взять. Такой, который просто аверит. Хорошо аверит. Последний прицел. Восемь, наверное, оставим. Маркс, москейст возьму. Не понял. Все. А остальные уже, увы, в чем получится. По броне, по крайней мере. Тебе дадут рандомно. Более того, не все на миссии поучаствуют в итоге. Ах. А если я не буду ставить бойцов? То дадут только тех, которые... Андердар говорит, почему Андер Бобер? Сын нашей страны. Андердяк ни за что не позволит умереть команде, если он учел весь опыт за прошлой миссией и опыт его отца. Удачи, команды. Я с вами, студент-медик. Да. Абсек на такое количество, конечно, маловато. Ну, там, опять же, рандом непонятно, как они появятся. Штурмаша взять у меня, по крайней мере, будет этот карабин. Не, не, не. Точно берем такой вот. Да, Маркс Маски, точно разведчик. Один тут скан вообще мало принесет пользы. Травматологи с тобой терпеть. Вы знаете, почти всем хватило брони, кроме двоих. Двоих или троих? Или четверых? Четверых. Ха-ха-ха. Черт. Черт. Значит, два сна... Да, все, кто остались, топовые. Я думаю, что надо убрать одного товарища, взять БМПшку. Потому что она эффективнее, чем... Чем, по крайней мере, ну, бас... А, мы не можем взять, да? О, это классная штука. Может, медика возьмем вот этого хорошего. Роза. Точная. Более точная. Да, давай так. Не выходить принудительно из игры против всяких игроков. Ха-ха. Блин, назад дороги нет. Ха-ха. Друзья. Сегодня такой у нас день. Ё-моё. Начали так хорошо после вчерашнего такого... Ну, двухчасовой хороший. Вернули там народ в игру. Прокачали левингов. И тут бах-бах-бах. Кустовая миссия, которую не пропустить. Разминирование. Минус два-три бойца. Ключевых. Промахи фатальные. Ранения серьезные. Потери спутников. Кризис экономический. Торф говорит, только не говоришь, что не сегодня. Конечно! Сегодня уже 12 часов ночи. Мы полетели на задание. Пришельцы проникли на базу Икс Ком в неизвестном количестве. Доступны ограниченные подкрепления, включая охранников базы Икс Ком. Провал несет серьезный урон проекту Икс Ком. Если мы не сможем его удержать, то потеряем всякую надежду отразить нападение пришельцев. Защитить базу любой ценой. Если все оперативники в зоне погибнут, штаб получит огромный урон и потеряет ресурсы. Ге-ге. Но это не сегодня. Давайте посмотрим, кто... Кого нам дали. О, сразу ганер есть. Да! Датчики тепла показывают, что по системе вентиляции у вас над головой спускается целая лавина противника. Те, кто взломал нашу внутреннюю систему безопасности, заблокировали двери, отделяющие вас от остальной базы. Как только мы сможем открыть двери, тут же вышлем подкрепление. Дверь открыть подкрепление. На это потребуется время. Сейчас наибольшую угрозу представляет систему вентиляции у вас над головой. Понял. Следите, не появится ли оттуда противник. Группа Дельта. Держите оборону. У нас, кажется, лейминге тут. Будущее экском зависит от вас. Иди к черту. Нет, Мел Лоис, отлично, снайпер. Разведчик, хорошо. Дмитрий Михайлов! Дмитрий Михайлов! Диас! Диас! И на этой ноте мы заканчиваем. Господи, ты не представляешь, Евгения. Это просто, просто так... Ребята, ну, следующий стрим пропустить нельзя. Дмитрий Михайлов, защитник земли, сейчас будет защищать базу от пришельцев. Михайлов не мог не поучаствовать. Да, да, да. Круто! Ой, с ним есть все шансы на победу. Сапушки серых. Ой, все. На сегодня все. Спасибо вам большое за внимание. Прекрасно сегодня поиграли. Нет. Но дальше будет еще интереснее. Ох, ох. Ох. Ох.